А чё это вы здесь все делаете? Ха! Конфа-то уже кончилась! Вот. И закончилось время, они стали затягивать респект таким диджеям! Другой-то написал... Это самое... Так, где это, где это? Значит, тут было какое-то хорошее сообщение, что... А, люблю такие конференции! Великолепная конференция! Вот. Всё прекрасно! Очень хорошо, что Адончик любит такие конференции! Еее! Ну а что же нам скажут участники конференции? Чё они говорили последние два часа? Молчали! Мы исключительно молчали, иногда переписывались, но это было редко. И все ждали тебя. Сначала ты висел в маме, а потом и ты пропал. Вот. Я вроде бы пропал задолго до начала. Вот. А что касается... Ну ты, пидор, сам написал, когда эфир, и сам опоздал на два часа. Ну не только я опоздал. Вот. Но... Но так получилось. В любом случае, о чём мы сегодня будем говорить? Ты, конфа уже прошла. Ну и что? Конфа прошла, но это не мешает нам поговорить вместе с вами. Ну мы должны не продолжать конфа, а обсудить итоги, о чём мы говорили последние два часа. Начинаем! Радиоанонимус. Как всегда, в самом высоком качестве. Ты подал замечательную идею обсудить итоги двухчасового разговора в виде молчания. Начинай! Начал. Отлично, продолжай. Продолжил. Как-то не особенно. Я приговариваю вас к сипуке. Ну чё ты, чё ты так вот. А сипука это чай, да? Вот японодрочер, а не знаешь. Так всё-таки кофе, да? Ну что, если говорить не о чём, тогда я поговорю на две замечательных темы, которые есть у меня всегда в запасе. А вот и погоди, не надо, не надо. Тут про говно нам, пожалуйста. Насчёт сипуки, Японии и всего прочего. Чая и кофе. Недавно прошла конференция по информационной безопасности Zero Nights. И наш любимый совладелец радио сделал отличный конкурс для этой конференции. Конкурс заключался в следующем. Существовал такой ящик, огромный. Выглядел примерно как микроволновка, только чёрная и деревянная, которые нужно было открыть. Внутри этого ящика находились различные призы. Сначала там был Proxmark, это такое устройство для осуществления атак на NFC, на разные беспроводные карточки. Потом там появились различные футболки, хамелеон мини, это тоже одно такое устройство для совершения беспроводных атак, ну и прочие всякие штуки. И конкурс был не обычный, ну не просто сам по себе конкурс «Открой ящик, получи пресса». Там ещё были такие дополнительные мини-конкурсы с реальными призами, моментальными, так сказать. Открылся бар с напитками. Самый настоящий реальный бар. В нём можно было купить за игровые карты различные напитки. Карты лежали у стола этого конкурса, их можно было свободно взять. Там был какой-то начальный баланс. Они были в иенах, в виртуальных. Да я угадаю, карточки эти были NFC-шные. Естественно. На самом деле это были московские тройки. Карта для проезда в метро и в наземном транспорте, покрашенные баллончиком в чёрный цвет и со стикером, наклеечкой на них. И перебитыми всякими ключами. Задача была перебить баланс и заказать себе пивасика, так? Нет, нет. Основная задача всё-таки состояла в том, чтобы открыть этот ящик и получить приз, который находится внутри него. Но вот такая вторая, типа вторичная задача, это взять какой-то напиток в баре. И, ну, она как бы не основная совсем, потому что если ты сделаешь атаку просто на накрутку, на, вернее, возврат баланса, то есть ты записал данные на карте до того, как ты прислонил её к терминалу оплаты на баре и взял какой-то напиток, то ты всё равно не сможешь открыть этот ящик, потому что там цена открытия выше, чем первоначальный баланс на карте. Тебе нужно увеличить этот баланс каким-то образом, а не просто сначала сохранить данные, а потом вернуть начальный дам, записанный тобой. Но вот были такие люди, которые не разобрались, как всё-таки накрутить баланс и просто постоянно совершали вот эту вот реплей-атаку, возвращали первоначальный дам. Мы это предусмотрели. Можно было взять только пять напитков, если программа обнаруживала, что дам постоянно возвращают, показывалась на экране большая рука и вылезала надпись, что вроде «Может, хватит уже?» или что-то такое, я уже не помню. Но всё получилось довольно здорово, потому что это всё выглядело очень эффектно, всё было сделано в ASCII графике, в обычном терминале линоксовом, и на удивление всё выглядело просто здорово, отлично вообще графен получился. С зелёненькими буковками? Нет, буковки были преимущественно белые, но была всякая такая псевдографика, всякие зелёные, красные, боксы, рука вот эта вот с ASCII графикой, стрелочка, типа прислоняй сюда. В общем, всё получилось профессионально, я бы даже сказал. Слушайте, у меня что-то от этого эпизода из фильма «Бедная Саша» со взломом сейфа и... Ох, отличный эпизод! Начало Нового Года! Время начала! Подсказка для тупых! От замка время начала Нового Года! Вот, вообще графон на тот момент там был охуенен у этого сейфа. Вот. Кстати, я только на этой неделе вспоминал этот фильм. Если что! Время пересмотреть? Ну, не знаю, не знаю. А ещё можно про сейф продолжение? Потому что про карточки мы послушали. Ну что, если вы мне что-то сказали, то я прослушал. Да, да, это тебе давай продолжай про сейф, потому что я не совсем понял про методику взлома физически, электронно, в смысле электрически, беспроводного. Чего там, какой у него способ тут? Ну, к сейфу нужно было прикладывать эти беспроводные карточки. Они работают по протоколу MyFair. Это одна из разновидностей NFC. Ну, то есть оно работает на частоте 11 МГц. А сколько? По протоколу MyFair. Сколько МГц? 13. Там 13.54, если не ошибаюсь, в МГц. Это вообще NFC. Когда говорят NFC, то разумевают частоту 13.54. А что так медленно? А протокол конкретный MyFair. Что оно такое медленное? Ну, этого хватает. Есть ещё низкочастотные карты. 125 кГц. Они обычно очень тупые. То есть там, как правило, только идентификатор записан. Нет никаких секретных данных, алгоритмов аудентификации, ключей, секторов. Просто доступ по идентификатору. Если вы видите большую, такую толстую белую карточку для входа в офис или куда-то ещё, где стоит пропускная система, то, скорее всего, она низкочастотная. И чтобы её склонировать, достаточно просто узнать идентификатор. Её не нужно взламывать для создания клона. Ты нам пока что, это самое, вскрой, так сказать, такую завесу тайны. Сейф-то открыли в итоге? Открыли четыре разные, если не ошибаюсь. В первый день открыли двое таких самых прошаренных, трое, наверное, трое. Ну, двое самых прошаренных чуваков. И, похоже, они какому-то своему другу сказали, ну, рассказали в общих чертах, что конкретно делать, как там всё устроено. И этот третий человек тоже открыл в первый же день. А во второй день открыли сейф ещё раз. Вроде вот так всё было. Все атаки были одинаковые. Но у этих крутых чуваков, они прям профессиональные игроки в CTF. Это состязания типа Capture the Flag. Хакерские такие состязания. Они участвуют в них постоянно, находятся в каких-то там командах. Ну, они мирового уровня. Участники постоянно ездят там в разные страны для участия в подобного типа соревнованиях. Но и у них даже это заняло часа четыре, наверное, или пять. То есть, они уже практически к концу дня только вскрыли этот сейф. И они постоянно на сейфе не обходили. Погоди, а атаки, которыми открывали сейфы, разные были или одна и та же? Ну, там вообще была комбинация различных атак. То есть, какие-то атаки тебе дают возможность просто получить ключи, и ты сможешь сделать реплей-атаку, чем вот занимались ребята, когда себе брали напитки на баре больше, чем положено. А чтобы открыть сейф, тебе нужно ещё там другие атаки сделать, разобраться в алгоритме подписи, баланса. Ну, в общем, там не всё просто было. Ну, вот этот суммарный путь, который надо было пройти, он у всех был одинаковый или всё-таки разный? Он у всех был одинаковый, но в последний этап с подписью баланса разные люди делали по-разному. То есть, кто-то начал вообще переусложнять сразу. Там чувак, он начал ксорить трижды три баланса. То есть, применил, там использовался контрольная сумма CRC. CRC-16 их очень много. Он почему-то не стал искать конкретный алгоритм CRC, а начал применять свойства CRC, что можно три раза, короче, сделать ксор и флипнуть какой-то конкретный бит у данных. Ух ты, как круто! Да, заменил нолик на единичку, как какой-то конкретный бит, и получил баланс больше, соответственно. Но это у него заняло приличное время. Если бы он просто начал брутить, наверное, все CRC-алгоритмы, вышло бы быстрее. Но, в общем, вот такой он вариант взлома применил. Во-первых, разные CRC-алгоритмы есть, но их не так уж и много. Но есть разные начальные комбинации, как они называются, забыл, в CRC... Там не только начальные комбинации, там разные полиномы есть. Да-да-да, полиномы. Разные начальные значения. Делается ли ксор в конце, либо не делается. В общем, CRC-16, их вообще там, не знаю, штук 30 разных, поэтому, наверное, на его месте я бы поступил так же. Начал ксорить. Ну, то есть, начал применять свойства CRC, потому что я предполагаю, что он думал во время решения этого квеста, что баланс может быть... CRC может браться не только от баланса, а там добавляться какая-то соль неизвестная или что-то подобное. Поэтому ему проще было сразу уделить внимание как бы флиппингу байта, чем проверять биты, вернее, чем проверять все алгоритмы. И потом, если бы не нашлось ничего, ему бы все равно поиск бы бит флиппать. Ну, вообще, на самом деле, там мог бы какой-нибудь Adler 32 с двумя отрезанными байтами, например. Ну, конечно, там мог бы вообще любой алгоритм быть. Поэтому, ну, как бы, там было всего два байта, поэтому надежда была, что люди первым делом будут использовать CRC-16, пробовать, как бы, применить один из алгоритмов семейства CRC-16, а не какие-то другие. Потому что, ну, если я вижу какую-то контрольную сумму, двухбайтовую, я бы первым делом подумал на CRC-16. На это и был расчет. Так, а протокол какой должен был быть алгоритм? Или это вендер-специфик? Протокол чего? Вот эта подпись, это кто ее определяет? Протокол, вендер, где нужно авторизовать? Нет, это просто было придумано. То есть там в секторе есть определенное количество байт, которые ты можешь записать. Этот сектор, он доступен для чтения только одним ключом, а для записи другим ключом. И ты сначала должен сбрутить эти ключи или каким-то образом их получить. Ну, для этого применяется атака на сектор, если ты знаешь какой-то ключ от какого-то одного сектора, есть атака, которая позволяет тебе по таймингам набрутить ключи от других секторов. На каком-то этапе, по-моему, ее нужно было применять. Плюс там использовался снифинг, обмена между этим ящиком, ридером ящика и карточкой. И CRC был записан просто в виде данных рядом с балансом, в том секторе, где хранился баланс. Это не... Протокол это не определяет, это просто было написано в коде, в коде ридера. Так, а у меня простой такой вопрос. Если всего 16 бит, почему бы не забрутфорсить всего два в 16 степени 65 тысяч вариантов? Что, долго? Ну, тебе же это нужно как-то автоматизировать. Это же не программа запускается у тебя на компьютере для проверки баланса, а ты физически записываешь данные на карту, подносишь ее к ящику, и он тебе говорит, валидно или не валидно. Не-не-не-не-не-не-не, это сложно. Смотри, у нас есть чип, который читает. Скорее всего, даже не чип, а модуль. На модуле, скорее всего, какой-нибудь есть микроконтроллер. А он уже общается с основным МЦУ через какой-нибудь I2C, SPI, вот это вот все. Но идея... Ящик нельзя было трогать физически. Естественно, у тебя не было доступа до этого ридера. У вас же снифер есть каким-то образом? А снифер, он... Снифер — это обмен данными между картой и ридером. То есть он никуда не подключается, он беспроводной снифер этот. Ты просто берешь такую штучку у ридера, по левую сторону вставляешь карту, ну или держишь ее около этого снифера, а по правой у тебя ридер от коробки, которую надо открыть. Вот нам пишут, этот протокол ведь в телефоны сотовые встроен, разве нет? Ну да, и некоторые с телефонов как раз записывали карты. Мы читали их тоже. Шок, шок, шок! Я там запостил в кукарекулку ссылки, но подключился позже, чем запостил, поэтому не могу их... Да-да-да, вот так, правильно. Вот, можете картинки посмотреть. Человек, который рассказывал про карточки полиномы и CRC. Пожалуйста, дай какой-нибудь контакт. Есть пара вопросов. Найди меня во ВКонтакте. Да. Вот. Ну, я даже не знаю, что еще спросить. Кое-кто, не будем показывать пальцем, его фамилию нам тут уже написали, утверждал, что сломать сие нельзя. Вот этот кое-кто обиделся на всех или нет? А что конкретно он утверждал, что сломать нельзя? Ну, дескать, эти карточки, они защищенные, ключи не дампятся, вообще крутяк. Он, наверное, это утверждал давно, но не так давно появилась атака, которая позволяет их все сдампить. У него на дамп ушло что-то двое суток, что ли. Ну, там, в общем, дампается какой-то обмен, а потом из этого обмена брутфорсится что-то. Я толком не знаю алгоритм атаки, я вообще слабо разбираюсь во всяких этих беспроводных коммуникациях. NFC так, только очень поверхностно. Ну, я знаю, раньше... Все заключается как раз в этой самой современной атаке. И для этого он покупал именно карточки московские, а не какие-то магазинные, потому что в Москве как раз они наиболее хорошо защищены, но все-таки неустойчивы к последней атаке. А вот... Ну, ладно. Продолжай. Ну, продолжай. Ладно, хорошо. А говорилось о карточках, которые многоразовые. Вот. А те, которые просто на одну поездку, я не помню, как уж они там называются, они не перезаписываемые? Или там... Я, честно говоря, не знаю, но, вероятно, не перезаписываемые. Иначе бы их уже сбрутили и перезаписывали. Ну, понятно. Ну, вернее, там что-то точно можно перезаписывать, потому что там же баланс на ней прямо хранится. Ты, когда ее подносишь, ее ридер записывает. Но почему их не используют, я, честно говоря, не знаю. Наверное, их нельзя просто использовать в качестве многоразовых. Вот раньше была такая атака. Просто по питанию смотрели потребление питания, состояние электромагнитного поля и надо было у карточки зареквестировать что-то в районе 200 тысяч авторизаций. После чего этого хватало на то, чтобы точно вытащить из нее все ключи. Это было первое поколение карта, но оно вообще там было дико уязвимо, оно текло во все щели, но это была одна из уязвимостей, самая такая жестокая. И, в общем-то, все карточки, в том числе и современные, подвержены вот этой фигне, что можно посмотреть, как она питается. Была предпринята идея, а давайте мы сделаем не один ключ, а несколько ключей. Внутри хранится мастер-ключ. Скажем, ты сделал 50 тысяч обращений, ключ выбрасывается, с помощью мастер-ключа генерится новый. Ты еще не набросил предыдущий, ключ уже сменен. Привет, горячий. Вот. Вопрос, а если нечто подобное сделать на каких-нибудь, даже не карточках, а на микроконтроллерах, там, какую-то VR-ку взять, STM-ку, вот, что-нибудь похожее смастерить, брелочек какой-нибудь смастерить, пускай общается по 433 мегагерц, ну, что-то такое. А брелочек для чего смастерить? Какая задача у него будет? Ну, вот, подошел с брелочком к сейфу, сейф открыл, и нахер твой NFC нужен. Ну, а почему не сделать сейф с NFC? Я не совсем понял, о чем вообще речь. То есть, мы защищаемся от чего-то? Как показал опыт, как показал опыт, сейф с NFC нифига не защищен. И вот, если сделать такой вот кустарный брелочек с генерацией ключей, пускай ты даже дампаешь трафик, пускай ты будешь отслеживать потребление чипа, энергопотребление чипа, но ключи периодически будут меняться, мастер-ключ будет достаточно редко, к нему будет идти обращение. Вот, мне интересно, насколько безопаснее будет такое решение с самодельными брелочками, нежели вот NFC? Не знаю, насколько оно будет безопасно, но в банковских картах как раз применяется ограничение на количество авторизаций, там по-моему 32 тысячи ты можешь максимум использовать. Там есть приложение, банковские карты, это Java карт, там Java аплеты внутри, которые реализуют какую-то функциональность, и платежная функциональность это один из Java аплетов. Вот, выбор Java аплета ограничен по-моему 32 тысячами, то есть одна карточка банковская может использоваться только для 32 тысяч оплат. Я ведь когда-то собирался эти Java карты программить, только потом я узнал, что купить их негде, да и нахер они нигде не нужны простым людям. На конференции был стенд Сбербанка, они предлагали купить себе какой-то приз, там стоял посттерминал, они давали пустые Java карты и нужно было написать свое Java приложение и купить в общем что-либо на эту карту. То есть там был, в условиях конкурса был указан пан-номер этой карточки, нужно было его в Java приложение вбить, там сделать какие-то средства подтверждения платежа типа PIN и написать это все и залить на карту таким образом, чтобы терминал с этим работал и пропустил платеж. А PIN то известен? Что? PIN код то известен? А PIN проверяет сама карточка, ты его задаешь прямо в коде. А, окей! Погоди, погоди, погоди. Кстати, очень интересно, что вот PIN не валидируется. В Бразилии в 2015 году зловомышленники прочухали это, начали воровать карточки различные банковские и делать из них бургер. Они брали чип Java карты, делали из него прокси. Таким образом, что он проксировал все запросы, кроме PIN на реальную банковскую карточку, на реальный банковский чип. А запрос PIN всегда возвращал окей, что PIN валиден. Уже с этого чипа, который был сверху, не проксируется этот запрос на PIN. И таким образом, просто они ворованные карточки использовали, не зная PIN, с аутентификацией, как будто она по PIN. Блядь, это охуенно. А у меня вопрос. А как тогда вот банк узнает, что была авторизация по PIN или без PIN? Это зависит от самого посттерминал просто сообщает, какой тип авторизации использовался. Но он не присылает сам PIN. Да, я даже все карточки выкинул. Терминал отдает банку тот тип авторизации, который указал Java приложение. А приложение может быть любым, в том числе и что-то там врать. Ну, типы авторизации есть и в терминале, и на карте. И преимущество настраивается на терминале. То есть, если у тебя карта, например, поддерживает там PIN и, не знаю, подпись, то, в принципе, ты можешь, если терминал настроен таким образом, что принимает любой из этих методов, при запросе PIN ты можешь нажать красную кнопку отмены, и платеж все равно пройдет, но ты будешь должен расписаться на чеке. Так, а вот после того, как я распишусь на чеке, как именно платеж пройдет? Ну, он просто акцептируется банком, а твоя подпись, я предполагаю, что отправляется в банк в конце дня или когда там. Нет, продавец должен какую-то кнопочку назвать, что клиент расписался. Если я на чек тебе напишу хуй, тогда что? Ну, тогда твой чек, скан чека отправят в банк, и если ты не совершал этот платеж, ты можешь позвонить в банк и сказать, я не совершал этот платеж. Банк возьмет скан чека, увидит, что там не твоя подпись, а хуй, и скажет, ну да, наверное, это не ты совершал платеж. Да, но айфон-то у меня уже в кармане. Что? Ну, айфон-то у меня уже в кармане, магазин попал на стоимость айфона. Да, в этом и прикол. Поэтому все предпочитают пин, потому что ответственность перекладывается в этом случае на пользователя, на держателя карты, а не на банк. А если использовался не пин, а, например, подпись, то ущерб возмещает банк, а не магазин. То есть, деньги банк вернет магазину. Так, так. Вроде как. Я точно не уверен, но вроде как так. У меня что-то небольшое непонимание этой системы. Если подпись настолько уязвима, и банк явно не горит желанием всем раздавать деньги, почему этот вариант авторизации все еще существует? Ну, просто потому, что в США все еще не все карты обладают чипом. Иногда используется до сих пор аутентификация по магнитной полосе карты и используется подпись. Предполагается, что бизнес-люди очень серьезные, чтобы запоминать какие-то там пины, и они просто расписываются на чеках. Замечательно. А когда у нас используется прокатка магнитной полосы, там что, после этого никак пин может не участвовать? Вроде не участвует, только подпись. Я могу ошибаться, но вроде так. Ну, вообще странно, конечно, я со своей карточкой, которая чиста с магнитной полосой, вообще расписывался в магазине всего один раз. Вот остальное либо пин, либо просто проходил платеж, когда какая-нибудь мелочь. Ну, ты можешь нажать красную кнопку во время запроса пина, и тогда транзакция не отменится, а тебе придет просто расписаться. В этом суть. Красная кнопка не значит отмену. может ли я дату послать? Ну, не знаю. Скорее нет, чем да. Это опять же зависит от настроек карты, от настроек банка и от настроек конкретного посттерминала. Наверняка существуют терминалы, которые вообще отвергают подпись, но на таких терминалах в принципе нельзя будет расплатиться картой только с магнитной полосой. То есть они работают только с пином. Вот нам пишут, банк, может вообще не узнать же, чипованные карты оффлайн не могут ведь работать. Ну, могут, да. Они работают в наземном транспорте преимущественно оффлайн. Так, погоди, если они работают оффлайн, то получается на самом чипе записана какая-то информация, баланс? Он ведь сначала авторизуется и только потом списывается. на самом чипе бывает записана даже информация о покупках, которая доступна просто для любого NFC-ридера, если речь о беспроводных картах. Погоди, погоди, вот я купил дилдак, что будет записано? Дилдак, красный, вращающийся, горячий дракон, пердеть смешно, так? Нет, только сумма платежа и может там, не знаю, какая-то техническая информация. Ну, короче, просто информация о факте совершения транзакции и ее сумма. Мне кажется, только до, по-моему, у нас тысячи рублей, или нет такого ограничения. Я что-то читал по такому поводу, что без авторизации не прочитаешь или там ограничение на количество. Ну, такое было раньше на некоторых картах. Про сейчасшую ситуацию не знаю. Возможно, где-то еще осталось, но, тем не менее, стандарт предусматривает это. То есть, в принципе, по стандарту такое можно делать. У Тинькова какое-то время точно так можно было делать на их картах. Вот после того, как вы Да, это даже есть приложение просто смотреть последние транзакции на картах, которые поддерживают. Вот после того, что вы знаете о кредитных картах, вам не западло ими еще пользоваться? Ну, смотри, я вообще всегда считал кредитные карты, это просто какое-то недоразумение. Они создавались в эпоху до интернета, и все их преимущества и недостатки как бы относятся и к оффлайн, и к миру. Если у нас есть какие-то платежные системы, которые создавались в эпоху интернета и предназначены были для интернет-платежей, там сразу задумывалась какая-то архитектура безопасности, авторизация платежей, и ты просто так не совершишь какие-то неподтвержденные платежи, например, там, вебмани или Яндекс.Деньги, ты каждую транзакцию подтверждаешь непосредственно на сайте платежной системы, а не на сайте, где ты покупаешь какой-то товар или что-то оплачиваешь, и они не могут подделать эту транзакцию под сторонние сайты. Банковские карты же, они работают по-разному. Где-то ты там попадаешь на процессинг, который требует 3D Secure и не работает без него, если у тебя карта его поддерживает. Где-то можно просто от него отказаться. 3D Secure тебя перебрасывает на гейт банк твоего Залупинска, который постоянно выдает пятисотку и раз с десятого только тебя авторизует. Сука! Ну, короче, карта это какая-то фигня, но тем не менее банк несет ответственность за твои деньги, поэтому предполагается, что если у тебя украли там карточные данные, что-то купили на твои деньги, короче, как-то украли каким-то образом твои деньги, то если ты докажешь, что эту транзакцию совершал не ты, тебе деньги вернут в полном объеме. И, наверное, они только за счет этого живут, иначе бы, скорее всего, все давно отказались от карты. Во время конференции у человека, которого я знаю, просто каким-то образом совершили транзакцию в Нью-Йорке на 30 тысяч рублей в рулем эквиваленте. Как вообще никто не понял, ни он, ни мы пытались какие-то предположения делать. Непонятно вообще, как бы, совершена транзакция была. Надо было в правилах... написать, дорогие участники, пожалуйста, ломайте только сейф, а не карты в карманах других участников. Вот нам пишут, раньше кредитки вообще откатывали через копирку на чек и ставили подпись. в штатах. Ну, вроде как, в штатах где-то все еще это делают. Не на копирку, а там что-то вроде пластилина, я предполагаю, или вот какая-то такая субстанция. Ее физически откатывают, прокатывают, так называется. Поэтому на карте выдолблены номер карты и имя владельца, чтобы они именно в этом пластилине отражались. Вот это, кстати, еще один недостаток, я считаю, карты. Каждый, каждый, абсолютно каждый знает твое фио. На чеке твое фио остается, на карте твое фио, банки, причем совершенно левые банки это знают, продавщицы это все знают. Блин, это у меня просто бугурт от такого постоянного слива информации повсюду. Да, что хуже, с приходом онлайн-кастов, теперь, я точно не знаю, как это работает, но, короче, в банковском приложении ты можешь теперь видеть свой чек магазинный. То есть, там, видимо, какой-то идентификатор передается о, ну, идентификатор чека, номер чека, и уже на сайте онлайн-кассы получается из этого идентификатора держимое твоих покупок. Представляешь? О, вот напишут, а не эмбассированные карты на что? Во-первых, не каждый банк дает неэмбассированные карты. Во-вторых, если он и дает неэмбассированные карты, то у них там обслуживание что-нибудь баксов 200 в год, какие-нибудь супер премиум ультимейт со спермой дракона. Вот. Кроме того, неэмбассированные карты это всего лишь значит, что не будет выдавлен пластик. Что именно будет на магнитной полосе, я не знаю. Я подозреваю, что будет та же самая информация с моим фио. Ну, вроде нет. Неэмбассированные карты как раз самые дешевые прям вообще для нищих. И они считаются неполноценными. Часто им в интернете платить нельзя. Еще какие-то ограничения у них есть. у меня наоборот. Неэмбассированные наоборот больше денег стоят. Ну, не знаю. Может быть, мы о разных картах говорим. Пишут, виртуальные карты уже не конают. Слушай, я все время пользовался виртуальными картами. Это очень круто, это очень удобно. И главное, бесплатно было. Вот. Но так получилось, что все мои банки, которые эти бесплатные виртуалки имитировали, их что-то вот как-то они кончились. Вот. Все куда-то вот делись. так, чего я вчера карту в Альфачбанке карту покупал, там имени нет, а я убер нищеброд. Ну, не знаю. Украшка карта мгновенного выпуска приватбанка стоит почти бесплатно, в интернете платить можно, никаких фио в чеке нет. Ну, значит, это мой банк такой охуевший. Вот. Еще я от представителей Сбербанка узнал, что в России вообще никто не проверяет фио на карте при оплате онлайн. То есть, если где-то запрашивается ввести фио, как на карте написано, можно вводить абсолютно произвольные данные, если карта выпущена любым российским банком, и платеж все равно пройдет. Я это знаю. Всегда пишу при совершении платежа Сергей Внучаев. А я как-то ввел не то, что соответствует выбитому на карте. У меня платеж не прошел, после этого я подумал и ввожу как положено. Вот нам пишут, при чем тут бесплатная виртуалкист? Реально на физическое подтверждение по СМС так можно с реальной на физическую, может быть, на виртуальную ты имел в виду? Что касается подтверждения по СМС, это как раз тот самый 3D Secure, который зачастую ни хера не работает. Ну, как не работает? У тебя вот ты на каком-то сайте вводишь данные этой карты, например, на том же Алиэкспрессе, нажимаешь ОК, и тебе говорят сейчас, погоди, погоди, и тебя редиректит на сайт твоего Залупинского банка, вот, без HTTPS, без всего, и говорят там, так, Сычев, не видел, что было по незащищенному соединению. Вот, 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 введите ваш там ЦВЦ, или что там, или ваш номер телефона, я точно не помню, вот, ты вводишь, материшься, вводишь, нажимаешь ОК, и тебе говорят 500, интернал сервер или ГОК. Сука, как я ненавидел свой банк, ааааа, как я ненавижу 3D Secure. Кстати, а это мерчант указывает как бы у себя в параметрах работы с банками, что ли, на каких суммах нужно врубать 3D Secure, на каких суммах не нужно врубать, потому что с тем же самым Алиэкспрессом какую-то мелочевку, когда берешь, то зачастую никакого требования нет, и без всяких дополнительных смс-ок все проходит. Вот напишут, зато наличие. Да. С другим сервисом, не китайским, хоть там какие-нибудь вообще мелочи я плачу, там, 8 рублей, все равно, приходит стабильный это запрос на 3D Secure, и, пожалуйста, пиши. Ну вот, в статье пишут, лимит на максимальную сумму операции без подтверждения пин-кодом, речь, правда, про пин-код, а не про 3D Secure, может быть установлен как на самом посттерминале, так и на стороне банка. В настройках карты может быть установлен тип авторизации Cardholder Verification Methods в виде подписи на чеке. В таком случае бесконтактная транзакция пройдет на любую сумму без пин-кода. Вот нам пишут, зато наличка анонимная и не подтверждена анальной слежки и блокировки счетов. именно поэтому, когда тебе вот вхуячивают добровольно, принудительно карточку, например, для зарплаты, первое дело, что нужно сделать, это снять все деньги, снять нал полностью. так, так, Алик, кстати, сейчас как раз таки сразу Ц2 спрашивает при добавлении карты и никуда больше не перенаправляет. не знаю, у меня номер карты при каждом платеже, сука, спрашивал последний раз. Как не пользоваться картами местных банков и банками в общем? Кто-то из вас пользуется криптой для оплаты чего-нибудь? Ну, я иногда пользуюсь, но это не очень удобно. Еще можно заказать себе какую-нибудь банковскую карту, выпущенную когда-то банком, но не для клиента банка, а для клиента чего-то другого. Например, платежные системы выпускают такие карты и они привязываются к счету в платежной системе. Иногда это удобно. И карты эти выпускаются, как правило, не российскими банками. Вот расскажи это. Я знаю, ты являешься гражданином одной шпротной страны. Вот. Как там получить гражданство шпротное за 100 евро? как открыть банковский счет, карточки, вот это все? Расскажи нам. Ну, вообще разные ограничения существуют для нерезидентов стран, но некоторые страны позволяют открыть счет у них в каком-то местном банке нерезидентам. И, соответственно, можно выпускать карты тоже этого банка. Но в общем случае это вообще не требуется. То есть, есть какие-то платежные системы, которые заключают контракт с каким-то конкретным банком. Правило, они даже не афишируют, каким. И присылают карту тебе по почте, или ты можешь ее как-то другим способом получить гражданином практически любой страны. например, там и Payments такие карты выпускают. Нужная система такая. Да даже у WebMoney есть какие-то свои карты. Там, если не ошибаюсь, даже на выбор несколько банков доступно. Ну, в общем, выбора довольно много. Вот нам пишут, алик принимает карту анонимных пользователей, например, Kiwi или нет? Я не знаю, что является анонимным пользователем для Kiwi, но карточками Kiwi, кстати, я платил всегда на Али, причем транзакции шли всегда вот мгновенно. Причем даже на большие суммы нажимаешь платить и мгновенно все списывается, мгновенно списывается баланс, мгновенно идет подтверждение на самом Али. Когда платишь карточкой реального сука банка, она сутки вестит подождите, ваш платеж верифицируется, как я это ненавидел, я даже в саппорт звонил, мне там говорят, о, вы дел, да, купили, молодцы. Слушай, но у Киви же лютый обменный курс. Сейчас что с Киви я не знаю, я их проклял лет пять назад еще. Что там сейчас... У меня аналогичная ситуация года с 2014-го, но я помню тогда, что там вообще жопа была с этим. Ну, я раньше от них отказался, вот, я их проклял, что там сейчас с Киви, я даже не знаю. Тот спрашивает, можно ли спокойно спать на теплотрассе в Таллине и питаться просроченными шпротами бесплатно? Можно, можно вообще чем угодно питаться. Ну, не скажи, я вот сегодня ел горошек с пятикратно переваренными макаронами. Организм мой это из себя уже через два часа изверг. Не изверг, да. Так, вот пишет, пододонином Пошельков имел в виду подтвержденный только телефоном, без привязки реальных данных. Слушай, раньше, когда ты легался в Киви, у тебя сразу просили номер паспорта. Я не знаю, как сейчас там происходит. Просили номер, присылать скан паспорта было не надо, естественно, даже привязан к телефону. Вот с такого вполне себе все было. По-моему, ты немножко путаешь, или мы в разное время им пытались пользоваться, потому что номер паспорта вроде не спрашивали, но спрашивали адрес. Нет, я точно помню, что номер паспорта я вводил. Так, а тебя еще никто не проклял? Не знаю. Я думаю, меня тоже многие проклинали, особенно, когда я звонил в техподдержку Киев в час ночи. Очень интересное развлечение, скажу вам. Там такой голос анальный. какой стороной организм изверг маркарошки? Анальный. Как найти тебя найти во Вконтакте? Есть вопросы по картам? Можно я отвечу за тебя? Ну, вообще я не разбираюсь в картах, но да, можешь ответить. Не ищи его Вконтакте, в Одноклассниках его нету, он тут разбросанный по свету. Не, не получилось, ну ладно. Вообще он ничего о картах тащим-то и не знает. Вот. А вообще что ты знаешь? Да толком ничего не знаю. Вот. Тут просто насчет каких-то платежных систем и вот шпротную страну я почему начал спрашивать. есть соблазн значит какое-то изобретение изобрести и вылезти с этим изобретением на кикстартер. Это достаточно сложно, вот, но в принципе можно зарегать компанию в США, открыть на эту компанию счет. Кстати, не обязательно только в США, можно где-нибудь в Нидерландах. Вот. И с такими платежными реквизитами открыть значит проект на кикстартере. Например, вот у меня есть проект шизофона, шизофорточки и много других интересных изобретений. Вот. Но вот, например, мой начальник очень боится этого. Говорит, мало того, что очень сложно туда влезть, так даже когда тебе накидают 100 миллионов долларов, в Рашку их перевести невозможно, потому что на тебя сразу насядут определенные конторы. И вот он очень паникует. Я ему как раз говорю, что, мол, можно вот в шпротной стране открыть банковский счет, да или в принципе в любой другой, и банально карточкой присланной по почте ходить опустошать банкоматы. Ну вот. Кто из нас прав? Я, что вот никаких проблем были бы деньги, а уж перевести как-нибудь можно? Или начальник, то, что придется общаться со странными организациями? Слушай, у Эстонии же есть электронное гражданство. Я не знаю там, какие конкретно надо действия совершить, чтобы его получить, но вроде как это относительно несложно. 100 евро. Ну вот, если ты получишь электронное гражданство, если тебе банк сделает счет в банке эстонском, то почему бы не использовать эти реквизиты? И зачем переводить деньги в Россию? То есть предполагается, что в российских банках в рублях их будут переводить или что? Нельзя, что ли, их удаленно через интернет-банкинг переводить куда надо? Ну, вот я как раз о том и говорю, что даже если мы открыли счет в США, у нас уже в США есть, то в принципе банк в США должен на нас имитировать карточку, по идее. Пускай прямо из США мы можем снимать карточку, просто ходить по городу и опустошать банкоматы, так? Ну, вообще да, но это очень неэффективно, потому что большинство банкоматов ограничено, там у них есть именные лимиты и максимальные суточные лимиты и максимальные лимиты на одно снятие. Ты знаешь, в день 50 тысяч мне как-то хватит. 50 тысяч рублей? Да, мне хватит каждый день по 50 тысяч. Обычно ограничение типа там 3 тысячи в сутки на снятие, где-то так. Ну, ты учитывай еще комиссии. У банкоматов вообще, как правило, нет комиссии на снятие, но есть комиссии банка на снятие, там, в банкоматах другого банка, не в том, в котором тебе карту выпустили. И есть комиссия какая-то фиксированная за одну транзакцию, то есть, чтобы снять тебе 3 тысячи долларов, тебе, например, нужно снять 10 раз по 300, потому что больше 300 банкомат не может выдать за один раз. Так, хорошо, а вот можно как-то более эффективно тогда? Ведь, по идее, нет разницы, что я прямо напрямую из Штатов снимаю бабки, что я в Латвию или в Эстонию перевел, что оттуда снимаю. По идее, я все равно эту комиссию плачу. Если какой-то более такой эффективный способ по переводу денег. Ну, если ты именно о снятии говоришь, как вот мы сейчас обсуждали банкомат, то в кассах некоторых банков можно снять за один раз большую какую-то сумму, как правило, без комиссии. Нет, там часто тоже бывают комиссии. не просто... Но в любом случае это эффективнее, чем снимать через банкоматы, если речь идет о суммах там больше двух тысяч долларов. Это и быстрее, и комиссии меньше будет. Начальник боится, что если ему начнут постоянно переходить платежи из США, то его одна конторка за шиворот возьмет и спросит, откуда, кто тебе такого? Ну а какая-то проблема сказать, как есть? То есть что произойдет? Начальника уже брали за шкурку вот, и ему, как я понял, очень сильно не понравилось общаться с этими конторами. Так что... Так, проиграл с недоумленного 50 тысяч. Так, можно в список закупок для проекта на кикстарте добавить 10 килодолларов на переезд разработчика из России? Ну, знаешь, 10 килодолларов как-то маловато на переезд. Разве что только на первое время бомжевать. Тебе 50 тысяч на пару лет хватит. Я их уже проебал! Так, лук, когда я первый раз покупал в интернете планшет лет этак 5 назад, платеж от Киеви как раз очень долго не проходил. Но там были, видимо, проблемы с тем, что они свои терминалы на франшизу раздавали и хуй это нормально согласовывалось. Так вот, позвонил вен товаши Киеви и мне ответило чудо с характерными нотками гопницы из самого Люмпинского района какого-нибудь Йобурга или Ижевска. Ой, как это знакомо. Какой криптой ты иногда пользуешься? Откуда брал крипту? На какой бирже, если покупал? Где хранишь кошелек? Кошелек храню локально. Пользуюсь преимущественно биткоином, наверное. Ну, как пользуюсь? У меня просто лежат биткоины и если проще платить биткоинами в каком-то конкретном случае, то предпочитаю их, но так вообще активно не особо пользуюсь. Для конвертации использовал преимущественно биржу БТЦЕ, владелец которого арестовали. Потом она превратилась в ВЕКС других владельцев, которых тоже арестовали. И сейчас эта биржа вообще не работает и, видимо, деньги никому не вернутся. Вот примерно такое у меня отношение с криптовалютой. Так, кошелек использую, называется Электрум. Он такой сочетание полноценного кошелька и лайт кошелька. Он хранит ключевой файл локально, но не требует качания всего блокчейна для совершения транзакций. Он подключается к каким-то серверам, которые уже хранят полный блокчейн и передает через них транзакции или качает какую-то новую информацию, но не передает на сторонние серверы твой ключ. тишина. Ну вот и все. И какая-то тишина. Вот, напишут, эх, хреновато мне становится. Похоже, пора опять снижать температуру. А что у тебя там с температурой случилось? Ну у меня не столько с температурой у меня это дело с кашлем и фаренгитом. вот, уже примерно недельку. Ну нет, меньше еще недель. Ой, отойди от меня, заразишь. Ну вот, да, я бы так же заразился. Ну, а так температура первая началась где-то на четвертый день. Вот. Ну, а первый раз хреново было на второй день. Ну, в общем, сейчас пью антибиотик, потихоньку становится полегче. Че пьешь? Ща. Да, блин. Вечно путаю. Ща, секунду. Вот нам пишут BTC, BTC E, LOL, VEX, LOL, Алса Биржа как бы работает. Просто там у всех внезапно стали демо счета. Сидят и ждут. Так в том-то и прикол, что она уже вообще не работает. Просто не открывается страница. То есть, если она там на протяжении двух или двух с половиной, или трех даже месяцев, там был заблокирован вывод, кроме трех или четырех криптовалют, там был бешеный обменный курс на эти четыре криптовалюты, потому что только через них вывод можно было осуществить вообще всего, что есть на бирже, то сейчас она уже недели полторы или две просто не работает. Совсем. То есть, полностью исчезла. И вроде как есть какие-то, не знаю, на других доменах похожие биржи, но мне кажется, это все фейки, просто скопировали дизайн и воруют пароли пользователей, которые будут вводить. Напишут МТГокс, Ньюфаги не помнят, Алтфаги не знают. Эх, да, было времечко. А я-то помню, я-то знаю. Так. Мне постоянно приходит всякий криптовалютный спам, потому что я был зарегистрирован на нескольких биржах и на всяких сайтах, которые потом ломали и воровали все там имейлы пользователей и данные. Поэтому я всегда в курсе всех новых актуальных криптовалют типа Баскоин от Ольги Бузовой или там каких-то еще таких суперпроектов. Ой, расскажи, что это за суперпроект? Ну да, просто у всех всегда суперпроекты, понимаешь. Мне приходил спам, где предлагали скачать мессенджер, который сделан, чтобы зарабатывать. Мессенджер, ну буквально для общения программа, для общения людей, сделан на основе блокчейна. И вот ты общаешься с людьми, а тебе на счет постоянно капает криптовалюта, которую ты можешь потом вывести. Вот такой вот замечательный проект. На этой написано, что им пользуются уже там миллионы пользователей, у нас миллионы загрузок. Все радостные отзывы оставляют на сайте лица улыбающиеся, отзывы только положительные. Поспрашивают, ним это предлагали уже? Ним? Да. Что такое ним? Это замечательная валюта будущего. Она тебя капает за то, что ты просто есть. Ну ладно, забей. Просто мы как-то смотрели рекламу этих нимов и долго спиялись. Ну, коин-то никто не вспомнит тут. Вот это даже я не вспомню. Вложил я только помню, что ты майнил анусы. Вложился в мавра. Жду иксы. Так, анончик у нас ждет Максиклав. Ну ок. Так, с 1 апреля 2015 года в посольствах и консульствах Эстонии в Москве, Санкт-Петербурге и Пскове можно было претендовать на электронное гражданство Эстонии. В обмен на идентификацию законопослушный заявитель получал ключ электронной подписи, который пригоден для подписи документов, признаваемых властями страны. Наличие этой подписи позволяло вести бизнес, не посещая Прибалтику. Спустя три года банки фактически похоронили инициативу и массово закрывают счета. Как так? Ну вот, видишь, как-то не успели. Вот, блядь, у меня начальник как раз этого и боится, что только ему обломится сто миллионов, вот, у него все счета побанят, а потом его самого в Интерпол заявят. Начальник человек опытный, общался с разными структурами, вот, с многими, как я понял, он общаться больше не хочет. Вот, и вот на кикстартер, как бы ему тоже хочется, ну, что-то вот ему очково. Мне нравится смотреть некоторые проекты на BoomStarter, это такой аналог кикстартера, заточенный на проекты русского языка. По мой язык с мылом. Я нахожу его очень смешно, знаешь, здесь есть такие первые вообще-то, вечные двигатели, какие-то невероятные инсталляции или просто какая-то ерунда непонятная. А шизофорточки? Шизофорточки-то там есть? Зашел в раздел «Идея на миллион», так и называется. Первый результат от автора Михаил Попов. Цифровой АИ-банк в мессенджере. Как вам такое сочетание? Не хватает встроенного фотошопа. Так, пацаны, у меня тут 0.15 биткоина лежит с прошлого года, все никак не выведу, а он все дешевеет и дешевеет. Есть смысл дожидаться подъема или выводить, пока совсем ничего не осталось. В рублях это около 4 тысяч. Ну, я вот ждал, ждал, пока там биржу починят и выводы включат. Дождался. Я бы не выводил. У меня, кстати, есть большая сумма, но, знаешь, давай верить в лучшее. По крайней мере, 4 тысячи рублей это абсолютно не деньги. Но, если снова оно будет стоить 20 тысяч долларов, я смогу в общем свой тропический остров поиметь. А что такое 4 тысячи? Повторюсь, конечно, немножко больше, чем 4 тысячи. Ну, что это такое? Короче, вот если оно снова будет 20-ку стоить, вот тогда мой тропический остров и будет. Ну, оно определенно, по моему мнению, не будет стоить 20-ку. Биткоин вообще это как бы очень несовременная валюта, я бы сказал. У нее много недостатков и она оказывает влияние на все другие криптовалюты исключительно из-за того, что она была первая и у нее самый большой оборот. А в техническом плане она уже сильно отстает от каких-то других альтернативных валют, которые появились позже. Ну, есть такое, есть, но главное то, что биткоин именно задавал и задает до сих пор хайп. Те люди, которые из деньгами на каком-нибудь Уолл-Стрите, они понятия не имеют, что это вообще такое и слышали только про биткоин. А если интересно, я прочитаю историю с биткоинами, с пожертвованиями, которые отправляли проекту Tahoe Loves. Это такая распределенная файловая система, приватная. История очень интересная и читать все в 2008. Она довольно длинная, но я думаю уложусь минут в пять. Письмо от начала 2016 года и читать его сейчас будет, я думаю, довольно забавно. Если не против, я начну. Давай, давай. На русском или на английском читать? На русском? От имени Tahoe Loves Software Foundation я вам принес обновление по поводу текущей ситуации с нашими пожертвованиями в биткоинах и публикую новый адрес для пожертвований. Я сомневался, писать ли это письмо, но, в общем, вот моя история. На данный момент у нас есть 375,5 бета-с. и еще 3,9 бета-с, которые мы ожидаем в скором, что нам переведут их. Эпизод 1. Атака коинов. Питер, наш босс в компании AllMyData, где и создавался Tahoe, впервые опубликовал адрес для пожертвований в биткоинах в Вики в августе 2010 года. И первое пожертвование нам было в размере 17 бета-с, что составляло 1 доллар 19 центов на то время. Через некоторое время мы обновили адрес для пожертвований. В первые 4 месяца мы приняли 205 бета-с. В то время 1 биткоин стоил 0,24 и это было около 50 баксов. В то время мы покупали на эти деньги несколько месяцев хостинга или немножко пиццы или и то, и то сразу. Но у нас не было каких-то конкретных планов на растрачивание этих денег, поэтому никто особо не заботился и они так лежали на счете. Мы продолжили принимать периодические пожертвования примерно 1 или 2 в месяц. Каждый раз это было небольшое количество в долларах. Но было 2 пожертвования в эквиваленте 617 долларов в 2012 году и 432 доллара в 2013. В то время среднее значение биткоина было около 7 долларов, медиана была 3 доллара. А, нет, стоп, 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 стоп. Не среднее значение биткоина, а среднее значение пожертвования было около 7 долларов и медиана 3 доллара. Мы всего приняли 74 донейшенов с 2010 года по 2016 на 1568 долларов сейчас минутку итак шло два с половиной года и биткоин вырос в сто раз по состоянию на январь 2013 он продавался по 15 долларов за btc а на данный момент около шести тысяч долларов эпизод номер два возвращение мкфс и у нас были ужасные новости и получил сообщение от пидорок от питера который рассказал мне ужасную историю его bitcoin д где хранились ключи ключи от bitcoin хранились на его лаптопе в единственном количестве и из-за различных ошибок получилось что диск этого лаптопа очистили и отформатировали различные проблемы с коммуникацией между дельцам этого лаптопа и вообще общее непонимание ситуации привели в общем к потере всех этих денег в январе 2013 мы убрали этот адрес утерянный с сайта и писали чтобы никто больше на него не отправлял пожертвования потому что они просто бы выкидывали деньги в никуда питер помню что он делал какие-то бэкапа через тайм машин но точно не помнил где они лежат он случайно он случайно нашел один из бэкапов среди каких-то мультиков но в любом случае они не подходили и ключей там не было но пробовали восстановить диск с помощью различных утилит для восстановления файлов и вручную писали всякий софт чтобы искать какие-то последовательности похожие на файлы с ключами кошельков но ничего не нашлось питер вообще перебрал весь свой дом залез во все винчестеры которые у него были дома и пытался найти файл вылет дат но ничего не нашлось в это время я подготовил новый ключ на изолированной машине и сделал несколько резервных копий в цифровом виде и в бумажном виде разослал их в виде писем на несколько континентов я планировал написать блог пост чтобы сообщить о новом ключе и объяснить вообще происходящую ситуацию как мы потеряли все эти деньги но я никогда я я все еще не опубликовал этот ключ мы надеялись что мы где-нибудь найдем резервную копию и восстановим доступ к этому ключу к нашему сожалению ситуация становилась все хуже и на пике в ноябре 2013 года биткоин начал стоить 1147 за штуку что привело к потере наших 400 300 тысяч долларов оу эпизод 3 новая надежда надеюсь что у этого сообщения будет хороший хороший конец в январе 2016 я получил новое сообщение от питера хорошие новости он нашел резервную копию с двумя приватными ключами он нашел ее в коробке из-под обуви под самой обувью лежал винчестер это состоялось после двух переездов это были те файлы наверное потому что его искала много народа это были те же файлы но никто не помнил от них пароль и никто не мог найти эти бумажные письма которым я который я всем рассылал но в любом случае я создал новый bitcoin ключ следовав той же процедуре и разослал все письма опять всем как минимум две копии письма я залил в металл да очень странно в надежде что информация переживет даже пожар и в этот раз я буду надежно отслеживать и файлы ключей и пароли для доступа к ним весь он публикует новый адрес для bitcoin донейшнов ну в общем такая вот клёвая история на на самом деле нифига не клёвая но я нахожусь забавный как мне нужно обращаться с данными у нас на радио похожая ситуация была у человека было там 4 районе 20 битков вот и он попал в аварию нужны были деньги на операцию все конечно есть и ключи есть и битки есть но а пароль от крипто контейнера крипту то ведь надо в крипто контейнере хранить блять вот поэтому я никакими шифрованиями стараюсь не пользоваться я засунул в крипто контейнер всякие вебемки картинки сбор какие-то вот такие данные которые в принципе не особо и важны но потерять их тоже как-то не весело хотя в принципе важности в них ноль но тем не менее это собирал этот архив и он для тебя важен я не помню пароль этого контейнера я его отдал на флешке человек он не потом вернул эту флешку и просто не могу теперь получить доступ к этим данным она у меня все так и лежит в столе я периодически его вставляю в ноутбук пытаюсь набрутить пароль просто представить какой пароль я бы мог установить но все еще не могу открыть все эти файлы там очень смешные картинки там картинки с 2 ч 2008 года он который себе руки в рот сует может помнить такого очень популярен был какие-то вообще неизвестные картинки которые для меня очень смешные например какой-то парень играет на фаготе это инструмент такой музыкальный написано дует фагот ну типа дует фэгат так и что как таким раздолбаем деньги доверяют ну вот один из таких раздолбаев это я валют дат на рабочий стол в банке в крипто контейнер приоритеты уровня b ну что ценнее то и храним я бы не стал шифровать свои 69 гигабайт вб мак так кем вы видите биткоин через пять лет ну каким-то таким полутрупом вы вообще меня не слушайте у вас может сложиться какое-то странное впечатление что я разбираюсь в криптовалютах и вообще могу высказывать какое-то авторитет мы поняли что ты лох педальный я супер лох который потерял дважды деньги на одной и той же бирже в надежде что она нормальная и ситуация нормализуется а сколько у тебя мавра он же умер уже они все работают что не знаю но мавр то у тебя есть вообще когда он делал ммм 2012 по моему да первая была я задумался думаю может действительно вложить там тысячу рублей чтобы забрать через полгода 9 по моему там тысяч было надо же не обманули куплю жене сапоги действительно многие получили выплаты которые вкладывались на полгода там просто два варианта было вложения на полгода и на год на полгода там какие-то такие проценты типа 900 ну то есть ты вкладываешь тысячу получаешь 9000 а на год там были какие-то гораздо выше там типа ты бы получил 400 тысяч поэтому преимущественно все вкладывались на год а те кто вкладывался на полгода они в основном получили свои деньги кто из вас появился от гриппа другой пишет как кто-нибудь делает прививки от гриппа я вот не прививался сказал врачихе что я мало общаюсь с людьми и поэтому мне не надо и вот у меня горло болит ну я раздумывал прививку сделать но потом что-то отказался от этой затеи прививка гриппа она не защитит вас от гриппа от болезни как таковой но она поможет восстановиться быстрее меньше вероятность каких-то плохих последствий после гриппа если вы заболеете серьезно поэтому если не знаю вас прям плохо со здоровьем и вы очень плохо переносите грипп что у вас там закладывает уши или еще какие-то серьезные последствия то лучше наверное прививаться но в целом это не особо как бы важно в отличие от других прививок от других болезней проблема еще прививок в том что бесплатные только в этом году дают только отечественные а зарубежные вообще нигде по-моему отечественные есть нормальные насколько я знаю вот есть две хорошие прививки доступны в россии это вакси грипп и ультрикс по-моему вакси грипп это отечественное но из зарубежных компонентов отечественных сырья нормальный голландской который раньше было вообще нет а за деньгу за деньгу негде купить вот а я не прививаюсь потому что непонятно чего меня будут прививать она же проприетарное все вот вдруг потом у меня сиськи вырастут или хобот отвалится непонятно так как пояснить падение биткоина никак так по поводу века не резко переехали на другой домен просто старый заблокировали бирже не хана век сегодня заработает инфа сто процентов в 20 часов в 20 часов по москве да 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 а как вам кэшбэри коины как вы вообще кстати относитесь ко всяким кэшбэком и различным таким скидкам от банков я к этому отношусь с недоверием но сейчас все меньше и меньше карт обычных выпускают то есть как правило если банковскую карту хочешь какую-то оформить тебе предлагают либо вообще какую-то супер лоховскую карту с небольшим небольшой платой за обслуживание но самая простая либо вариант получше со всякими кэшбэками там с дополнительными опциями но у нее там годовой платеж 3000 рублей например и еще бывают месячные платежи если на ней лежит меньше какого-то значения на балансе я выбирал самую видимо лоховскую без всяких опций как раз в год у меня было около 3000 за обслуживание вот и я лох да мне постоянно банкоматы предлагают различные специальные предложения только для меня оформите нашу новую карту у них поздравляю вы выиграли гудок с димой билана специально для вас абсолютно бесплатно первые три дня ура я рад что мне так повезло большое спасибо что предоставили такую возможность обращайтесь ну ты вот смеешься а я по телевизору иногда смотрю различные лоха угадайки которые до сих пор показывают у них эфирного времени очень много они обычно идут там по часу по полтора и просто передача построена очень дешево даже те лоха угадайки которые были 10 лет назад они были более качественные сейчас это такое шоу что его смотреть неинтересно и знаешь оно настолько плохое что даже что это даже вин два наряда вне очереди а можно три зачем ну может быть еще один продам в начале года запускали мы мошку где слову в типа падали битки суть в том что как говорят знающие люди в клиент был устроен майнер так бля да они охуели студенты не являющиеся гражданами европейского союза платят за обучение во французских университетах почти в 10 раз больше чем европейцы об этом в понедельник 19 ноября заявил премьер-министр франции эдуар филипп теперь год обучения на бакалавриате обойдется студентам в 2700 евро а в магистратуре и аспирантуре 3700 евро сейчас учеба в госвузе во франции стоит 200 евро за бакалавриат магистратура 500 евро во хочу в рашке такие же цены так встроенный байнк мессенджер в сбербанк онлайн и уже есть так что тут было это не на бумстерте ли на башню теслы деньги собирали проигрывал создатели которые просто собрали деньги сказали спасибо мы теперь занимаемся другим проектом замечательно кстати мне понравился понравились цены бум стартера у нас вон товарищ пытался донат донатов на 3000 рублей получить ему сказали чтобы мы опубликовали ваш проект надо заплатить 5 так что бум стартер это такая вещь когда ты подумал о нем или произнес а вот язык с мылом помыть так биткоин холдим скоро ту зе мун но это не точно скоро за биткоин купишь остнов в болотах карелии сам только что рассказывал что карты устарели и вообще до интернетов были созданы но ими все пользуются тут рассказы такой биткоин устаревший поэтому им не будут пользоваться ты не охуел а но им пользуются но на по сравнению с какими-то другими криптовалютами у него преимуществ нет другие криптовалюты обеспечивают там быстрые транзакции гораздо быстрее чем биткоина ниже комиссии не знаю всякие выполни возможности выполнения кода во всяких эзериумах и прочих подобных а в биткоин но он просто был первый поэт до сих пор держится на плаву и обладает наибольшим оборотом но с технической точки зрения он уже отсталый так причем самое смешное что эти биткоины я нашел на старом детстве которые я не трогал с 2011 года я их получил буквально бесплатно был какой-то сайт на котором можно было один раз на один кошелек перечислить себе какую-то сотую долю в тестовых целях в конце 2017 года они превратились 250 баксов но я дебил по кличке опы не стал выводить я тоже не стал пиздец я помню как на двачи на нульчане на двачи наверное еще нет на нульчане точно году в 2010 в конце и в начале 2011 постоянно вайпали какими-то сообщениями типа покупаю биткоин там дорого по моему 50 центов за штуку или 60 вот примерно такие цены были вайпали просто информации о биткоинах создавали стоп треды постоянно люди ставили себе cpu майнеры тогда только был оригинальный кошелек и включали майнинг спрашивали там фиг ли ничего не майнится потому что там статус не показывался ничего ты просто включаешь галочку и у тебя комп нагружается а визуально ничего не происходит там писали типа жду два дня уже все горячо в квартире комп нагрел всю комнату что делать очень смешно конечно в ретроспективе все это смотреть вспоминать и читать кто слушает радиус берега слоновой кости с тобой все хорошо друг надеюсь с ним хорошо так 50 мне более слушать про эти суммы еще один критик с биткойн отстает пруф это будут из личного опыта современный эфир при высокой нагрузке в разы меньше чем на биток уходил в бесконечную синхронизацию кошелька ну окей я не в курсе просто я использовал периодический эфир и он доставляет деньги гораздо быстрее транзакции в нем совершаются практически моментально в отличие от биткоина даже вот со всякими этими секвитами и прочим дерьмом и комиссии ниже так питр какой-то ебаный шизофреник нахуя ему столько винтов нахуя он всех по дому разбросал ну вот мне моих терабайтов не хватает под банальную порнографию вот что делать не знаю а мне еще и бэкапы надо хранить где-то в винте в компе места метать много а как ты обновляешь свои винты я обычно покупаю новый на в два раза больше емкость а старый продаю и высовываю из компа таким образом у меня в компе обычно не больше 8 винчестеров но каждый раз емкость их увеличивается я хотел в мае этого месяца обновить винты примерно по такой же схеме мне написали прайс в районе 20 тысяч я так подумал посмотрел подумал не пока работает и ладно я покупаю винчестеры бу на ebay что вы на это скажете выходит где-то два раза дешевле чем покупает новые в российских магазинах но я покупаю модели дорогие то есть это винчестеры на 8 на 10 терабайт я хочу сказать что ты очень счастливый человек с очень белой чистой кармой возможно ты монах или за тебя кто-то каждый день молится это почему это что такого нестандартного я сделал ты считаешь что обязательно доставка разобьет но там просто люди которые тоже занимаются каким-то серьезным хранением информации я обычно покупаю вот таких такие лоты видно потому что там сразу и смарт в информация о лоте и подробная информация вообще винчестере и продавец говорит там например у меня таких винчестеров прям из этой же серии 8 например ты понимаешь что он их из какого-то хранилища вынул и скорее всего он их запакует очень качественно по крайней мере мне прислали всегда в антистатических пакетах со всякими пупырками и еще и в коробочке сверху без проблем доходит попой ну вот ты такие на такие лоты нарываешься тут знаешь тут везде не должно быть сразу по многим параметрам во первых нужно найти такой лот во первых во вторых нужно его распознать в третьих нужно его выиграть и чтобы это было не дороже чем в ближайшем магазине в четвертых это как она доста упакует и пятое это доставка ты счастливый человек так как вы храните бэкапы на рам диске несколько файликов сейчас перекинуть это у меня вот они все лежат на рам директория projects и вот внутри нее уже наверное я не умею пользоваться компьютером так что тут нам написали еще как там титкоин его таки сделали я не в курсе пацаны вы по кей деривейшн правда вообще не знаете нет каким богом он здесь имеется ввиду для применения его для генерации ключей биткоина чтобы запоминать какую-то кодовую фразу из нее получать какое-то конечное количество кошельков и бесконечное вообще говоря это не самая надежная и безопасная штука потому что я точно помню у кого-то воровали деньги хотя это наверное относится каким-то первым систем когда была ключевая фраза которую вводит пользователь вот тогда деньги воровали а сейчас современных кошельках просто этим не особо пользуюсь но периодически как-то пару раз пытался сгенерировать сейчас если не ошибаюсь просто запускаешь кошелек он генерирует тебе какую-то фразу состоящую из нескольких слов английских и ты должен записать на листочек то есть тебе все равно их нужно где-то хранить листочек ты должен приклеить на монитор а то есть не нужно хранить ключевой файл и пароль от него но должен где-то хранить именно вот эти вот слова для получения этих же этого же набора ключей ну так себе вот нам пишут покупая б.у. винчестер на алиэкспресс доставка только почтой россии что ты скажешь на это на это еще умеет мало то что ты счастливый человек но ты еще не обладаешь паранойей так на это я выскажу непопулярное мнение наверное что почта россии мне всегда оказывал отличный сервис почта россии для меня всегда была надежной и беспроблемной в отличие от различных курьерских сервисов ну вот я в принципе бы согласился но где-то месяц назад я пришел за посылкой они мне говорят а ну-ка паспорт а я такой вы чё охуели вы чё меня не знаете вы мне всегда посылки без паспорта без фамилии я только захожу вы мне сразу ее отдаете вот теперь нужен паспорт нужна регистрация чё какая еще регистрация ну это зависит от человека который тебе посылки выдает и от того как часто ходишь на почту мне например часто отдает посылки просто так потому что знают меня в лицо ну я говорю я тоже я вот тоже просто заходил я просто заходил и молча ни слова разворачивалась брала посылку нам мы друг другу ни слова я говорю до свидания спасибо до свидания это все что я говорил а вот этот доебальдь паспорт где ну вот так ты на ebay покупаешь SATA диски да да SATA обычные консюмерские пока не забыл хочу сделать такое классное объявление которое может быть многим полезно вчера была черная пятница сегодня я ее условно называю черная суббота потом будет черное воскресенье потом будет кибер понедельник все эти дни до конца понедельника можно купить различные крутые серверы по скидке начальник уже кидал ссылку на storage серверы но там есть и всякие просто впс прям копеечные за 6 долларов в год вы можете купить полноценную впс с выделенным IPv4 адресом и что нибудь там крутить хранить там резервные копии или вообще как угодно ее использовать на что только вашей фантазии хватит например можно могу опубликовать ссылку где выкладывают списки различных предложений их там постоянно выполняют их там просто куча от себя замечу есть такое интересное применение сервера когда-то давным-давно я этим пользовался значит ставишь на сервак ВНЦ ставишь на сервак КДЕ да я это делал ставишь на сервак эмплеер ну и естественно торренты значит на торрентах качаешь порнуху тоннами вот и прямо на серваке вот из КДЕ запускаешь значит этот самый эмплеер с порнухой порнуха будет ну где-то цветов так в 16 или с диким диким пережатием джейпега вот но ты ее так быстренько так вправо 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 не говно удаляешь качаешь следующую порнуху вот такой был у меня личный порно сервер одно время как тебе такое применение сервера а? что ты скажешь на это? я скажу что ты просто наркоман а зачем так делать? какое-то практическое применение было практическое применение было потому что канал у меня был ну что-то в районе там 128 килобит в те годы вот и качать эту порнуху самому чтобы оценить что она говно ну это очень затруднительно так вправо 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 не говно и удаляешь и качаешь следующую а современные сайты не рассчитаны на супер какие-то слабые каналы с кучей птерь и всем прочим а страны где очень плохо с интернетом особенно с беспроводным все еще есть и мне рассказывают люди что в таких странах популярна следующая фигня они покупают какую-то дешевую ВПСку запускают там полноценный браузер и ВНС и так используют интернет так получается надежно там например надо тебе поработать в онлайн банкинге а там скорости типа 64 килобит в секунду у тебя канал ты открываешь его просто удаленно и все надежно все круто вот я примерно для таких же целей хотел написать ВАП сервер и даже начал было его писать и когда-нибудь я его закончу I believe вот вот напишут порнуха в 16 цветах эстетика ну вот для своего ВАП сервера я написал пережиматель видео в 4 цвета в ЦГА палитру ха-ха-ха-ха так установка КДЕ на удаленный сервер уже само по себе порнуха ничего сложного аптэн стал аптэн стал аптэн стал КДЕ 3 я не помню вот так что мне норм было ничего сложного ха-ха-ха-ха так напишут что у дешевых ВПСов ограничения по трафику адовые ну-ка развей нам этот миф ну у супер-супер дешевых наверное там может быть 100 гигабайт в месяц 200 гигабайт в месяц обычно где-то на уровне 500 гигабайт в месяц это ВПСки стоимостью от 10 до 15 долларов в год ну а что-нибудь подороже уровня 20 долларов в год там уже ну обычно предложение гораздо выгодней вот например я сейчас смотрю на сервер за 40 евро в год у него 4 гигабайта оперативки 100 гигабайт диска 5 терабайт месячного трафика 1 IPv4 адрес и 10 IPv6 адресов вот как-то так и 2 процессора охуеть я даже не знаю какого хрена существуют другие хостинги ну ладно в общем это не проблема а еще что скажешь насчет того что на ВПСках не везде можно качать торренты нас наверняка слушает один товарищ который вот купил ВПСочку вот и естественно поставил там торрент ограничил отдачу до нуля что в настройках торрента значит unlimited ну и естественно ему сервак засуспендели вот и вот теперь у человека анальная контузия и он считает что торренты это плохо алгоритм покупки сервера под бит торрент следующий нужно найти хостера который расположен в стране не подверженному DMCA или каких-то локальных таких законов то есть это должно быть не США не UK остальные в принципе подойдут я думаю и сам сервер покупаемый тоже должен быть в какой-то более-менее либеральной стране типа Нидерланды, Швеция, Чехия, Польша, Болгария в Польше кстати вообще разрешено качать и раздавать медиу для собственных нужд то есть если ты не продаешь какой-то нелегальный контент то это полностью законно а в Румынии? в Румынии тоже ну в Румынии просто никому нет особо дела до интернета он там достаточно быстрый и очень дешевый но просто суть в том что нужно обращать внимание не только на местоположение самого сервера но еще и компании которые этот сервер предоставляет если вы купите сервер в Нидерландах у компаний из США вам скорее всего засуспендит сервер если много будет обращений еще если пересылают какие-то письма от IP-эшелона и подобных компаний не каждый хостер требует отвечать на них некоторые относятся к этому очень серьезно некоторые вообще их не волнуют ответили вы или не ответили они просто пересылают все письма и все никакой реакции не ожидают от вас зависит все от хостера нужно смотреть правила terms of service всякие acceptable usage policy смотреть что в них прописано очень многие ВПСки запрещают хостить IRC я спрашивал у хостеров вообще почему это откуда такие ограничения чем IRC так особенный что его прямо упоминают в правилах оказывается что IRC серверы по какой-то причине часто дедосят и часто их используют для всяких ботов потому что IRC простой протокол и ботнет через IRC делать просто вероятно вот так вот ну вот а от себя замечу что скорее всего особенно если вы качаете что-нибудь с русскоязычных трекеров всем абсолютно будет похуй даже если у вас сервак находится в США вы его купили у компании которая находится в США даже если у него в правилах написано что гроб-гроб кладбище цех с гвоздями скорее всего особенно если берете с русских трекеров всем будет похуй пока вы сука не превысите айо нагрузку вот за айо с тобой потому что мне часто приходят письма от IP эшелона которые рутер рутрекер отслеживают я полагаю что то они просто отслеживают раздачи все вообще никакого конкретного трекера никаких то не знаю конкретных именно раздач конкретных трекеров они просто отслеживают все раздачи по DHT у них очень много ботов которые именно кролят DHT и по ключевым словам в имени раздачи они ищут какие-то файлы потому что мне приходило стру-трекера много писем на раздаче стру-трекера и там был обычный контент какие-то ресурсы к игре раздавали наверное это был какой-то Skyrim или вот какая-то другая часть The Elder Scrolls а ресурсы были обычные то есть моды которые явно не попадают под защиту самой игры а просто любительские моды какие-то отдельные DLL там какие-то скрипты и из-за того что в имени раздачи встречалось имя Моруайн там или Skyrim я уже не помню мне присылали автоматические уведомления и я кстати в этом случае написал что типа вы что вообще умеетесь посмотрите какой-то контент там раздают в описании к раздаче так и было написано что это все любительские моды и здесь самой игры нет а что-нибудь ответили? да нет они не знаю читают как-то письма через раз и если их как-то поставить на место то видимо ничего не отвечают я периодически им писал какие-то письма с вопросами что конкретно почему они конкретно отправляют письма на сервер который точно не раздает торренты на антизапрете там маршрутизация только до самих анонсеров но файлы через через VPN не раздаются я им описал эту ситуацию они говорят не-не-не у нас все правильно работает мы вот скачиваем части файлов и поэтому видим что действительно там раздают какой-то контент я не знаю правда это или нет или нет теоретически такое возможно если они хостятся на каких-то заблокированных диапазонах но в реальности такое не будет происходить только вот чисто им раздается через мой адрес а другим пользователям не раздавалось ну скорее всего просто твой адрес фигурирует в DHT сети всего лишь вот вот на бишь но ведь для торрентов есть специальные обученные ситбоксы не есть и админят их школьники у меня такой один ситбокс был значится я его оплатил все хорошо скорость ну в принципе 100 мегабит там было но так такое себе и в какой-то момент у меня этот ситбокс перестал работать вообще я создаю тикет кстати сервис был ну реально школьный потому что это уже был наверное 10 тикет потому что я оплатил не работает пытаюсь залогиниться не работает в общем я создаю очередной раз тикет говорю где мне говорят сейчас 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 все сделаем действительно где-то через пару дней все сделаем я говорю скажите а где где вот мои сотни гигабайт файлов где это понимаете мистер у нас вот случился ванна край поэтому все что было у наших клиентов к сожалению пострадала ну вот какой-то такой сервис ты хочешь за такое платить а? вот я спасибо что напомнил вообще поднял этот вопрос по поводу школа хостингов ссылку которую я скинул там все хостинги требуют проверки я бы наверное купил у 30 максимум 40 процентов компаний которые по этой ссылке представлены а остальные 60-70 отбросил всегда ищите по имени компании какие-то отзывы потому что все эти супер дешевые хостинги там раз на раз не приходится некоторые есть вполне адекватные часто это какие-то отделения более крупных хостингов заточенных специально вот под очень дешевые ВПСки но есть и хостинги которые просто ужасные где вам на тикеты будут отвечать днями где постоянно падает стечь что работает серверы перезагружают в общем надо читать отзывы ну это знаешь это очень сложно искать такой сервер на обработку одной компании у тебя уйдет ну не знаю дня два наверное пока ты будешь читать эти отзывы а самих компаний сотни если не тысячи ну достаточно иногда зайти на том же low end talk в предложение этой компании они там в специальном разделе постит предложение вот нужно посмотреть что в них пишут к очень плохим компаниям как правило пользователи сами пишут типа перед покупкой сервера у этой компании сначала поищите очень нестабильно все работает можно найти предложение лучше такие надо сразу отбрасывать если кто-то написал все это это гарантированно очень плохой хостинг дэрсир мы очень хороший хостинг это злей конкурент про нас пишут слющий да есть просто такие среднячки которые вроде и нормальный сервис предоставляет но ничего особенного то есть периодически там серверы могут перезагружаться периодически сеть пропадать ну не часто но случается а есть прям надежные люди которые подходят к этим дешевым серверам как вот к реальным крутым дорогим серверам им не имеет значения что они дешево так стоят там поддержка оказывается быстро все работает надежно и проблем с сетью не бывает вот нам пишут не помню в пиесах меньше терабайта в месяц даже на самых бомжевыйных вариантах так какой вап сервер абсос уже по жопорезу интернет не пускают только 3g ну а я вот хочу вап мне не хватает вап сервера для жизни так сказать так что-то я хотел такого важного сказать но уже забыл нам пишут мальчишки и девчонки а также их родители коррекцию биткоина увидеть не хотите ли кровавую коррекцию экран покажет наш и завтра 100 биткоинов не хватит на беляж эту стих это стихотворение я видел очень давно оно очень старое при этом что самое интересное после этого он как раз стоил там не знаю в общем больших денег так что вот к таким коррекциям и таким вот прогнозам я бы относился тоже очень и очень скептически но так сделаешь прививку еще как-то новость прошла относительно незаметно вроде как саташина кому нашли и он умер несколько лет назад от того что нашли ну да нашли какой человек скрывался под этим псевдонимом кто сделал биткоин и есть информация что он умер что-то по-моему в 2015 а умер то от чего от того что нашли сейчас найду и прочитаю так что тут нам пишут интересного так один момент так сделаешь прививку потом руку отхуярит с гангреной да вы меня не слушаете я не настоящий криптоман а по разговору так вполне передай ему что официально векс жив по адресу векс.линк через зэк еще можно вывести с дикими потерями по крайней мере лучше чем ноль ну я что-то не горю желанием пока что там логиниться я видел что кому-то приходили письма что векс приезжает на новый адрес но люди пытались там логиниться это было еще во время когда векс.нз работал и у них в последних входах был их адрес и какой-то неизвестный IPv6 адрес то есть скорее всего это был фейковый прокси я пока не убежусь что это не фейковый прокси не буду туда логиниться но спасибо за информацию что-нибудь поищу в интернете так у нас сообщения все перепутались которые мы читали не читали вот так что наверное пацаны извините что мы что-то пропустили вот мы все пытаемся переписать нашу систему сообщений но не получается отечественная прививка это когда большой больной текущим штаммом чихает на тебя в этой стране бесплатная вакцина нынче очень разбодяжна тот же гриппол но на четверть состоящий из ничего прививка от гриппа защищает именно от гриппа и препятствует заражению других людей наши прививки вроде норм но не доверяешь можно купить самому прямо в шприце и сразу привиться так в чем проблема кэшбэка ну как бы все всем платится анончик вот знаешь чисто вот такая вот проверка на идиота если этим кто-то интересуется значит это кому-то выгодно если тебе вот пытаются тебя развести на кэшбэк и говорят пацаны вообще кэшбэк круто все всем платится все заебись пацаны давайте все делать кэшбэк кэшбэк делаем кэшбэк задумайся зачем это кому-то надо знаешь наше государство тоже иногда делает хорошие казалось бы вещи но потом выясняется что за этими хорошими вещами стоят чьи-то такие большие большие профиты поэтому как минимум они будут перепродавать твои данные как минимум я уверен все эти кэшбэк сервисы это источник спама твои данные будут проданы всем кому только можно поэтому я лично от этих кэшбэк сервисов хожу как-то за километра но это лично моя паранойя насколько она уместна не знаю ну смотри есть кэшбэк сервисы какие-то сторонние а есть кэшбэк от банка просто банк тебе возвращает часть суммы которую ты потратил на покупки это разные вещи и я к ним например отношусь по-разному если со стороны банка банк тебя просто мотивирует больше тратить денег и чаще использовать карточку то вот эти сторонние кэшбэк сервисы это вообще какой-то близко к скаму я считаю это и есть скам ну вот насчет банка давай задумаемся откуда у банка взялись внезапно лишние деньги чтобы сделать тебе счастье отвечаю магазины и вообще любые юридические лица которые принимают банковские карточные платежи платят какой-то процент банку за каждую транзакцию или какой-то ежемесячный процент и банк тебе откатывает эти проценты которые платят магазин как я полагаю потому что кэшбэк разные для разных категорий товаров видимо разные магазины платят разные проценты я вот так это обосновываю в принципе если это какие-то именно предложения единичного характера от банка то есть купи вот в этом магазине у ашота и мы тебе сделаем скидку в 3 процента ну что я в это верю в принципе но когда мне банк говорит что чувак покупай что угодно в онлайне и мы тебе вернем 10 процентов что-то как-то странно во-первых партнерочка с кем у них со всеми онлайн магазинами в мире не верю извините откуда еще деньги ну бывают такие партнерочки которые возвращают тебе не деньги а какие-то бонусы например есть карта кукуруза не банковская и ты можешь получать бонусы от каждого платежа от любого вообще но тратить их можешь только в определенных магазинах которых немного там по-моему один продуктовый один какой-то компьютерный там со всякой техникой аптека и еще что-то то есть там то ли 4 то ли 5 магазинов всего это сети то есть но тем не менее у тебя всего небольшой выбор ну вот как-то так читайте полный список наших магазинов из партнерочки ну ладно вот хорошие вещи от государства докопительная пенсия пробовали знаем больше не хочется чувак возьми бесплатный гектар аааа про него уже правда написано в земельном кодексе там небольшие такие пометки на 2036 год ну чувак тебе бесплатно дают целый гектар чувак в кошельке принадлежащем сатоше хранится огромная сумма эквивалентная 10 миллиардов долларов но за последние пять лет никаких операций с этим кошельком зафиксировано не было причина этого довольно печальная сатоши накамото в кавычках умер 26 апреля 2013 года им оказался дэйв клейман два факта о котором стали известны в этом году во-первых брат дэйва айра в феврале 2018 года подал в суд на крэга райта возгласившего себя создателем биткоина в суде он привел переписку дэйва и крэга из которой видно что именно дэйв был создателем биткоина во-вторых на прошлой неделе в интервью блумбергу один из людей стоявших у истоков первой криптовалюты джефф гарзик сообщил что общался по электронной почте с накамото а потом лично встречался с дэйвом клейманом и по многим признакам это был один и тот же человек вполне возможно что ключи от кошелька в котором хранится огромная сумма биткоинов да и клейман унес с собой вот такая печальная история человек создавший биткоин умер не узнав что его детище подорожает в миллионы раз и он станет одним из самых богатых людей на земле а вот анончик пошутил от чего умер деньгами придавило а вот пишет кэшбэк еще раз мотивирует тебя все таки совершить покупку а с лещей купи хороший беляш стоит правда со скидкой всего 70 рублей в соседнем магазине он 50 этот же ну так что как то я к скидкам вот таким знаешь скептически отношусь вообще я очень скептически отношусь к электронной коммерции в этой стране очень скептически и в этой стране в электронном виде ну у меня был вот из всех онлайн покупок что я делал в этой стране только одна покупка мне принесла положительные эмоции это вот монитор в который я сейчас смотрю все остальное что я пытался или покупал в этой стране вот знаете вот мне вот ну больше не хочется ничего никогда в онлайне покупать после вот этого вот такой вот у меня опыт так что там еще написали написали нам много сообщений перепутаны ну пожалуй я их даже не буду читать а что вы знаете о такой вещи как хепа а давайте наконец хепа это который фильтр да давайте поговорим наконец-то о говне а то мы уже два часа беседуем и о говне так и не поговорили вот что ты знаешь о хепа практически ничего я знаю что существуют хепа фильтры фильтры воздушные для фильтрации воздуха больше ничего не знаю применяются во всяких кондиционерах вентиляторах так вот хепа high efficiency particulate air или high efficiency particulate arrestance высокоэффективное удержание частиц вид воздушных фильтров высокой эффективности используется в пылесосах системах очистки воздуха и системах вентиляции и кондиционирования воздуха фильтр такого типа начали использоваться в сороковых годах в США время развития ядерного проекта они применялись для улавливания радиоактивных частиц на предприятиях ядерной промышленности примерно в то же время в СССР были независимо разработаны и начали использоваться аналогичные фильтры известные под названием фильтры Петрянова-Соколова фильтр изготовлен из длинного листа волокнистого материала диаметр волокон 65 от 0,65 до 6,5 микрон расстояние между ними 10-40 микрон сложенного гармошкой а также корпуса с элементами удерживающими лист в сложенном состоянии эффективность HEPA-фильтров оценивают по количеству частиц размером до 0,06 микрона на литр воздуха которые выбрасываются обратно в среду после прохождения фильтра классы фильтров HEPA-10 11-12 13-14 и собственно здесь дается пояснение HEPA-13 это эффективность 99-95 HEPA-14 это 99-995 и HEPA-15 это 99-99-95 эффективность в соответствии с ГОСТ РЕН-18-22-1-2010 фильтр системы вентиляции и кондиционирования воздуха из фильтрующего материала способного к электризации классифицировать в соответствии с таблиц ну понятно ну в общем я думаю понятно что это за хрень вопрос что вы думаете о качестве вашего воздуха в квартире или в офисе вашем я думаю что вопреки распространенному мнению о том что воздух становится загрязненным если в нем много углекислого газа скорее всего это неправда потому что ты чувствуешь что воздух какой-то грязный не из-за большого количества в нем углекислого газа а из-за каких-то сторонних сторонних вещей то есть не знаю просто кожа становится другой или что-то подобное вот пишут а ты к форточке разговор подводишь нет не совсем просто мы тут искали комплектуху для моей шизофорточки и мы нашли набор датчиков среди датчиков есть например css 811 за 7 баксов он у него есть два показателя это по моему если не ошибаюсь монооксид углерода его в принципе можно любыми датчиками померить их куча и co2 диоксид углерода почти никто не меряет кроме этого css 811 причем постоянно в спецификациях указан то только монооксид то диоксид углерода не знаю кто где пиздит ну ладно допустим но главное у этого чипа есть показания к такой вещи как всякие бензопирены я сейчас даже открою рекламу этой хуйни чтобы не пиздеть лишний раз и читануть чего оно умеет мне алиэкспресс предлагает поискать по слову непопле сосок ну ладно так по запросу css 811 он мне даже ничего не хочет искать вот нашел вот что это такое мне просто стало интересно что такое твок твок это летучие органические вещества вот пишут по моему качество ввозок против всякой органика а не углекислый яс так вот вок это летучие органические вещества а твок это тотал вок это сколько всякой дряни в целом находится в в воздухе на данный момент вот органического происхождения или около того вот всякие кетоны бензопирены и прочее вот я не могу сейчас найти описание нормального человеческого вот кстати можно на 1 доллар этот чип дешевле взять во время распродажи которую естественно я проебу так так он умеет верить температуру и влажность а вот список веществ так карбон а нет ну в общем идея ясна мы уже сейчас даташит найду на что он реагирует вот идея в том что вот этих твоков на которые эту дрянь реагирует их достаточно много так вот на дофруте там что напишут волатиль органик компонс как раз те самые летучие вещества список веществ у нас ага вот это алкалоидс альдегиды кетоны органические кислоты амины алихатикенд ароматик хидрокарбонс вот вот на это оно реагирует все ну вот откуда эти органические вещества берутся от проперживания и от проперживания и от прочихивания кстати пердишь не только ты но и бактерии пердят они берутся от растений они берутся от лесов в лесу такой датчик должен зашкаливать просто там этой органики летает тоннами ну вот и вот я задумался чем я собственно говоря дышу ну и я начал искать себе комплектуху для моей шизофорточки которая будет отслеживать и температуру влажность и содержание различных веществ в воздухе но не об этом речь я начал искать как мне сделать теплообменник чтобы подешевле и посердите и решил сделать теплообменник из фольги алюминиевой 10 микрон ее придется как-то гофрировать чем пока не знаю вот и сложить в такие трубочки по идее должен получиться неплохой теплообменник ну я на него планирую потратить рублей пятьсот не больше то есть пять мотков я так куплю в магните ну вот и должно как-то хватить хотя алюминий вот такой в таких вот рулонах он достаточно дорогой может быть на заводе есть какие-нибудь рулоны с алюминиевой фольгой не знаю где возьму вот и мне попалось видео как из алюминиевой фольги делают как раз хепа фильтр и тут у меня пробежал стартап стартап конечно идиотский но я хотел бы узнать что вы скажете об ентам суть стартапа следующая берем какую-нибудь ткань например агроволокно это дешевая ткань которая представляет из себя такую полупрозрачную материю это не тканное полотно и мы эту ткань укладываем слоями чтобы слои друг другу не мешали кстати именно из этого агроволокна по моему и делают некоторые варианты хепа фильтров мы их натягиваем на некие жердочки все это собираем в коробке в любой коробке картонной которую можно найти на помойке одну стенку этой коробке мы вырезаем все остальные щели в коробке мы герметизируем скотчем на выходе после этого фильтра ставим такой большой вентилятор большой но низко оборотистый чтобы он у нас не немного потреблял энергии и не сильно шумел что получится получится большой ящик с тканью набитой тканью натянутой тканью причем из которой торчит много-много волокон и через которые постоянно гоняется воздух идея в том что воздух проходящий через эту коробку картонную постепенно будут вот эти частички пыли и прочего говна скапливаться на этой материи и скажем раз в год а может быть там раз в полгода можно эту ткань будет просто достать постирать все говно с нее слить и обратно поставить поскольку говно будет одерживаться в этой коробке есть предположение что где-то на полграмма может быть этого говна в ваших легких останется меньше вот такая вот идея никакая ардуина не нужна никакие датчики не нужны и ничего не нужно фактически система такая вот с одним вентилятором тканью и картонной коробкой это вот практически все что нужно вопрос взлетит или нет вот нам пишут уже несколько слоев нетканки будут почти непродуваемы так видимо я не совсем правильно выразился а значит представим себе горизонтальный ящик горизонтальный в смысле вот ширина высота ширина длина ящика по одному метр такой один квадратный метр и высоту ну пускай сантиметров 20 будет вот и вот мы вот именно вдоль этого ящика укладываем листы то есть воздух должен пройти достаточно большое длинное расстояние как в теплообменнике потому что изначально то я делал теплообменник для своей форточки вот соответственно вот на этом пути по ровной 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 траектории то ведь не будет частички то рано или поздно каких то волокнах то осядут и вот на этом принципе будет улавливание что скажете теперь давайте парируйте мою замечательную идею надо же поговорить сегодня о говне вот нам пишут нет не взлетит лучший фильтр не волокно а вода за гугли мойки воздуха ну вода она же должна рециркулироваться правильно иначе у нас она завоняется и прочее произойдет а эта система полностью такая вот как бы автономная нет ее включил в розетку и на малых оборотах пускай она себе крутится включил в розетку и забыл про нее вот как то так вот у меня теперь к шизе у моей вайфай шизофорточки добавился вот такой вот такая вот идея фильтра в хепофильтре в магазинном вот эта ткань она еще совмещена на выходе то есть воздух не напрямую выдувается вот в конце есть еще такая вот заслоночка а у меня вот просто вот идея сложить ткань нарезать ее на квадратике и вот между жердочками натянуть вот напишут любая вибрация коробки и в воздух летят годовые запасы говен из нее ну не согласен вот у меня например компьютер есть каждый день он фильтрует воздух своим блоком питания ничего любая вибрация ну я по крайней мере не замечаю где-то полгода назад я его пытался почистить даже меньше наверное я вынес в коридор в подъезд вот и клизмой вот с обратной стороны системника вот вот тут было облако пыли как-то так вот а так комп вроде как вибрирует ничего нормально причем когда я пыль клизмы выкидывал было такое облако мелкодисперсное которое долго в воздухе висело вот напишешь твой фильтр тоже надо менять а воду с говнищем просто сливаешь заливаешь новую фильтр надо не менять а стирать так раз в годик вот причем предполагается что именно раз в год то есть сама коробка необслуживаемая а с водой ну во первых она может как-то завоняться вот она же будет сама испаряться вот я как я понимаю кроме того это видимо придется городить подвод воды а это уже ой как сложно а коробку кинул на шкаф пускай она себе пылесосит не? вот ну и конечно же эту коробку можно будет прикрутить на мою шизофорточку вот хотя не уверен потому что от шизофорточки воздух может быть влажным а ткань ну не самый лучший в данном случае накопитель влаги вот такая вот у меня идея так включил в розетку как ты исключи моторчик и вообще движущая часть а то смысла будет мало почему смысла мало тягу то ведь кто то должен создавать соответственно моторчик лопасти и это все что там есть вот потому что проходя воздух через вот эти вот слои нетканки вдоль этих слоев он постепенно будет освобождаться от сотен грязи так еще раз говорю загугли мойки воздуха что ты фантазируешь не въехав в тему хорошо тогда приношу тебе свои извинения вот и буду искать мойки воздуха а то вот я изобрел свой самодельный хипофильтр в картонной коробке и думал что я хочу могу сделать человечество счастливым вот ну а вообще как дела да ребята 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 как дела да живы мы что да живы вот хочешь хепофильтр нет у меня есть лучший фильтр называется окно так вот на окно оно и вешается чтобы из окна окон тебе например радиоактивные частицы на тебя не набежали или пыльца ну ну в смысле мы за идею потом я их когда нибудь повешу вот ну а вообще для окон все таки предназначена моя шизофорточка хе-хе-хе вот нам пишут прокурор вылезь что там нового в прокуратуре 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 ничего я на эту неделю смог деда конец избавиться я ее защитил свою ебучую практику в общем все прокуратура то и больше нету хе-хе-хе-хе ну да на защите блять да ебаешь а почему не так а почему ты а кто это написал у меня я ждал ему на подписи документы а мне сказать что там должно быть с двух сторон и говорю я откуда знаю типа он напечатал мне характеристику и я вот у него и спрашиваете в душной бетонной коробке можно быть просто счастливым даже наверное нужно иначе здесь невыносимо да сообщение почитай же они у нас перепутались все эти сообщения и как-то уже по времени актуальность их у многих потерялось так кэш кэш бэннери слился но они создали новую хуйню вступайте 666 процентов в месяц что вы знаете лоховских картах возьми себе карту мир карта сбер от конторы ежегодный платеж 0 мобильный банк 90 рублей в месяц послушав вас специалистов херовых уже хочу от нее отказаться ну это же сбер мне выдали золотой мастеркард как зарплатную карту разница от обычной бесплатной смс о поступлении денег на счет лол так он на берегу а о списаниях что ли не приходят смс только о поступлениях так он на берегу слоновой кости уже четвертый год там кто-то из анонов включенный телефон в аэропорту оставил ты со своим склерозом наверное каждый раз смотришь порнографию как в первый раз столько впечатлений завидую таким людям все про меня так хдд и так дохнут на ровном месте а тут еще покупать б.у. через почту а я покупаю винчестеры б.у. на авито и потом восстанавливаю их содержимое чувствую себя шпионом так ненормально то что в в некоторых почтах до сих пор есть обед даже в центральных я тебе больше скажу в некоторых почтах есть выходной так может быть какие-то сообщения еще есть но но наверное уже их не найдем мы так да и смысл фильтре если ты сам ходячий генератор пыли от кожи волос и так далее так вот в этом как раз и смысл фильтра я сам являюсь генератором пыли от меня я я моюсь редко вот а вот такой вот фильтр висящий где-нибудь на на окне там или на шкафу постепенно будет сцеживать через себя весь-весь-весь воздух и все говно будет оседать в нем а не в моих легких вот как-то так так тут мне подсказывают что нужно почитать новости ну что раз наша субботняя конференция подходит к концу и мы тут ой сколько интересных новостей у нас тут а сразу на главной странице помимо часов в швейцарии для миллионеров выпускаются и фотоаппараты вот а чемпион по гребле вы выиграл свой заезд даже остановившись чтобы пропустить стаю уток а часть слов для хита Жени Осина плачет девочка в автомате написал Андрей Вознесенский а к северу от Новой Англии что шок к север к северу от Новой Англии мог появиться новый Альбион полковник ГРУ потребовало ЦРУ миллион а получил триста шестьдесят пять тысяч расстрел управляемое беспилотное крушение Боинг семьсот двадцать семь готовили четыре года а роль боевого знамени юген и чар выполнен выполнял казан для варки мясо герой социалистической северной О гибели Чао 21 ноября сообщила полиция Андаманских и Никобарских островов. На острове живут сентинельцы, маленькая изолированная мя. По разным оценкам, сентинельцев несколько десятков или сотен человек. Их образ жизни, как считается, соответствует каменному веку. Племя известно крайне агрессивной реакцией на попытки контакта. В 2006 году на острове были убиты двое рыбаков, лодку которых случайно прибило к берегу. Когда власти попытались забрать их тела, аборигены отгоняли вертолет, открыв стрельбу из луков. По данным СМИ, пытаться привлечь к ответственности кого-либо из жителей острова власти Индии не стали. По данным полиции, Джон Чао прибыл на Андаманские острова в середине октября. 14 ноября он с помощью местных знакомых и рыбаков, которым заплатил 25 тысяч рупий, около 350 долларов, приблизился к Северному Сентинельскому острову под прикрытием занятия рыбной ловлей и следующим утром в одиночку добрался до берега на каяке. Как сообщает Реутер, с собой он в качестве подарков аборигенам взял ножницы, английские булавки и футбольный мяч. Это следует из сохранившегося дневника Чао. Отличные подарки! Вот чего Битар с людьми делает. Нашел вообще, что взять. Самые нужные вещи. Самые понятные. При первом контакте, согласно этим записям, часть аборигенов отнеслась к нему дружелюбно, но другие повели себя очень агрессивно. Чао написал, что в него выпутили стрелу из лука, и она попала в Библию. Американец вернулся к рыбакам, которые ждали его на море на безопасном расстоянии. Записал случившееся с ним и отдал им... Спас его! Аллилуйя! В дневнике Чао было написано. Я был так добр к ним. Почему они такие злые и агрессивные? Не вините их, если меня убьют. 16 ноября Джон Чао вернулся на остров. На следующее утро рыбаки увидели издалека, как аборигены волокут на пляж тело и закапывают его в ног. Судя по силуэту, одежде и обстоятельствам, это было тело Джона Аллина Чао, заявили в полиции. Предположительно, американец был убит стрелами, но забрать его останки с острова и подтвердить причину смерти властям пока не удалось. О смерти Джона Чао стало известно не сразу. Никто из местных знакомых не обратился в полицию. Вместо этого рыбаки, как и просил погибший, передали дневник его другу и рассказали о случившемся. Друг связался со знакомым Чао в США, тот с его семьей, мать погибшего, обратилась в американское консульство в Индии, которое и информировало полицию. Семь человек, которые помогли Чао добраться до острова, арестованы. Полиция говорит, что они осознанно нарушили запрет на посещение острова и тем самым способствовали гибели американца. Власти Индии запретили поездки на северный Сентинейский остров, приняв рад от законов, касающихся, помимо прочего, защиты аборигенов. При этом, как заявил The Guardian, местный журналист и активист Денис Джайлс, сейчас отраво не ясен. В 2018 году ограничения были ослаблены, однако в сообщении полиции остров по-прежнему называется запретной зоной. Специалист из Организации в защиту прав племени Софи Грик отметила, что поездка Чао на остров несла опасность не только для него, но и для племени, так как он мог передать жителям острова какую-нибудь болезнь, которая бы буквально истребила их всех. Джон Чао вырос в американском штате Вашингтон. В детстве он ходил в крестьянскую школу, а затем учился в христианском университете Орла Робертса в Оклахоме. Там он работал в департаменте миссионерства и проповеди. Бывший глава департамента заявил, что не знал более храбного, бескорыстного, отзывчивого человека и друга. По словам одного из знакомых Чао, он хотел отправиться на остров с миссионерскими целями еще со времен учебы. Это было не просто приключение, несомненно, но он хотел принести им Евангелие Иисуса Христа, заявил он. Чао много участвовал в благотворительных программах, в том числе занимался футболом с детьми-беженцами, ездил в Ирак и Южную Африку. Южно-африканский друг Чао рассказал журналистам, что им двигали две страсти – любовь к природе и Христу. Он также был специалистом по оказанию первой помощи в дикой природе. Во время работы в этом качестве в Калифорнии его укусила гремучая звенья. Родные Джона Чао опубликовали в его инстаграме пост о его смерти. Они попросили освободить задержанных по делу о его убийстве, поскольку те не должны быть наказаны за его действия. Он любил Бога, жизнь, любил помогать нуждающимся. И не испытывал к сентинейцам ничего, кроме любви. Мы прощаем тех, кого называют виновными в его смерти, сказано в заявлении. Вот так вот. Племя, где плохо танцевать. Так, ну что я могу сказать. Во-первых, плохо в этом то, что из-за какого-то пидореса приняли ряд ограничительных законов. Это, конечно, минус. Но с другой стороны... Не-не, законы были приняты гораздо раньше, видимо. Значительно раньше, несколько лет назад еще. Там из-за него это... Не-не-не, не из-за него там... Не из-за него. Его убили вот недавно, в начале этого месяца. Ага, сори. На самом деле, хотите минутку шизофрении? Так. Вы осознаете, что у нас, оказывается, в 2018 году есть целое племя каменного века, за которым просто наблюдают, типа, как жили каменные люди. Да. Вот. Не кажется ли вам, что мы тоже какие-то сортов каменные люди, за которыми тоже наблюдаем? Рептилоиды. Я более того... Нет, я не беру. Я более того скажу. Я уверен, что на моих мозгах кто-то считает какие-то биткоины. По крайней мере, по утрам у меня башка дичайше болит. Так. А значит, пишет, услышал, как гремучая свинья. Его укусила гремучая свинья. Гремучая свинья. Я правильно расслышал? Пишет другой уже. Нет. Вроде бы все-таки... Вроде все-таки змея. Да, но я уже не уверен. Запись переслушать. Короче, начальник, нахуй Карелию. Захватываем острова. Предлагаю возле Японии. Ну, тут какая ситуация. Я вот завидую этому чуваку, на самом деле. Этому Джон Чао. Потому что, смотрите, вот я не являюсь верующим. Я не ходил ни в какие там христианские школы. Но я не был в Ираке. Я не был в Южной Африке. Я не был в Индии. А он... Он был. И вот вопрос. Кто из нас двоих больше преуспел в этой жизни? Он или я? Была серия какого-то мультика... Ой, говори-говори. Да я все. Тебя просто очень плохо слышно. Ты тихо очень настроил микрофон. И когда ты начинаешь говорить, я понимаю об этом только уже, когда из колонок тебя услышу. Так вот, был какой-то мультик, где как раз описывалась такая гипотетическая ситуация, что есть некая машина времени... Нет, не машина времени, а машина... А, телепорт. Телепорт. Который отправляет к какому-то племени людей, которые не особо развиты, но разумны и понимают речь. И вот к ним сразу направилась экспедиция проповедовать христианство. А они, эти люди, которые обнаружили первым этот телепорт, и этих людей всячески препятствовали попаданию религии. У них понятия религии вообще не существовало в этой народности. Скажем так... Скажем так... Я вот этот Джон Чао под видом рыбной ловли приехал проповедовать, а я бы приехал для рыбной ловли под видом проповедей. Ну, как-то так. Ну, наверное... Об местном аборигенам было пофиг, если ты рыбачий. Если высадился, то, блядь, какие-то пидорасы пришли, друзья, их так убить. Они, скорее всего, и специально не пускают других, так как у них, скорее всего, где-то отложилась какая-то память, и есть в своей вере, что от Чужуков хорошего не жди. Поэтому они всех так убивают. Я, кстати, еще что хочу сказать. В 2018 год Бетарцк вполне себе существует. И правительство местное не только не пытается их разогнать, но наоборот охраняет. А вы... Вас заберут, вас заберут. Понимаешь, нужно, блин, общиться, чтобы прожила где-то реально... Там сказано десятков или сотен, неизвестно. То есть их меньше сотни, возможно. Ну вот, так что Бетарцк вполне себе. Кроме того, вертолёт обстрелять из луков, это уже многого стоит. Они с луками... Главное, нам нужны луки. Мы сможем отпугивать вертолёт, что это самое главное. Чтобы нас в воздух не было видно. Ну мы это говном обмажемся, и видно не будет. А то я придумал там всякие лазеры использовать. А тут вон как просто легко. Стрелы, поражающие говном. Мы их будем поджигать. А, стоп. Стрелы, поражающие коровьим говном. Это человеческое. Да оно же разлетится во время полёта. Надо что-то посерьёзней. Ты охуел? Покрепче, ребята, должны быть. Ты охуел? Коровьи-коровяки используют для строительства. Ну, если только не свежие, высушенные. Ну, само собой. Так, что нам пишут тут ещё? Нахер ты подписал Википедию в новость? Ну вот, как тебе новость? То есть, итальянцы в Аргентины делают бутерброды из пиццы и нутовые лепёшки? Где ты ещё таких новостей-то возьмёшь? Так. Карта Сбера. Автоматическое списание всех долгов, даже про которые ты узнаёшь постфактум. Аллилуйя! В точных есть ещё технический перерыв. Четыре раза по пятнадцать минут. А фильтр воздуха – это хорошая идея. А вообще фильтр воздуха или мой фильтр? Шизофильтр. Так. Помимо чего, в Швейцарии для миллионеров выпускаются фотоаппараты? Это как в окончании анекдота. А для нормальных пацанов с хорошими бабками ещё и барабаны. Ха-ха-ха. Так. Осень, кстати, стал героем нынче. В общем, недолг путь хипаря in Soviet Russia. Рассказ про аборигенов. Прямо как в деревню к бабушке приехал. Как я понимаю этого Джона Чао? У меня тоже во-ло-ло-ло-ло в Age of Empires никогда не получалось. Особенно против лучников. Под отладчиком всё работает, а без него хуй. Что поделать? Пытаюсь импортировать функцию из венапи в C-шарп. Что делать человеку? Никто не знает. Анончик, мы не знаем, что тебе делать. Первым делом будем строить лунную базу. Зачем это? Чтобы нас не кокнули. Магазинчик Бо. Нужно просто рашить миссионерами. Кстати, да. В Age of Empires был такой момент, что тебя дают два миссионера и вот погнали. На самом деле, все эти весёлые стратегии делают меня сейчас больно. Потому что я помню, как в детстве я аутично часами отстраивался, чтобы нагнуть боту. И вот ты сидишь, устраиваешь крепость и продумываешь стратегии. Вот. Недавно, где-то меньше полугодика назад, ко мне попал в руки Stronghold Crusaders. И вся моя тактика свелась к тому, что можно больше на старте на спауне говноюнитов и просто направить в одну точку. И это работает. И я вот не понял, я стал умнее или наоборот? Зерк. У меня наоборот. Я помню, как я в юности задрачивал, задрачивал. И не так давно запустил тушу DUNE 2. Вот. Перед анончиками опозорился. Значит, ну думаю, ну сейчас-то я всё вынесу. Я же на максималочках проходил. Я-то знаю. Ну и где-то дальше второго, третьего уровня я не прошёл. Вот. А пока у нас маленький перерыв, я предлагаю обсудить тему источников света. Вот. Не так давно, часа три назад, мне ёбнул шиза в голову. Я потратил пятихатку на то, что поменял все источники освещения на светодиодные уреды. Вот. И как бы мне нравится то, что температура света стала много холоднее. Но я знаю, что с точки зрения экономики оно себя, дай бог, если окупит, то через пару десятков лет. Вопрос. Долбоёб ли я или всё правильно сделаю? У вас спрашивают, света диодов... Ну смотри, если ты потратил 500 рублей, на сколько ты-то лампочек купил на 500 рублей? Сейчас посчитаем. Раз в зал, две в вытяжку, одну или две в коридор, одну в ванную. Ну, не знаю даже. Ну, оверпайс... Потому что я... Слишком дёшево для качественной лампы. Я вот покупаю светильник, лампу дорогую. Стоит одна лампочка, не знаю, от 600 рублей. Галогенки? Нет, почему LED? Обычные светодиодные. И они выходят из строя где-то раз в два года, но я их обычно успеваю поменять по гарантии. Чтобы у тебя светодиодные лампочки работали долго, их нужно устанавливать так, чтобы они охлаждались максимально эффективно, потому что нагрев им сильно вредит. В случае цоколя стандартного Е37, или как он там называется, не помню, начальник меня поправит. Их нужно устанавливать, чтобы они светили вверх у тебя. Потому что у них балласт расположен, вся электроника, в цоколе. И если ты устанавливаешь цоколь вверх, то всё тепло как раз идёт на этот балласт. И плюс ещё, если диоды светят вниз, а тепло идёт вверх, они себя нагреваются, чем могли бы нагреваться. И чаще выходят из строя, если их расположить так. Так что если есть возможность, то располагай их так, чтобы они либо вверх светили, либо под каким-то углом, но не прямо вниз. Плюс смотри на различные характеристики. Есть классный сайт, называется lamptest.ru. Там огромный каталог проластированных лампочек. У них отображается и их теплота. Е14, Е27, да, Е27 стандартный соколь. Там и теплота, и количество света, световой поток, и пульсации. Всё в таблице отражено. Рекомендую, удобно там всё сортировать и искать лампочки. Не, я бы вообще сделал как нормальный человек, если бы время не было 11 часов вечера. Я понял, что меня искренне доебали лампочки накаливания своим просто омерзительным оранжевым светом. Я пошёл и я вспомнил, что ближайшие говнёрочки продавались светодиодки. Я такой подумал, кинул хер к носу и пошёл, поменял. Поменял сначала в зале. Я представляю картину, заходит аутист, берёт сок и лампочку. Через 2 часа уже в час ночи возвращается, берёт ещё полдесятка лампочек и ещё какую-то херню. Я так подумал, ну ладно. Ты плинтус не спрашивал? Бля, нет. У нас есть всё, что может понадобиться человеку в 3 часа ночи. У вас есть плинтус? Ну, в принципе... Ну, мне сейчас не до плинтуса. Я могу спросить, там, мешок шпаклёвки. Вот мешок шпаклёвки мне бы сейчас пригодился. В час ночи. Ну да, отчего тебе не нравится? Ну да, всё, что нужно человеку в час ночи. Ну я вот сплю хреново и днём работаю. Прихожу, отсыпаю свои полтора часа и мне надо чем-то заниматься. Но от пекарни я устал, поэтому я вот сейчас счищал обои в 12 часов вечера. Максимально тихо, я же не пидор. Вот. Такие дела. В 4 часа ночи, неделю назад я пересаживал цветы. Всё хорошо, полёт нормальный. Цветы до сих пор летают? Нет. Цветы не летают. Цветы... Два дерева стоит в зале и мне нравится. Они красивые. Вот нам пишут... Через годик поём мандаринчик. Нам пишут, только не источники света. Лампы вы же сидели. Это же моя профессия. Радио, за что? В скобочках, пиздобола с теплом и цоколем. Гоните, унижайте. Я, кстати, хуй знает. Единственный профиль, который я почувствовал, это то, что освещение теперь такое чуть зеленоватое может быть. А так, я почувствовал, как же охуенно, когда у тебя можно получить дневной свет не ебучими мерцающими ртутными лампами и не вот этот вот оранжевый понос этими ебучими лампами накаливания. Пацаны, вот ради одного этого инвестированные в одну лампочку 80 рублей они себя полностью отыграли. Это божественно. Всем советую. Ну, не знаю. Во-первых, насчет цвета. Я вот сейчас сижу в комнате с люминесценкой и я выбирал именно такую желтую-оранжевую лампочку. Когда у меня сгорела последняя лампочка, я пришел в магазин и сказал, дайте мне фирменную лампочку Philips, я уже приготовился там 200-300 рублей выложить, а мне говорят, а вы знаете, алюминисцентки больше не производят. Я такой, а? Че? Как так? И в результате мне продали стадиотное говно. И вот теперь у меня чистый, блядь, белый или голубой, или зеленый, или рептилоидный луч света, вот. И мне, блядь, совершенно это некомфортно. К счастью, в комнате у меня еще старенькая алюминисцентка работает. Аллилуйя! Когда она сдохнет, я не знаю, что я куплю. Лампочки, кстати. Я знаю, как решить твою проблему. Как? Вот прям сейчас у тебя, знаю, тебя ровно полтора месяца на покупку, пиздуешь в ближайший Хозмак, покупаешь гирлянду. Йо. Гирлянды у меня есть. РЖБ с пультом дистанционного управления, с контроллером и блоком питания. 50-50 сверхяркая. Ну, сьо, твоя проблема решена. Ну, она у меня уже года три лежит неподключенная ни к чему. И где все, этот пульт валяется от нее, я не помню. Не знаю, я вам недели две назад купил гирлянду. Китайское говно за 100 рублей. И, в общем, ну как гирлянда, вот. Как обычно идут огоньки. Да она 100 тысяч пять, эта гирлянда. Это 50-50. Ну, я говноед. Давай, давай так. Тут загадка для детей. С задержками в развитии. Вот, все для нас. Давайте, дети. Как идут огоньки в гирляндах? Вот. Как идут? У нас есть четыре цвета. Пашини Ай-Туси они идут. Желтые и зеленые. Как должны идти огоньки? Ваши варианты. А потом мы сейчас сравним это с реальностью. Пашини Ай-Туси. Ну, как, типа, в каком-то порядке определенном или нет? Я не понял вопроса, честно говоря. Как идут огоньки? Как они существуются? Один огонек, второй огонек. Ну, под цветом. Ну, например, РЖБ, РЖБ, РЖБ. Например. Может быть, БРА. БРГ, РЖБ. А ты вводишь капчу. Ну, не прошли все 8 метров гирлянды, но ты понял. То, что я вот повесил это все вдоль трех комнат. И у меня одна комната синяя, вторая синяя и чуть-чуть красная. А вторая еще одна, наверное, нормальная и зеленая. Но, по идее, это должна быть гирлянда, которая должна чередоваться каждый огонек там через один. Нет. Нет, это красота. А, собственно, комната красная, это коды на запуск ракет? Это, да. Кодовая трансляция для рептилоидов пошла, пишут нам. Ну, так вот, насчет... Да, именно. Насчет оттенков. Мне пишут, теплый оттенок надо было спрашивать. 2700 кельвинов. Так вот, ты думаешь, я не спрашивал темные оттенки? А? Теплые. Темные. Я хочу тебе темные оттенки у лампочки, чтобы она светила темнотой! А-а-а! Шок, шок. Начальник придумал темную лампочку. Да, теплую лампочку, я хотел сказать. Так вот, хуй тебе, дали только такую, берите, что есть. При этом я всегда в отношении лампочек, я пытаюсь покупать лампочки подороже и обязательно фирменные. Вот. Я специально готов переплатить, там, купить лампочку, там, за 200, за 300 рублей. Вот нам тут написали, лампочка за 80 рублей. Лучше не надо, отмерцание у тебя мозги в кашу превратятся. Поэтому я покупаю лампочки за 200, за 300 рублей. Но в этот раз их просто не было таких. И я купил лампочку тоже за 80 рублей. И она, сука, была только белой. А нормальных лампочек нету. Всё, приехали. Вот раньше, когда были любенисценки, да, пожалуйста, можно было хоть белую, хоть синюю, хоть жёлтую. У меня вот жёлтенький, приятный такой солнечный свет. Мне, ну, что теперь покупать, я не знаю. Жёлтые, солнечные. Мы тебя поняли. Какого цвета солнышко? Скажи мне, пожалуйста. Ну, если ты на него смотришь, его обычно покрашивают, покрашивают жёлтым. Но мы, естественно, белый, как бы, свет воспринимаем как какой-то нейтральный, как полный спектр. А не как жёлтый. Ёбан. Так, а вот скажи мне, в каком спектре ты лучше всего видишь? Что там в инфракрасном, в ультрафиолете, в рентгеновстве? До 750 нанометров. От 700? До 700. Так, а от чего? 400. Ну... Там, по-моему, 420, что-то такое. Ну, 405 ты уже увидишь. Ну вот. Ну, я надеюсь, что увидишь. Вот. Ну, в принципе, вроде как человек, да. Вот она пишет, антилампочка. Это наверняка есть на Али. Ну, не знаю. Я вот, кстати, купил себе лампочку с выключателем на Али за 2 бакса, но до сих пор её никак не соберусь вернуть. А, кстати, если тебе нужно пидорское оранжевое освещение, поставь себе регулятор... Блядь, как это? Регулятор освещенности и в курсе обычную лампочку накаливания. Будет себе мерзотный оранжевый свет. Вот, ты знаешь, я люблю не просто мерзотный оранжевый цвет. Я хочу вот более-менее полноценный цветовой спектр. Я не знаю, например, в каких спектрах светят эти лампочки. Я хочу нормальный, мерзкий, вот этот самый приближенный к солнцу спектр, чтобы оно везде светило, во всём спектре. Пускай будет неэффективно, но, сука, лампочки накаливания – это ещё сложнее. Во-первых, как тут написали уже, современные лампы накаливания дохнут порой за 2 недели-месяц, то ты имеешь шанс даже сэкономить. Вот, я просто пиздец, не знаю, у меня лампочки менять очень сложно. Вот, это первая проблема. Вторая проблема с лампочками накаливания – это дорого! Я, конечно, с удовольствием бы сотку жёг или там что-то ещё такое, но дорого, пацаны. У меня тут проводка эта самая ещё тоже не самая лучшая. У тебя тоже алюминий. Как ты догадался? Это я когда жил на прошлой квартире, пришёл он такой, и что-то в процессе разговоров он сказал, что проводка алюминиевая. А я был тогда ещё не сильно в этих делах разобранный, но у меня уже почти был диплом физика. И я начал думать, очень много думать, да, физика, но не оптика. И я немножко аж заземлился с такого. Типа, ну, да, нормально, пацаны. Вот, если что, вот лампочка, которая у меня постоянно искрит, это где-то вот там что-то отходит именно с алюминия. У меня не то проводка, вот, постоянный искрит, не то розетка, не то выключатель, не то ламп. Непоятно, что-то, короче, освещение у меня как в думе. Вот. А, сейчас, кстати, будет минутка Бабхёрта. Недавно менял счётчики. Ёбаные, блядь, пидорасы, которые его меняли, обоссанные мрази, рот их ебал, блядь, убрали мне автомат из дома, и теперь если у меня тут что-то в водичке там загорится, какой-нибудь селектор-прибор, мне нужно будет бежать, блядь, на первый и нахуй этаж и отрубать, блядь, электричество. А в доме теперь я так не могу сделать. Молодой человек, а свой автомат поставить не? У меня автоматы стоят... Вот мне свой отрубили. Так поставь свой. У меня автоматы стоят отдельные на каждую комнату. Ну, мама, делать надо. Вот я считаю, автомат должен быть отдельный на каждую комнату. Искренне тебя поддержу. В принципе, как руки дойдут, я это сделаю. Сейчас у меня тут более интересный мир. У меня мир начинается с того, что я вот шпаклюю стену, штукатурю и вот этой хуйней всякой занимаюсь. Так что мне это автомат, как до пекина рака. Я лампочки заменял, просто надо чем-то заняться до утра. Ну, вот капчу можно про лампочки поводить. Красный, красный, красный. Отдельный на комп и стиралку. У меня нет стиралки. Так, что-то там написали еще. Шизо-лампочка поглощает свет, трансформирует его в код носи, мигает окружающими предметами, управляется через вап-интерфейс, написано носи, оборудована автономным источником питания, поэтому переживет все человечество. Ты вот пошутил, да? А я, кстати, хочу сделать себе люстру на принтере трехмерном. Ведущий, хоть здешние-то зачитывай сообщения, а здешние-то зачем зачитывай? Те, кто здесь пишут, могут сказать голосом. Давай. А я напоминаю, что немая, блядь, не люди. Так что говорите голосом. Ты че, охуел? Вот, ну ты же будешь не немая, блядь, зачем ты за ним защищаешься? Нам пишут, нахуй иди. Спасибо. Мигает бытовыми приборами. Мигает холодильником мимо аутфак. Вот тут анончики мне на этой неделе подсказали, что для интеграции с бытовыми приборами не обязательно перерезать главный микроконтроллер у этих приборов. Достаточно подключиться к экранчику и парсить экранчик. Вот это для меня было, конечно, шоком. Подмигнул лампочке, лампочке помигало в ответ. Ааа, твою лампочку взломали! Автомат можно и самому сделать. Селся счетчик, выгорит первый. Можно не бегать на первый этаж. Ну и смотри, какой счетчик, какие автоматы. Так, что-то нам написали еще. Вообще-то есть такие гипермаркеты строматериалов, как Кастурама, которые работают круглосуточно. И это просто прекрасно. Особенно для шпаклюющего ночью аутиста. Так, дальше старое сообщение. Это весьма известный остров тамтузенцев всех мощь. Погиб не один десяток людей. Возможно, они людоеды. Кстати, луки для самообороны вам не нужны. Говорят, в том же Сомали калашами по 300 баксов затариться можно. Ну, калаш 300 баксов, лазер стоит полтинник. Зачем мне калаши, когда я могу лазером обороняться? Так, 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 так. Потому что ты не смотрел на цветовую температуру. Бери 6000 кельвинов. Я проебал мозг. Продавщицы сказали, что нету. Брендовых лампочек, сука, больше нету. 6000 кельвинов? Тебя так тралят? Ну, так написали. А сколько надо? Ну, вот у меня 4, у меня белый. А я хочу желтый. Немного. Да, у тебя там 3, там, 2,700, что-то такое надо будет. А у того анончик эти лампочки не дают такой мерзкий эффект? Да в лампочке FPS-ов мало, и любое движение руками вызывает шлейф твоей руки. Ну, нет. Это можно посмотреть на коробке по параметрам мерзания. Пойду-ка я сейчас потестирую. Меньше 10% должно быть что-то такое. Ну, вообще, у светодиодок, на самом деле, по сравнению даже с люминесцентками, параметр мерзания... Нет, люминесценток, он один из наименее ебаных, но у светодиодки все равно выигрывают в этом плане. Вот, действие мерзания у меня может быть, если у меня тут регулятор, это и есть, блядь, как его называют, регулятор... Шим! Яркости. Вот, такой обычный регистр, а тогда он будет мерзать. Так, я сейчас посмотрел на свои две лампочки, теперь у меня перед глазами два солнца, такие точечки. Так вот, вроде обе не мигают. Одна люминесцент, а идиодная. Тебе не нужно смотреть на лампочки непосредственно. А знаешь, что такое карандашный тест? Его можно и без карандаша провести, просто возьми и... Ну, рукой помахал. Да, 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 помахай рукой и посмотри, лагает ли у тебя рука или не лагает. Не обязательно ее направлять на источник света, можно и не направлять. Ну, вот я так сделал, только смотрел на лампочку. Вот пишут, если у тебя регулятор яркости, то светодиодка вообще работать не должна. Ну, у меня она очень интересно установлена, я знаю, что это максимальное пидорство так делать. Но, в принципе, в двух режимах оно работает. Типа, самый низкий и самый высокий, оно работает. Если на самом высоком я чуть-чуть убавлю, возле лампочки появляется недовольное шуршание, недовольное урчание. Вот. А так вроде работает. Есть светодиодные лампы с поддержкой диммирования, они подороже, но на них обычно так и написано, что они поддерживают диммирование. Также есть светодиодные лампы, которые предусматривают работу с выключателем, с индикатором, потому что иногда этот выключатель разрывает ноль, а не фазу. Еще там есть ток утечки, могут такие лампы вспыхивать в отключенном состоянии. Но вот современные лампы подороже, они это учитывают. Так, еще раз, с индикатором это что было? Что за индикатор? Выключатель с индикатором, знаешь, чтобы выключатель ночью находить. Ну, прям встроен выключатель, небольшой светодиодик. Вот они, эти светодиодики, добавляют проблем с светодиодным лампочкам. Ваша лампочка несовместима с версией вашего выключателя. Каганов, ты... Нет, это реальность, блядь. Дошутились, блядь, суки. Месяц Максим поработает. Тоже купил себе LED в светильник, нужен специальный выключатель, да. Ребята, светодиоды можно шимить. Какого хуя вы их не шимите? Мегагерц так на 300. Я уже до смазки. Ой, килогерц, извиняюсь. Ну, короче, я буду плотно держать всех в курсе, как оно работает или нет. По крайней мере, сейчас у меня не болят глаза. Прошло ровно 3 часа, у меня уже не болят, блядь, глаза. И я даже поймался на том баге, что я, как хаусский, который вечно с гирляндой, сидит вместо нормального освещения, стал оставлять источники освещения, чтобы посмотреть на что-то. Вот мне очень нравится сейчас. Внешний мир, какой ты яркий, какой ты красивый. Сколько вообще у вас люмен освещения? И на какой площади комнаты? Мне постоянно недостаточно освещения. Я всегда самые мощные светодиодные лампы вкручиваю. У меня их 6 штук на 16 квадратов. И всё равно я бы хотел побольше. У меня где-то, ну, не знаю, 8 тысяч люмен примерно. Я не знаю, сколько это в люменах. Я всегда использовал лампочки подешевле. Там 25-40 лампы накаливания. Но когда меня принудители пересадили на эти экономки, ещё люминесцентные, мамка это было, давно заебала. И я купил что-то на 125 ватт аналог. Так-то оно вроде 25, но аналог на 125. Бля, я прозрел! Всё такое яркое, красивое. Ой, бля, в каком же говне я живу, ёбаный ты нахуй. Вот сейчас этот эффект как-то пропал, но, слушай, хуй знает. В общем, где-то 125-150 ватт вот в ваттах. Это неправильное измерение, но вот так вот я живу. Надо бы поярче. Ну, условно говоря, 125 ватт, в смысле, аналог 125-5 ватт, это, наверное, ну, около 1000 люмен, я думаю. Ну, скажу так, мне вот сейчас этой тысячи мало. Мне хочется ещё ярче. Вот у меня тоже был этот эффект, когда я вкрутил, ну, может быть, у меня 8000 люмен, может, чуть поменьше. Если включать полностью всё освещение, 8000 люмен, это вообще очень ярко. Но вот я тоже попривык, и мне хочется ещё ярче. Я видел светильники на 11000 люмен. Там просто включаешь его, и ты ночью, будто днём находишься в помещении. Вот солнце светит. Мне вспомнился чувак со швабры, который какую-то установку на люстре городил. У меня вот на коробке написано 560, и, в принципе, это одна лампочка вкручена в просто въебаный патрон, торчащий из потолка, и мне... Я уже нахожусь, словно при свете дня. Ну, так-то и я при свете дня, но мне хочется ещё поярче. Ну, может, у меня просто заёб пошёл после лампы накаливания, что я включал, причём с этим зиммированием, как ты говоришь. Включал минимальное говно, и вот с помощью ещё гирлянды оно так-то еле подсвечивало. Но мне сейчас довольно как-то ярко, и свет приятный, мне нравится. Ещё меня напрягает ситуация с освещением следующего плана. Существуют обычные светильники с обычным цоколем, и балласт встраивают непосредственно в лампы, что ведёт к удорожанию, и балласт мог бы быть более качественным, если бы он был вынесен. А светильники конкретно под светодиодные лампы не делают в принципе. Было бы разумнее вообще с точки зрения экономики, просто с точки зрения здравого смысла, выделать светильники отдельно и специально для светодиодных ламп, и выпускать светодиодные лампы без балласта, только со светодиодами. А весь балласт был бы в светильниках. И если бы светодиоды выходили из строя, можно было бы просто заменить саму лампу, не покупая электронику. У меня сейчас просто понапиженные светильники с кораблей. Вот, такие интересные довольно конструкции. Вообще светильника, блядь, это не человек, либо у меня это травма от постсоветского человека, что, мол, вот эти вот ебучие светильники, люстры, бра, вот эту всю хуйню нужно взять, блядь, ну, на свалку. Но я вообще хочу, вот когда тут закончат веселый ремонт, просто ебнуть светодиодную ленку вдоль стен и довольно урчать. Вот, а все светильники нахуй не нужны, как по мне. Вот, и если бы у меня была такая проблема со светильниками, я бы запланировал к шизофону и шизофорточке, еще шизолампочку, как вот тут написали. Вот, чтобы и цвет настраивался, и диммилась сама, и по расписанию работала, и вафли можно было управлять. Вот, ну и, конечно же, миганием показывала прогноз погоды, разумеется. Вот, но у меня пока такой шизофрении нет. Зато я хочу сделать шизолюстру. Шизолюстру напечатлено на 3D-принтере. Кстати, китайцы их уже, сука, продают! Мой стартап опять спиздили! Но здесь сложность. Нужно точно измерить, значит, соположение лампочки в пространстве относительно стен, и нужно измерить как-то поверхности. Идея в том, что, зная точную геометрию комнаты, включая геометрию шкафов, столов и всего остального, можно было бы проецировать какую-нибудь интересную опердень на все это, с учетом искажений перспективы. Вот, как-то так. Но такую карту квартиры я, естественно, никогда не сделал, соответственно, люстру такую тоже, скорее всего, никогда не сделаю. Это просто вот я увидел ту люстру за 3000 баксов, не хочу теперь такую же! Только еще круче! Так, конечно, подобрать теперь оттуда тебе цвета под собственный вкус, то няшно. Рекомендую она на использовать люстру с множеством ламп, а еще лучше много источников света в разных зонах, чтобы регулировать мощность потока. Зачем гирлянду? Купи монтажную ленту, наклейкой, основе со светодиодами и клей куда хочешь! Ну, как гирлянда, это временный вариант. Я тебе говорю, что я и хочу вот эту вот ленту просто светодиодную ебануть, вот так вот вдоль потолочек. Но проблема в том, что сейчас даже нет толком стен, в состоянии, на которые это можно наклеить. Я уж не говорю про то, что потолок. Поэтому временным решением данной проблемы является, как раз, гирлянда. Пиздуй в магазин и спроси, а у вас есть сайдинг? Ой, блядь, сука, я найду тебя, я найду тебя, блядь, я обниму, да. Может, мне еще и обои поклеить? Ну, а что, нормально? Блядь, нормально. Я вон сегодня отбирал обои с потолка, смотрю, у меня тут какие-то интересные черные точечки, но в количестве таком, многократном. Я вот думаю, это мои новые друзья, там, пенициллины всякие, да? Они? Пиздец. Так, он напишет, галогенки городил или еще какой-то более экзотический тип? По-моему, галогенки. Там у него что-то на 12 тысяч люминов, что ли, было? В общем, что-то он высоковольтное там городил у себя на люстре. Так, люстра Чижевского. Так, мог бы год назад купить мнимое счастье в виде проектора звездного неба за 5 баксов? Лох! Есть проектор звездного неба, встроенный в лазерную указку, ту самую на 2 киловатта, за 50 баксов. Я, правда, очкую смотреть на такие звездочки. Потому что будешь эти звездочки очень долго видеть. Так, перезагрузите она у нас гирлянда, и он в цикл вошел. Мне лампочки менять очень сложно, блядь. Поверю, я помню, сколько ты выключатель чинил, мимо, алтфак. А он до сих пор не работает. Эх, а я хотел только что спросить про выключатель. Не, ну я его поменял. Ты же вроде как-то добирался. Не, он работал, но как раз алюминиевые провода именно в нем искрят, похоже. Так, парсить экранчик. Охуеешь, если это не HD 44 780, конечно. Ну вот у меня экранчик SSD 1306. Остается прикинуться девайсом на I2C с адресом экранчика и парсить. Там все просто. Так, 6000 кельвинов. Ты себе ксенон в лампу хочешь поставить? Лол, я не специально. Да, 2600. И дают нам ссылку на... На Википедию. Так, калаши по 300 баксов. У меня есть идея флаги Бетарцка. Также напишут, что эта реальность не прогружается. О, у меня такие выключатели до сих пор стоят. Правда, все светодиодики выковырены. Да, блядь, у тебя же в лампочке драйвер внутри. Хуй ты его прошимешь. Ну так поставить свой драйвер, очевидно, и шимить. Шимить его. Так, пусть он себе в очко пару лампочек засунет. Есть ручной фонарик на 90 тысяч люминов. Им можно целую гору осветить. У меня тоже такое есть. Сколько люминов в нем, правда, я не знаю. Бля, ты только что светодиодный светильник, стоящий из панели драйвера, изобрел. А прожектора с корабля у тебя нет? Можно даже вместо обогревателя использовать. И солярий не нужен. Петрович, ты? Так, ну люди переставляют мебель в комнате достаточно часто. Ты скажи еще, что у людей есть нормальная мебель? А я же про себя говорю. Вот, сейчас будет минутка, Батхёрт. Мне нужно переставить ебаный шкаф, потому что я продрал везде обои в зале. А за шкафом есть обои, но уже не официальный релиз, а версия до него. Ну вы поняли. Нахрена клеить обои, когда там стоит шкаф? Сука, как мне с этого горит, а? Как, блядь, мне с этого горит? Я тебе подскажу, как сделать стильный сайдинг и недорого. Я, блядь, тебя в жопу выяву без маски. Для начала тебе нужен рейсмус. У тебя есть рейсмус? Скажи. Чувак, у меня интерьер в дизай... Нет, сейчас. Дизайнерский интерьер в стиле лофт. У меня, короче, просто стены покрашены, блядь, шпаклевкой. Фу! Просто заведённые, убранные, все ебучие трещины и так далее. Какой у вас будет декор? Так что дизайнерский интерьер в стиле лофт, это куда опиздача, чем сайдинг. Ладно, ты скажи, у тебя рейсмус-то есть? Кто, простите? Рейсмус! Что это? Ладно, рубанок есть? Нет. Ну ладно. Блядь. Ты, ты, ты... Стой, подожди, а нахуй... Сайдинг-рубанок связывай, я заинтриговал. Ну просто тут я смотрю видасики по ремонту и строительству. И чём мне заинтересовало. Нашёл видасик. Мужик говорит, хочу сделать сайдинг дома. Ну чтобы красиво было, стильно, модно, молодёжно. Вот. И долговечно. Потому что дерево, сука, почему-то начинает иногда гнить. Вот. Лак для лаков, потому что. Да. Он говорит, поискал краски защитные с пропиточкой, чтобы было и стильно, и чтобы чёрненько, и вообще пиздапо. И получилось так, что краска на квадратный метр стоит дороже, чем сама доска. Вот. Сами эти доски. И что делать? И он вспомнил про древнее японское искусство обжигания досок. Значит, соберутся три доски. Скручиваются вместе. Снизу оно поджигается. Горит где-то минуту. Оно начинает тянуть воздух. Вот. Пока оно горит минуту, надо быстренько перевернуть. Ещё минуту подождать. И быстренько всё это потушить. Блядь. Блядь. Снизинг. Огонь. Мне кажется, поджёгся вместо него я. Погоди. Я тебе ещё не всю технологию рассказал замечательную. Так вот. После этого обожжённая доска становится невкусной для всякой плесени и прочих вредителей. И уже можно стильно, модно, молодёжно сайдить. Но есть проблема. Например, то, что местами доски прогорают больше, чем наполовину. А местами как-то недостаточно они прогорают. А всё потому, что он использовал ель, а не кедр, как это делали древние японцы. И вот он там пишет, берётся огнемёт. Вот в конце концов, чувак сделал что-то вроде станка для обжигания досок. Есть рейсмус, на котором доски ровняют, чтобы они были ровненькие и ровненькие. А у него вот такой вот огнемёта-рейсмус. Зато сделал домик, чёрненький, с защитой от плесени, от всяких тараканов и прочего. Мне даже понравилось. Раз уж мы пошли в тему ремонта, я тут... У меня хорошая, богатая на шизофрению неделя была. Я, в общем, осознал свою мечту. Ну, как осознал? Блядь, в Совте строили охуительно ровные здания. Если несущие стены ещё как-то умудрялись сделать прямыми, то перегородки между комнатами делали совсем через жопу. В общем, я заебался ровнять одну стену и решил, что можно сделать проще. Куда проще. Вот. Речь пойдёт о создании живой стены. Вот. Кто-нибудь экспериментировал с этим или нет? Расскажи, что такое живые стены? Живые стены или фитостена, это когда ты берёшь, клеишь... Ну, вот как я примерно вижу, то, что буду делать я вдоль стены, натяну большую такую сетку-рабицу. Возьму два бруска деревянных, поставлю вдоль стен. Тут вот дверные проёмы, я их сокращу на 20 сантиметров, и эти 20 сантиметров пойдут под дерево. Вот. Между этими деревяшками вобью ещё три балки, внутрь какую-нибудь ДСПшную фанеру, это всё заклею, закрою какой-нибудь штукой плёночки какой-нибудь водонепроницаемой. Я, конечно, хочу мучительной смерти, блядь, от плесени своим соседям, но оно того не стоит. Вот. В эту плёночку, вот в эту образовавшись пространство насыпаем грунта, пускаем... Ну, вот у меня дохера тритасканцы, например. Вот. Сажаю цветочки, и цветочки пускаю в постель. Вот. Можно ещё вот эту стенку-рабицу докупить каких-нибудь горшочков, понастыкать, и будет живая стена. Вот. Вырисовывая сразу проблему, то, что когда-нибудь я, возможно, уеду, нам больше, чем на неделю, а цветочки надо там поливать, опрыскивать. Как и решается проблема, решается, я помню, годика два назад, в апреле. Можно поставить... взять Ардуину. Вот. Только хотел сказать. Да. И сделать автополив, автоопрыскивание и даже автопосветку. Вот. Вот так вот примерно я буду делать. У меня будет живая стена. Можно спросить, какую задачу эта стена будет выполнять? Даже несколько стразов. Первая, это она будет скрывать... ...родителей. Вот. А вторая... Скрывать родителей? Уёбищность советских строителей. Тут строители, блядь, мудаки, обоспаны. Сделали стену, которая, скажем так, не совсем прямая. И я не знаю, сколько мне ещё, блядь, сантиметра шпаклёвки нужно, чтобы вот оно... Блядь! Я не знаю, сколько мне нужно ещё этого ебучего гипсиса, чтобы оно стало хотя бы более-менее напоминающее 90 градусов от пола. Вот. Вторая, это воздух. У меня... Из-за всяких курений, мне кажется, что у меня лёгкие пострадали. Вот. Поэтому нужен свежий воздух. Вот я хочу свежий воздух. Ну, и третья, это просто эстетика, там, цветочки, красиво, вот это всё. Ну, значит, моё авторитетное мнение. Не забывай, что цветочки, они выделяют не только кислород, но и СО. Тоже, по ночам. Он нам пишет также, значит, живая сена. Пробовал такую делать, но котов очень трудно даже в один слой выкладывать. Почти сразу разбегаются. И вот влажность от цветочков, вся стена же заплесневеет. Так у меня же всё в гипсе и в водостойкой краски будет. Не сильно страшно. Вот. А что касается вообще живых стен, я бы сказал тебе, что, во-первых, сделай нормальную плеточную вентиляцию. Можно даже стенку на улицу пропилить и вставить мою шизофорточку, то бишь рекуператору. У меня угловая, у меня с вентиляцией вообще проблем никаких. Ну, а что ж тебе тогда воздуха не хватает? Ну, вот сейчас я вот открыл два окна, проветриваю помещение. Мне как-то немного не жарко, так скажем. Ну, вот для этого и нужна шизофорточка. Купи пир-ту-пир рекуператор, пока в одном окне оно работает на вдув, но в другом на выдув. Ты пошутил, а у меня одно окно действительно на вдув, а второе на выдув. А я не пошутил. Более того, эта поебень уже официально продаётся. Она синхронизируется с себе подобными. И именно так и работает. При этом авторы заявляют, что до 80% тепла сохраняется. Шок, шок. Мы наебали термодинамику не прошло тысячи лет. Ну, вот и я хочу тоже наебать и по такому же принципу сделаю свою шизофорточку. Ну, а я сделаю тебе вот живую стену. Вот там анончик, который отписывался, что он делал подобное. А скажи мне, из каких цветочков ты это делал? А, ты, блядь, про котов там. Да. Сука. Вот напишешь, что станок для обжигания досок называется паяльная лампа. В этой стране в традиции подпаливать ей рейки и делать из них стену в бане. Автор говорил, что слишком много газовых баллонов на это бы ушло. И они сделали станок из стиральной машины и костра. Блядь, мне кажется, я тоже это смотрел. Блядь! Мы нашли друг друга. Вот, что же касается... Что, что, кто я, блядь, двойник шил, который шил, то теперь я двойник начальника. Начальник двойник шил, все. Нет! Мы сейчас детанцируем. Так вот, что... Я тебе советую еще одну свою шизофрению, если можно. А насчет растений я ничего не знаю, но по мне будет слишком много все-таки влаги. Я бы, ну, не знаю, наверное, на вкус и цвет. Советовать, как я, отговаривать не буду. Но у меня есть другая шиза. Водная стена. Это когда ты во всю стену делаешь аквариум. Небольшой. Сантиметров пять в глубину всего лишь. На дно кладешь множество-множество аэрокамней. И мощный-мощный бульбулятор во все это. Вот как-то так. Это дорого? Нет, на самом деле это не дорого. Самое дорого здесь, это всего лишь стекло. Ну, тут оно может быть... Что? Ну, хуй знает, но прочность. Цветочки, чем мне нравится, если я снесу их своим плечами, то, в принципе, там похер. Тем более тордосканцам они относительно спокойно к повреждениям механическим относятся. А вот если я снесу стекло, то я мало того, что снесу стекло, так я еще и могу себе какие-нибудь там артерии интересные повредить. Ты соседей затопишь? Нет, себе смогу что-нибудь повредить. Ну, соседи похуй, на самом деле. Вот спрашиваю, что за камни? Айрстоун, напиши, это такие вот камешки-бурбуляторы для аквариумов. Из них пузырьки маленькие-маленькие, но очень много вываливаются. Как-то так. Кстати, в такой штуке можно и воздух мыть. Так, все это взял, что в трассе не будет свежий воздух, а не тучи спор из земли, в которой они растут. От себя добавлю, что в земле есть ботокс. Блядь, я недавно пересаживал большой свой чан, экспериментальный такой, скажем. Вот, там вообще была огромная личинка, то ли гусеница, то ли еще какой-то хуйни. Вот, так что меня этим не особо испугаешь. А свежий воздух, а не споры, потому что я, блядь, не грибы выращиваю, это раз. И как бы растения... В том-то и прикол, что у меня эти растения, они растут уже почти год со мной. Вот тут батя мой пишет. Людям дали натяжные потолки и листы гипсокартона, которые ставят за два часа. Нет, не хочу. Хочу неделями пидорасить поверхность. Да, ты абсолютно прав. Но у меня аж соцсоренеет, что я хочу своими ручками научиться там пидорасить поверхность. А я тебе скажу, что ты лох, тупой и неграмотный. Дело в том, что китайцы говорят, что по прямым углам ходят демоны и злые духи. Поэтому такие углы лучше, наоборот, замазать. Более того, ты наверняка знаешь такую трендовую тему в строительстве, как 3D-стены и 3D-наливные полы. Бля, я представил у Петровича, которые наливают себе полы. Мне кажется, я приехал. В 3D. А, наливные полы, кстати, я слышал про эту хуйню. Ну, не знаю. Вот. Мне как-то страшно, тем более страшно в условиях нашей реальности. Наших реалей. Вот. Всякие наливные штуки. Потому что, на самом деле, вот ваше отношение к линолеуму, господа. Ну, можно юзать, но нахуй оно надо. Вот. Тогда уж лучше ковролин постелить. Ну, мое отношение к линолеуму долгое время и, в принципе, сейчас такое, что я рот его ебал, сука, нахуй рот ебал. Вот. Так я думал долгое время, до того, как нам на биохимии наш преподаватель не сказал, что, говорит, пацаны, вот вы не расстраивайтесь. На самом деле, линолеевая кислота просто в этой стране нормальная, не производится. Вот. Если вы возьмете линолеум в каких-нибудь, там, южноевропейских, там, европейских странах, то он вам очень даже зайдет. А у нас не линолеум, у нас говно. И вот мне все интересно проверить данную народную мудрость. Поэтому с наливными полами и прочими заливными штуками я как-то не знаю даже, как к ним относиться. Могу немножко сделать такую ремарку. Под наливными полами обычно имеются в виду какие-то составы уровня, ну, что-то вроде цементных составов, которые вот наливаются и как бы разравниваются под силой гравитации. Вот они красивые такие, такие ровные, ровные, ну, 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 ну. Я же имел в виду 3D-заливные полы. Это когда берется картинка в HD-качестве, распечатывается на ультрафиолетовом принтере, и она как бы имеет такой, как бы, объем. А потом эта вся хуйня заливается полупрозрачной или прозрачной смолой. Где-нибудь сантиметр на два. И у тебя получается стена как бы в стекле, пол как бы в стекле. На полуте там как бы рыбки плавают. Естественно, все в статике. Вот это вот все. Ну, как по мне, какая-то хуйня. Это тренд! Ты че, строительные тренды на радиоанонимус? Ну, хуй знает. Я из всех строительных трендов, которые сейчас поддерживаю, это внезапный тренд Витсенговин дизайнерский интерьер в стиле лофт. Это сделать максимально ущербную уебищное говно, у которого там будут кирпичи и прочее. Ну, как по идее, это все зародилось там в 50-е, когда этих ваших гнивающих начали фабрики всякие освобождаться, их начали переделывать под жилые помещения. И вот такие вот всякие кирпичные стены, которые мы там видим в домах там. Вот это всякое говно, вот оно вот пошло вот оттуда. Еще один тренд. Это искусственный камень в виде битого кирпича для облицовки квартиры. Я не знаю, у меня вообще... Я тебе рассказываю технологию. Значит, в 3D-редакторе делаешь обитый кирпич, распечатываешь его на 3D-принтере или на ЧПУ-станке, делаешь форму и заливаешь гипс с красителем так, словно это и есть обитый кирпич. Толщина этого, этих сайдингов из вот этого искусственного камня много сантиметров, может быть, полтора сантиметра. И вот таким, как бы битым кирпичом ты отделываешь внутренности. Я из-за твоих историй вспоминаю, что в плане строительства я какой-то стилитарный уёбок, потому что я бы с радостью запретил людям некоторые материалы, а некоторые материалы ограничил. Вот, например, я бы ограничил, запретил, нахуй, например, всякие ламинаты, вот, потому что их очень любят у нас в стране. Ламинаты это фу, это фу-фу-фу. Это не в тренде. Нет, это, блядь, в тренде наших реалий. А потом люди, блядь, удивляются, когда за полгода это говно царапывается и там остаётся просто ебучая фанера. Вот, потом я бы вот наложил небольшое ограничение на продажу полипрофиля. Вот, чтобы, когда люди приходили строительный магазин, говорили, дайте мне там столько-то квадратов полипрофиля. А вам зачем? Ой, да мне забор делать. Всё, пошёл нахуй отсюда или там, блядь, там, подъезжают там дяди полицейские, блядь, нахуй на расстрел отвозят. Потому что, когда я вижу ебучие заборы из полипрофиля, мне становится больно. Зато дёсово! Не на крышу, блядь, не то, что дёсово, они думают, что это какой-то верх, блядь, эстетической... Я тебе скажу, зачем это делается. Дело в том, чтобы никто не видел. Нет, это делается для другого. По новым правилам, чтобы твой участок, ну, я не знаю конкретно, зачем твои соседи это делают, но вообще, по новым правилам, чтобы твой участок подключили к электричеству, твой участок должен быть огорожен. Неважно чем, неважно как, хоть пнями выложи забор, ну, выложи, сука! Ёбан, блядь, всё, я сегодня точно не уснулся, но я хотел постараться поспать. Не, у меня это просто, может, ещё и детская травма наложилась, потому что у меня был, я в детстве выращивал охуенный живой забор, то есть была сетка рабицы, я вдоль него выращивал виноград, вот, и, в принципе, там, прошло пять лет, у меня, вот, вот эта сетка рабицы была покрыта виноградом, потом пришёл мой ебанутый дед, и всю эту сетку рабицы, естественно, весь виноград пошёл в пизде, нахуй всё это выдрал, и такой, и ебанул все омерзительные листы полипрофиля. Я вот в пизде, где, блядь, не хожу, я вижу, что, сука, ну ладно, там можно сделать, когда ты берёшь кирпичики, выкладываешь из кирпичиков, там, фундамент забора, делаешь какой-нибудь, там, не знаю, допустим, там, белый, серый, бежевый, какие-то такой, крайне нейтральный профиль вдоль вот этих кирпичей, фундамент из кирпичей, оно ещё хотя бы как-то выглядит, и оно хотя бы, блядь, в уровень, вот, но у нас делают, скажем так, с русской смекалочкой, блядь, потому что ебашит просто, нахуй, столбы, вот, я даже, даже на языке, вот, которые так делают, будут говорить, ебашит просто, нахуй, бля, столбы, ёбану, бля, в землю, сука, нахуй, заливают, бля, бетоном, ебану, ну и чё, бля, потом перемычки ставят, нахуй, ржавые, бля, все, ну, хули, забор, ебану, там же, бля, это, как его, нахуй, этот профиль-то, ебта, заваривают всё это говно, бля, уже ржавое, нахуй, никто ничего не чистит, потом хуярит, короче, этот профиль, и заебется, а чё, нормально, блядь, потом ты смотришь, идёшь вдоль этого забора, он просто весь не вровень, никак, под землёй можно подкопаться, на высоте там какие-то ебучие швы, ебучие вот эти вот сантиметровые расхождения, и лично мне вот просто очень крайне больно от всей этой херни. Скажи спасибо законам, которые теперь требуют вот ограждать вот участок. Я когда Бетарск буду покупать... Так это хуйня ещё лет 10 назад началась, нет? Не знаю, когда она началась, но когда мы Бетарск будем делать, я его веточками обложу в качестве забора. Ну, изолируемо, скажем так. Не, эта херня вот у нас началась лет, наверное, 15-10 назад, где-то в конце нулевых, в начале десятых. Вот, все начали массово клепать эти блядьки, ёбаные заборы из полипрофильного говна. Вот, крыша, если сделать шумоизоляцию наверху, крыша из полипрофиля, она вроде как даже норм. Но, блядь, заборы, это ёб твою мать. Это вот каким надо быть, блядь, отбитым нахуй на голову дегенератом, чтобы такую хуйню вытворить. Я просто не представляю. Вот он пишет, вот да, можно сеткой сделать красиво, а профиль ставить, чтобы можно было грядки с голой обвисшей жопой полоть без стыда перед соседями. Более того, а я тебе, я тебе скажу, что сетку рабицу можно сделать из пластиковых бутылок! Ай, блядь, сука. А, ты, ты там стену из стеклянных бутылок ещё не сделал? Не из стеклянных, а из пластиковых! Сначала на бутылка резим и режем пэт-бутылки. Потом нагреваем их горелкой и прогоняем через авторучку металлическую. Получается нить. Потом мы эту нить на специательный станок, сделанный из куска фанеры или ДВП, наматываем, и потом из неё сплетём сетку-рабицу! Получается евро-рабица! Из пластика! Из пэт-бутылок бесплатно! Ты не думал, что у них говносеть устроится? У меня последние полчаса ощущение, будто я, блядь, зашёл в какой-то там говнорадо, и мне сказали там, о, молодой человек, вам что-нибудь подсказать? У нас там новый, блядь, смартфон там, Huawei модный, смешной. Натя, держись! В радужной расплыватке для вас дебилов! Вот вам понравится! Очень модный там полумегабайт оперативной памяти, цветной дисплей, полифония, молодой человек, проходите, ик-порт... А, нет, уже некий к порту. У меня есть ик-порт на планшете! Эх, а я, кстати, могу дать почувствовать тебя старым, вот, чтобы все алфаги были на месте. Вот я как-то сидел с тянучкой, что-то там и пиздели за жизу, и тут её сестра спрашивает, а что такое ик-порт? Ты такой говоришь... Совершеннолетняя. Что? Совершеннолетняя, да? Ну, так отли... Уже, по-моему, да. Ну, так говоришь, подойди сюда, поднимаешь её юбку, и вот, говоришь, вот, порт это там. Нет, ну я тогда почувствовал себя старым, и у меня тогда вот эта твоя фраза, типа, вот и выросло поколение, блядь. Вот она вот у меня в голове, она где-то вот так вот на минуту растянулась. Так, что тут нам написали? Предложи ему ещё, как мистер Бин, стены красить, петерду в банку с краской. Ну бы я предложил. Это я тебе могу смешной анекдот рассказать. Расскажи. В общем, армия дали солдату, нет, не шило задание покрасить машинки. Ну, ему тоже давали. Я знаю. Вот. Говорит, солдат заебался, просто кидает нахуй ведро, краска смотрит, заебись. Всё растеклось, всё хорошо. Приходит там товарищ офицер, говорит, чё, покрасил? Да, вон, видишь, покрасил. Говорит, а это чё за хуйня? Такой, смотрит, там такой, блядь, там же ведро, ёптвое. Такой, а, это, трамбулятор это. Блядь, вижу, трамбулятор, а хули он не покрашенный? Ну, а здесь при чём? Блядь, а про что вообще? А, про петарду в ведре с краской. Вот, я не хочу трамбулятор дома, мне он не нужен. Так, предлагаю на Глагни ради выплашку поставить. Слово дня, вентиляция. А то я не успеваю, то коптер, то бетарск, а теперь проточка. У меня есть ещё проект шизофон. К шизофорточке добавился проект шизофон. А мясной шизофон есть? Нет. Вас спрашивают опять Егоров, это про пет-бутылки. Нет, это какой-то старичок. Я смотрел это видео, как он делает сетку рабицы с пет-бутылкой. Блядь, мужик, нахуя? Ты же парами пластика дышишь, ёбаный ты нахуй. Мне больно это... Логично. Да, переработка бутылок. Да, это такое же пидорство, как мы переходим на электромобили. Вот, такие вот... Потребление угля вырастет на 20% в ближайшие десятки лет. Зато экологично. Это... Вот. Кстати, насчет секты свидетелей глобального потепления. Вот. Все же мы знаем про такую интересную страну, как Великобритания, да? Ну, и британские ученые опять что-то изобрели? Не, ну, британское правительство изобрело пересадить всех на ветряки. Угадайте, что с ними стало? Ветер там есть. Заранее говорю, ветер там есть. А ветряки спиздили? Нет, ветряки теперь продают, чтобы их спиздили. Поясни. В чем? У них, короче, переработка электроэнергии, потому что на нормальных станциях ты можешь регулировать, сколько тебе нужно количество. А эта хуйня неуправляемая перегружает сеть, и на замену электросетей ушло больше денег и следственных ресурсов, чем они сэкономили этими ебучими ветряками. И теперь они уже года два, по-моему, как, в спешке разбирают эти ебучие ветряки и ставят обратно нормальные электростанции. Вот, такие дела. Кстати, не все. Там, по-моему, недавно шотландцы кищили, что у них 98% энергии за счет ветряков. Ну, в общем, экология, пацаны. Не, ну, а что? халявный апгрейд проводки, халявный апгрейд сетей нормально. Ну, вот он уже халявный на деньги налогоплательщиков, которые... Ну, все равно же делать. Там цикл идет. Ну, дело в том, что не делают, он сгорает. Кто сгорает? Ну, там сети не выдерживают таких... Ну, я понял. Ну, плохое не сломается, вернее, хорошее не сломается, а плохое не жалко. Блядь, смешно. Ладно, окей. Так, напишут, не аквариум надо... Надо в патологии повесить такой плакат. Напишут, не аквариум надо, а водопад, очистка воздуха, эстетика и остальная влажность. Ты пошутил? Вот, а ведь... Водопад можно заебинить. В Японии вроде или в Китае изобрели комнату с водопадом. Вот, я, кстати, хочу такое же сделать. Суть следующая. Комната, точнее, не с водопадом, а с дождем. Вот, есть комната, в которой стеной идет дождь. Но ты в нее можешь войти, и специальные датчики отслеживают твое положение. При этом, ты можешь пройти по этой комнате, и на тебя, конкретно на тебя, по идее, не должна ни капли упасть. Вот, а вокруг идет стена, блядь, дождя. Вот, я такое же хочу в Бетарске сделать. Мне просто надо посчитать, сколько будет потреблять эту энергию в дичку вверх, не сгонять. Она пишет, медведь сгорает. Да ты охренел, чел медведа свин существует. А трансформатор в этой комнате есть? Слушай, не знаю, подробности не знаю, могу видосик нагуглить. Так, твои воздушные камни случайно не от шумных компрессоров работают, от них самых к эрекамню подводишь в трубочку от компрессора, и оно там бульбулирует. Именно так. Растения с тобой, или ты с ними? Я уже сам к растению. Вопрос к бундуку был, которого нет. Так, радиоанонимус, моем воздух, дезассимблируем огонь, едим землю, страдаем от воды. Ну, как-то так. Считаем протеины. Да, создаем вечную капсулу. Так, ковролин ты раздва вымоешь хорошо. Во-первых, ковролин можно выбивать выбивалкой на снегу. Каждую зиму выпал чистый снег. Ты выносишь свой ковролин и выбиваешь, и оставляешь такой черный квадратик на снегу. Радуешься за себя. Там дети ходят. Не один, а два черных квадратика. Да, два черных. Вот, там дети гуляют, собачки гадят, и ты значит со своим ковролином. Ееееее! Я просто помню, как моя мать заебывала батю, что на каждую зиму шли эти блядьки ебаные ковры бить на снегу, там, эй, там, за лупу, пошли ковры выбивать, и батя идет с таким очень грустным лицом, смотрит, пиздит эти ковры, вот это вот все делает, там, первый снег, давайте, блядь, по траве там еще хераешься, это все грустно. Ну, в принципе, ковры можно и летом, и выбивать, повесил его, и выбиваешь, вот я, кстати, не знаю, что мне использовать в своем шизобоксе для очистки воздуха, коврылин был бы в идеале, но он, сука, дорогой, а я хочу обычной ткани, так, слоев 10-20 там разместить, и вентилятор. Паркет, блядь, и маленький коврик, вот я сейчас, я сейчас на такое нацелен, потому что у меня ковры были всегда на полах, вот, на съемке были еще долгое время ковры на стенах, это вообще, блядь, верх аутизма и рассадник туберкулеза был, а сейчас я вот все ковры нахуй просто вынимал, и у меня, у меня даже от того, что я тут с пеной пидорашу уже железной щеткой надрели, столько пыли не собирает, сколько этих ебаных ковров. Ну, вот я как раз хочу себе такой вот генератор пыли собрать из материи, предположительно, я буду брать нетканное полотно, агрополотно, вот, и слоев так 20, и вентилятор, побольше ко всему этому, и чтобы говно оно само собиралось в этой хуйне. Так. Сам еще тоже распадаешься, от тебя идут мертвые клетки, так что стилпы ты не соберешь. И себя тоже, пускай оно и меня туда тянет потихонечку. Так. Он тянет с розовой туман. Так, насчет ковролина с хердзова вымоешь. Ну, кроме выбивания, вот, еще можно их стирать, причем достаточно просто, обычным моющим пылесосом, внезапно. Ваниш, глупость, кстати, днота, всякие мистера пропера и прочая херня. Помывают любую блевоту сковоролин нормальность. За поликарбонат расстреливать, за сайдинг вешать, за пенопластовые плитки для потолка в газовые камеры. Но вот за поликарбонат... Я бы за тебя проголосовал. Анончик, сделай, блядь, предвыборную программу. Серьезно, вот, я бы стал твоим министром пропаганды. Мы бы стояли, говорили, вы хотите тотальные стройки? И, блядь, вот серьезно, сайдинг, блядь, и прочее. Вот, я просто... Лучей добрать тебе. Ну, за поликарбонат... Это неоправданно жестоко. Это, блядь, оправданно жестоко, когда ты целые гектары города превращаешь в говно. Я не какой-нибудь там варламов, но, блядь, когда ты просто осознанно делаешь уебищное говно, вот, кстати, типа, блядь, пластмассовых там лебедей нахуй и прочее залупы на площадке, за это, блядь, надо расстреливать, потому что, ну, ёбь, вашу мать, ну, как так нахуй можно? Я там понимаю, когда старые кручи, они там от старости превращаются в говно, вот, там, чернеют и так далее, но, когда ты смотришь, там, не то, что пластиковые там окна кто-то меняет, а просто вот, вот, все в говно превращаются, там, сайдинги, хуяйдинги, похоже, вот, как ты, там, в нулевых, сейчас, вот, в хуевых городах до сих пор есть, где дизайн-код не продумали, это выходишь, там, вот, ебучие эти аляпистые баннеры, типа, там, магазин всякой хуйни, все по 99, там, все просто в баннерах, и вот, такая же хуйня из-за сайдингов, из-за лупы, она, еще и в частных секторах творится, на дачах, блин, ты ходишь, там, ну, 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 красиво же, ну, ты чего, как под дерево, как, как по пластмассу, мы модные, это европейский, евро, евродизайн, блядь, ну, кстати, начальник, мы еще по ночам в главу не стали смотреть, стали, а, нормальная тема, вот, ну, я не знаю, мне вот от этого очень долго пекло, почему люди так осознанно делают хуйню, причем, я согласен, я, я допускаю, я допускаю ту мысль, что даже из того говна, что у нас делается вместо сайдинга, и про, и прочих стройматериалов, можно сделать, что-то красивое, но, блядь, никто ж, сука, не делает, все остальные, как ебучие, блядь, метровые швы, вот, потому что надо подесевле, в этой стране надо выживать, а не искусство делать, так, блядь, руки-то у тебя, тоже подешевле, что ли, сделаны, да, слючай, руки десевле, десевле некуда, да, пиздец, у меня просто, перманент, субасхер, со всей этой хуйни, ебаный, пидрила, вот, так вот, насчет, понимаешь, просто есть люди, у которых есть вкус, есть люди, у которых нет вкуса, и они не понимают, что они делают что-то плохое, для них это нормально, может, там, не идеально, но приемлемо, если ты им покажешь какие-то более интересные варианты, и по примерно такой же цене, то они просто обучатся, мне кажется, такой должен быть процесс обучения в сфере строительства, ты просто показываешь какие-то реализованные проекты примерной ценовой категории, и люди тебе скажут, ну да, лучше, надо было делать так. Нет, не так, вот если твой проект... У меня живой пример есть. Если твой проект, погоди, если твой проект будет дешевле на одну копейку, твой проект рулит, если твой проект дороже на одну копейку, нахуй пошел чмо пидрильное! Ну, не знаю, мне кажется, в сфере строительства, наоборот, столько есть непрофессионалов, и ты наверняка не знаешь вообще, как тебе сделает человек нанятый, что угодно, если человек готов тебе положить плитку, ты все-таки ожидаешь, что он ее положит ровно. Но есть люди, которые вроде как и с опытом, вроде как и берут недешево, но ложат плитку просто плохо, просто плохо, что приходится переделывать. Все про меня, я так же программирую. Так что цена – это, в общем-то, не показатель, понимаешь? А в случае с именно какой-то отделкой ты можешь показать фотографии, ты можешь показать результат и назвать человеку конечную цену, и он скажет, ну да, да, типа на картинке лучше, чем у меня, надо было делать так, как на картинке. Так происходит процесс обучения. Вот этот вот прав, потому что у меня простой пример, в меня сейчас поверила мамка, потому что, когда я переезжал последний раз, мамка такая, да что ты сыну, там немножко подклеить, ну это, блядь, отдельный анекдот. В общем, я содрал все обои, а мне мамка долго дудосила, вот ебало мозги, что мог, сына надо обои, надо обои, надо обои, сына, сына надо обои. В итоге я сказал, что я вертел ее мнение на хую, и просто взял два мешка шпаглевки, и прошел со стену. Вот даже дизайнерский интерьер в стиле лофт, плюс пара цветочков, плюс гитарка на стене, оно выглядит куда более приятно, куда более как-то лаконично. Я показывал мамке, говорю, вот смотри, сделается из говна и палок. Нет этих ебучих оляпистых обоев с блестючками, блядь. Че без блестючек? Вот у тети сраки-то с блестючками нет бы как у людей сделал. Ну вот, и мамка такая, ну типа да, ну вот да. Я говорю, блядь, ну вот серьезно, вот вместо покраски обоев, которые собирают прессинг, всякую хуйню, вот еще и сами выглядят, как я не знаю, как блядь, псилоцибиновый трип, вот просто отобычная монотонная стена, она выиграла. Поэтому, ну не знаю, может быть ты прав, вот проблема, может это просто, как говорила тянучка, может это просто у меня перманентный ботхёрт, из всего, и типа людям норм говно жрать. Вот, а ботхёрт просто я. Блестючки! Во! Вот главный признак безвкусия! Ну вот у меня... Ты же знаешь, что есть обои под покраску, кстати, а я считаю их более практичными, потому что они не так мараются, и их проще наклеивать на стену. Чувак, я... Мне про них мамка рассказала, но у меня от слова обои, сейчас по ТРС, когда я слышу слово обои, или произношу его, перед моими глазами становится всё стерым, летают вертолёты, блядь, и моему другу Джонни оторвало уже целых две ноги, а его ещё надо дойти 40 километров до лагеря. Поэтому обои... Ну их нахуй! Серьёзно! Я просто вот этот вот гипс покрашу, и скажу, что, блядь, так и было, потому что монотонная стена мне вот как-то больше нравится. А обои под покраску, а нахуя? Типа выровнять стену? Или чё? Ну да, их просто наклеил, а дальше что хочешь с ними делать, делай. Проще с ними работать. У меня шестверение, потому что вот сегодня я уже отклеил, я же тебе говорю, что у меня тут много новых друзей, таких чёрных точечек на стене за обоями нашлось. Вот, поэтому я как-то к обоям отношусь очень с недоверием, что ли. Я не люблю всякие микроорганизмы. Так, ну-ка, давайте вернёмся к этому сообщению, что поликарбонат расстреливает, десайдинг вешать, спинопластовые плитки где потолка в газовые камеры. Так вот, за поликарбонат я согласен. Я вообще не понимаю, за что любят так поликарбонат. Вот. А вот чем вам... А можешь пояснить, как оно выглядит? Поликарбонат это такой пластик, который представляет из себя вот, ну, грубо говоря, две плоские пластиковые линии и внизу, в посередине такие как бы распорочки. Чем тут напоминает картура? И всё, я тебя понял. Да, спасибо. Ну и как? Ты тоже котируешь поликарбонат? Я, блядь, вообще вахуя от всего этого. Нет, там просто я с этим в жизни как-то по-моему не сталкивался. Вот. Но, судя по рассказам, я не знаю вообще, зачем люди пластиком обмазываются таким рвением и усердием. Дёсово говорят. Блядь, это признак того, что дорого, богатые люди здесь живут. Вот, на самом деле, там в конце сообщения Анонечка написал пенопластовые потолки, вот эти вот плиты. Как я тебя, блядь, понимаю? Это просто... У меня пенопластовые плиты. Великолепно! Я просто заебался отбирать с потолков, потому что всего за 10 лет оно, блядь, если ты по потолку нечаянно чем-то шарахнёшь, то у тебя останется след на этой ебучей плите, блядь, вот, все стены, особенно у меня тут, блядь, гений просто до меня делали. Тут вот плиты, которые на кухне, они... Потолки 2,40, да? Ну да, хрущевка обычная. Лох! Они, короче, идут градиентом, градиент, как вы понимаете, коричнево-белый по направлению от колонки вытяжки и плиты к выходу из кухни. Прочись, блядь, нормальную вытяжку сделай. Так уже. Вот. Но эти-то всё равно засуны. Но это не проблема вот этой плитки. В зале были какие-то, блядь, пятна, хуйня всякая, опять эти паризы, блядь, вот шрамы её боевые. Я не знаю, я просто... Как по мне, это просто ёбанное говно. Вот. Потому что нет ничего лучше простой, монотонный, однотипный однотипного потолка. Вот. А когда вот это вот всё вот в плиточках, вот в этой хуйне, я не знаю. Это, по-моему, просто вверху ёбанство. Вот. Может быть, из-за низких потолков. Может, в сталинках это прям охуенно. Вот. Но, по-моему, вот по степени ёбанства больше... дальше только это обои, блядь, на потолках. Кстати, отличная тема на самом деле. Ну, ты либо там спишь, либо я слишком... Не знаю. Вот в этой предвыборной программе я всего лишь поддержу поликарбонат. Вот. Что плохого в слайдинге и пенопластовых плитках, не знаю. Вот, напишешь, чем тебе... Потому что люди ими не умеют пользоваться. Наверное. Наверное, так давайте формулируем. Ну, тогда и поликарбонат придется как-то восстановить. то мы дойдем до того, что интернет надо нахуй запретить. За такие слова я тебя сейчас сам запрещу. Так, чем тебе ламинат не угодил? Моему роботу пылесосу нравится. Уже пять лет лежит как новый. Ну, может, у тебя просто нормальный ламинат. Люди просто берут говно за 400 рублей квадратный метр, блядь. И раз, нет, не квадратный метр, сколько? Два квадратных метра, по-моему, 400 рублей. Вот, искренне удивляются, когда он нахуй стирается от каких-нибудь пошаркиваний с тулом, с колесиками и так далее. Да за 400 рублей я лучше ковролин положу. Ковролин, кстати, поддерживает густота. Так, если бабки есть, накидай красивости и залей эпоксидкой. Вот и я, кстати, о том же. Там всякие веточки, камешки. в паркет положил монотокный. Ну, хуй знает. Я бы веточки положил, камешки, там, давна немножко, и все эпоксидкой. У меня, я говорю еще раз, у меня совет у меня вся эта аляпистость меня искренне заебала. Я хочу, блядь, чтобы, максимум, что я видел, это какое-нибудь градиентное покрытие и нормально. А вот все эти веточки, камешки, я вон поставил полтора растения и нормально. И это вверх. Так, вот да, можно сеткой сделать красивое. А профиль ставить, чтобы можно было греть... А, это было уже. бутылка-рез, все, уносите меня. Не выпал снег, ты выпал с переполнением стека. Каждую неделю ковер выбиваю, а летом моем в речке. Лебеди из покрышек, цветники из покрышек в форме цветочка, пальмы из полторашек. Не, у меня круче, у меня съемный дом, сюда я почти уже съебывал, там положили эти, как от натянка выразилась, сиськи, ну, такие бетонные хуевины, чтобы машины не заезжали на газон. И я так радовался, просто бетонные хуевины, ну, там максимум можно было покрасить в какой-то ебути желтый цвет, блядь. Вот, ну, типа, по идее, оставить их серыми, и можно было бы радоваться жизнью. Да? Да? Пизда. Вышли бабки-срать, которые, в принципе, сделали годный огород, но вместе с этим они взяли и сделали зеленых божьих коровок. Они покрасили сиськи в зеленый цвет, вот эти бетонные, и сделали там вот это вот ебучие белые точечки, и типа, нарисовали там рожицы, хуйню, всякую. Вот, чтобы даже такой простой функциональный элемент выглядел как тупое говно тупого говна. Замажь баллончиком, нарисуй гуация. Вот, я как раз хотел предложить нарисовать ехидные, ехидные блинчики у этих божьих коровок. Они потом перекатятся куда-нибудь. или закруглятся. Тебе же лучше, потому что там, чтобы было весело. Да, как там наш кудрявый друг говорил, тут же дебилы, блядь, живут, им нужно вот эти кислотные, блядь, цвета, там, сделать вот это вот все. Тут же дебилы живут, поэтому нужно, чтобы весело было. Так, я постелил весной на балконе ламинат. Так, там при почти полном отсутствии людей завелось уже несколько сколов, вмятины прочей радости, зато не скрипит. Ламинат разве подходит для балкона? Он разве выдерживает припады температур? Чего ругаешься, на сяльника? Положил плиткой ровно, правильная сторона, хорошо, да? Как хули ламинат встанет от температуры, там же просто, насколько я понимаю, кмдсп поверх этого клеенка приклеенная, не? Я не знаю, но мне казалось, что он не подходит для таких вещей, как балкона. Кажется, вообще ни для чего не подходит, но, блядь, по-моему, температура ему не чувствует. Ну, может, клеенка отклеится, вот, но, хрен знает, может, я, дебил, что-то не знаю. Еще забыл про узоры, набитые из пластмассовых крышек на заборах. Ты просто ничего не понимаешь в деревенском искусстве. Вижу это каждый день, даже начинает нравиться. Колхозная аристократия, ты? Посмотрите на этого городского буржуа, посмотрите на этого городского педрилу. То есть ты просто зашпаклевал черную плесень, не пытаясь ее вывести? Да ну нахер! Нет, я отпидорасил все стены, отпидорасил вывел нахер. Ну там плесень, утипок стен, которые я прошел, их не было. Но я очень долго сделал обои и остался в слойных обоев украску. А до того, что там будешь поклевать еще в коридоре, вот в коридоре я плесень нашел, в ванной нашел. Вот там, да, там надо будет пройти антисептиком, варяется, очистить все-таки, у него, это я представляю, что там будет. Вообще, как диванный миколог, я тебе скажу, что, во-первых, надо не антисептиком проходиться, вот, а фунгицидами нужно проходиться, это раз. Во-вторых, если ты плесень не видишь, это не значит, что ее там нет, потому что эти вот черные такие точки активные, черные, это когда она уже колонизировала что-то, нашла, что пожрать, и вот активно готовится к размножению. Вот, Шерин, размер плесени, по-моему, по-моему, в сырых помещениях я нашел. Вот. В сырых помещениях оно есть. Ну вот, значит, размер плесени, если я не ошибаюсь, два микрона. Глазками ты ее не заметишь. И, скорее всего, а я тебе так перспективой нарисую, твое жилье уже заряжено этой плесни. А вот это любое железо заряжено. Не любое. Два микрона. Надо, кстати, будет тогда, наверное, ее спидеть. Смотрите, как она выглядит. Надо вузик спидеть, посмотреть, как выглядит плесень. Вот, может, что-нибудь на ней написают этим микроскопчиком. У микроскопчика какое разрешение? Фотонным пинцетом. Там вузик оптический, там с разрешением проблем нет. А чем писать будешь? Чтобы на двух микронах? Световым пинцетом, например. А там какое разрешение у пинцетика? там можно эритроцит захватить и региловать вузик. В микронах ента сколько? Семь. Эритроцит средний семь микронов. Фу! У меня и то точнее игрушки есть. Нет, нет, ты не понял, это световой пучок, который тащит семи- микронный эритроцит в любые споры. А спор два микрона? Ну, так можно и поменьше сделать. Ну, ладно, пытайся. Вот. Так вот, я тебе расскажу. Значит, не все помещения заражены, но если у тебя вот такая хрень была под обоями, предположительно, если у тебя полы с деревянными перекрытиями внезапно, то скорее всего оно где-то еще и там живет. Спасибо, мне еще полтора года нахуй здесь жить. Спасибо, блядь, большое. Так что отдирай, что у тебя там есть, смотри свое напольное покрытие, а также оно может жить в потолке. Травить плесень это пиздец. Говорю, как человек на верхнем этаже, в доме которого крыши не было одну зиму, а время стройки сугробы лежали на тех этаже. Ой, как я тебя понимаю, вот старину-то, если дом заражался плесенью, его тупо сразу сжигали, кстати, очень хорошая технология выведения плесени, очень котирую огнемет. Да, нормально так. Кажется, если я буду с газовой горелкой так прыгать и стереться, по ебучке потом прилетит, но метод хороший, да. Понимаешь, если ты будешь с газовой горелкой бегать от так сказать грибницы к грибнице, тебе это не поможет ее извести. вот если ты... Я сейчас тебе просто скажу и ты все поймешь без лишнего... Ну? Алло? Я пока еще не... Я кнопку нажал, не жопой. Предыдущий жилет, назовем его так, положил в ванной комнате на стены стов ламинат. это в ебаной ванной ванной, где ты моешься в душе, блядь, 10 лет, я туда подхожу, и там уже плесень, хуйня всякая. Блядь, как мне нахуй горит. Так вот, единственный способ, который я знаю, вот извести плесень, это единственное... Ну, два способа я знаю. Это первый, это покрыть все стены, абсолютно все стены, неважно, есть там плесень черная или нет, это покрыть все это фунгицидом и надеяться, молиться, что ты ничего не пропустил. Это первый способ. Второй... Что? По деньгам оно сколько? Не знаю, понятия не имею. Я сейчас вообще не ориентировался. Что? Ну, район примерно там... Даже района не скажу, сейчас все дико подорожало, я не в курсе. Вот, значит, причем, когда ты будешь обрабатывать все это фунгицидами, тебе желательно оторвать от стен все, что есть. То есть, если, например, даже в какой-то комнате есть обои и вроде как нормальные, лучше как-то вот с ними разобраться. Если есть пленка, вообще, это сразу нахуй, особенно в ванной. Всякие деревянные вещи в ванной я бы сразу выкинул и сжег. Ну, или, по крайней мере, деревяшку бы с них скрутил. Это первый вариант. Второй вариант. Запустить ДРЛ-ку. Это если у тебя руки растут из нужного места. И так часик каждое помещение покоптить ей. Тоже, в принципе, должно порваться. Но тебя в этот момент там быть не должно. Не просто в комнате, в самой квартире. На соседей, конечно, нам похуй. Матка плесенью. Блин, что вы, тема, если я еще побарю вместе с плесенью, блядь, а может, соседка снизу это просто матка плесенью? Кстати, да, насчет матки плесенью. У вас еще есть вентиляция. Ха-ха-ха-ха-ха. Прекрасит у меня мне еще полтора года жить, а потом я уже представляю, что всю одежду можно просто нахуй здесь оставлять и попасть в заново. Ну, это тоже хороший способ. Вот подсказывает третий способ борьбы с плесенью. Переехать. Вот я как бы переезжать буду через полтора года. Вопрос в том, что полтора года если надо как-то прожить. Так, квартира в твоей собственности? Да. А что через полтора года будет? А у меня учеба заканчивается в манистатуре. И ты сразу в Америку? Нет, я сразу куда-нибудь нахуй подальше. Вот. В Америку? Не знаю, как пойдет. Я, в принципе, есть один шанс здесь остаться, если мне скажут, что я поступаю здесь и учусь не здесь. Вот. Вот. Такой вариант меня тоже устроит. Но здесь я как-то оставаться не сильно уже хочу. А я вот очень. Только я хочу теперь строить Битарск. что-то нам пишут еще. А потом Битарск построится плесенью. Не проблема. У нас-то на свежем воздухе. Мы туда сначала в геосферу, в которую у нас поселится плесень. Мы свезем всех людей, которые нам не нравятся. Это для начала. Но потом Железный немецкий концлагерь началось. Ну, железо мы использовать не будем. Геосферы строятся без единого болта и без единого гвоздя. Железо дорого и не экологично. Ладно. Так, потому что поликарбонат монтируется... Будем строить на костях наших врагов во имя Бога Крови. Напишешь, потому что поликарбонат монтируется быстро, режется быстро, относительно прочный. В теплицу или сарай норм. Блядь, идите нахуй своим поликарбонатом пленкой тупо затянуть проще и красивше. Дай угадаю, у тебя плитка цвета старой санины. Нет, белая. Внезапно. Так, Алса, посоветуйте, подскажите норм клавиатуру с Али. Норм клавиатур на Али нету. Идешь в ближайший магазин комплюкторной техники и покупаешь там, нет, серьезно, пишу это со свена за 450 рублей и мышки за 500 рублей. Так, напишут, пленка трескается на морозе. Алло, какая пленка? У людей пленки, пленочные теплицы по 34 года живут нормально. Если ты купил пленку там, не знаю, в 50 микрон, извини, СССР, ЗБ. Там просто ламинат. Там, блядь. Блядь. Вот, да, кстати. я ламинат воспринимаю как просто пленку поверх ДСП. Вот, пунктик предвыборной кампании это, блядь, взять весь ламинат и как немцы в 40-х казах находят просто ламинат ламинат придет ночью к тебе домой и выебит тебя в сраку. Он же пришел ко мне домой и он у меня вдоль стен, блядь, сейчас. Ламинат сейчас ебет твою мать. Ламинат. В черном, в ламинированном, ламинированном городе. Да, кстати, сейчас модно теплицы с поликаваронат или у майнивых трубок делать вместо окон, но они говно. О чем и речь? Зато вот геосферы со стрейч-пленкой за 100 рублей. Так, что тут нам пишут? Заебался отрывать всего 10 лет. Плитки эти не для отрывания. И разве 10 лет мало? Жалобы не по адресу же. Обои под подкраску как раз на потолке норм. Что еще с потолком делать? Белить, что ли? Ой, у меня и побеленный потолок есть. А натяжный потолок не смонтировать и не обслужить. Вот этого товарища двое чую. я, кстати, хотел недавно штукатурить потолок. Я еблан или нет? Что ты хотел? Просто штукатурить потолок так оставить. А лепнину? А диджитал барокко? Нах нахуй изо изо рта вы нас так вот нам пишут сука натяжные потолки они легкие в установке и диссовые поддержу подороже и сделать подсветочку в потолках всякую хуйню. И еще вентиляцию можно там проложить чтобы оно прям над твоей кроватью свежий воздух был тепленький. Свежие споры блять спасибо нахуй. Хепа 13 поставь дебилы кусок. Так лебеди из покрышек вызывайте мне пожарных. Обои на потолках я дважды видел обои на дверях. Сайдинг признак стремления к богатости. Сраная дешевка. Вот я кстати все собираюсь осилить производство памятников из стелл. Но узнал что оказывается это высококонкурентный бизнес среди ритуальных услуг. И в него хуй блять сунешься. А я тут уже строительный 3D принтер почти построил. А не дорого. Что дорого? Ну памятники из 3D принтера. Нет наоборот дес его. Ну тогда приступай. Но конкуренция. Вот в Бетарске дешевый. Че ты ебаная. Че в Бетарске я себе поставлю трехметровую статую себя. Из золота. Раз уж мы перешли к теме Бетарска может быть позовем как представителя Либерленд на радио и зададим ему вопросы. В том числе и по физическому строительству на территории. Ну на английском я говорю хуево. Я вроде видел у них представитель есть в России. Я предполагаю что он говорит по-русски. По крайней мере ему можно написать там на сайте вблекован email. Ну давай было бы интересно. Вот тут написали я приду темный ламинированный ночью и заклею потолок твоей геосферы плитками. Ура! Халявное покрытие! Плиточник всегда живой. Плиточник сверхчеловек. Плиточник в тебе и во мне! что вы думаете о волнистой плитке? Такая типа 3D плитка? Любая плитка на самом деле. Почти любая. Я вот уже говорил сегодня что плитка должна быть декоративной. Это как искусственный камень. Например в виде такого битого кирпича плитка. то есть она выглядит как кирпич кусок кирпича на самом деле у нее толщина где-то один сантиметр максимум. И вот разноцветная такая где-то черная где-то красная где-то такая желтая такой как бы спил все оказывается эти спилы сколы и прочие трещины оказывается в 3D редакторе делают. Первая правила клуба анонимных плиточников никогда не говорили. Потом пишет а кладбище мягких двухметровых медведей у подъездов только в моем Мухосранске? Да! Короче Анончик у меня бизнес. Ты с этого кладбища собираешь медведей и переводишь в какой-нибудь магазин для детишек в моем Мухосранске бабки пополам. В Москве бы бабок выебали за покраску столбиков да и за столбики без разрешения. У нас еще провинция пока. На самом деле все там пиздят москвобляди. Москвобляди охуенно. Москвоблядям надо смелее пиздить бабок, делать свои улицы нормальные, потому что места города, мэра провинции, они на Москву смотрят. У вас лальки нахуй снесли, все такие, ух ты, блядь, а можно еще и лальки нахуй сносить. У вас сделали дизайн-коды для старых городов, для центральных улиц. Такие, ух ты, ебать, а можно еще и на законодательном уровне запретить делать ебучие баннеры огромные. Вот, поэтому, блядь, охуенно на самом деле. Вот, я все жду, когда у нас будут бабок расстреливать, да, эти сиськи, блядь, разукрашенные и деревянных этих, блядь, лобедей нахуй с покрышек. Вот, вот этого я прям, ух. Я только собрался открыть производство лебедей, а ты, 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 сука. А я, блядь, тебя найду тогда, если ты будешь лобедить лебедей. Ну, производство, производство наша цель. А если лебеди не из покрышек и не из пэт-бутылок, что тогда? Не, на самом деле, вот, я недавно смотрел, как охуенно сделали в Казани, в Казани, по-моему, в Казани, могу спиздеть, просто всем этим модным вашим архитекторам дали на города, дали там небольшую, дали не города, а дворы, небольшую сумму денег, сказали, пацаны, сделайте, заебись. И вот, пацаны, изъебнулись и сделали заебись. То есть, не местные, там, Васяна, блядь, а не местные бабки, у которых, ну, то ли проблемы со вкусом, то ли уже и проблемы с головой, то ли все вместе взятое. Вот, а вот просто пацаны взяли и сделали, у которых есть опыт, у которых есть какие-то навыки, которые там слышали, как делают в других, там, городах, там, странах, вот этом все. Вот, поэтому вот, вот такой вот опыт у нахуения. Есть еще программа, как она там, что-то там с дворами связано, от одной интересной партии, где просто ебашут нахуй двор весь в асфальт, кладут новый бордюр и горящиеся заебца. Вот, я считаю, что это можно переименовывать на безрыбий и рак рыба, вот, ну, ебашить вот просто двор в асфальт, даже не ставить урн возле подъезда, чтобы все, блядь, бычки свои обоссанные кидали куда ни попадя. Ну, вот это тоже, конечно, интересно, ну, хотя бы асфальт есть, вот асфальт, который... Зачем вам асфальт, объясните, не понимаю. Ну, хотя бы оно теперь выглядит не как говно и езжать в дом. Ага, ага, причем асфальт, сука, обязательно вот с этими бордюрчиками, и причем выложено хорошо, и промазано хорошо, А каждый дождь у нас идет, блядь, бассейн, и, главное, вода ровно по этому асфальту идет, ей стечь некуда. Ну, я же тебе говорю, это программа, которая... У меня, блядь, акведуки построили, ебаные. Потому что занимаются проектировкой два ранее архитекторы, а ебучие Васяна, которые... Бля, ну асфальт, ну что там, вода в асфальт не проникает, нихуя. Ну вот, а как сделать обычный там водоотвод, как сделать там разуклон, никто даже, блядь, не задумывается. Зачем? Зато мы все щели-то это замазали, нормально. Мне на самом деле... На сове сделали, ничего, все промазали, хорошо. Гор идет как бы наверх, в сторону горы, поэтому меня вода особо во дворе не задерживается. Вот, но что в прямых, в прямых, в таких наклоненных, не наклоненных дворах творится. Я представляю, с такими дворами, как быстро там, как долго живет асфальт. Вот, мне просто в данном случае немного повезло. А у меня, вот, ебаный акведук, зато все на совесть сделано. Так. Ну, на совесть там, блядь. У вас хотя бы бордюр промазывают. Нас про такое, по-моему, уже не слышали, муха срани. Лучше бы не промазывали, водя хотя бы было и куда уходить. О, у нас тоже старые игрушки на деревья вешают. О! Эй, блядь. Так, значит, сделай плесень и татуировку, пишут нам. Да, и там можно повеселиться. Я хотел посмотреть на нее, что она из себя представляет. У меня там лежит микроскопчик и камера, которую я даже еще не тестил. Она у меня два месяца уже в столе лежит. Вот, надо хоть посмотреть, что там за хуйня придумали. Вот спрашивают, насколько эта плесень вредная? А то у меня она вместо обоев на некоторых местах. Ну как? Давай ставить вообще все вопросы так. Типа, пацаны, насколько вреден гепатит С? А то у меня он вместо организма. Или там, пацаны, насколько вредно жить без рук? Или там, я не знаю, насколько вредно быть посетителем хоркача? Вот это вот все. Типа, ты можешь с этим жить, но не сильно долго. Скажем так, не сильно качественно. Например, Анончик, можешь загуглить такой замечательный класс заболеваний, как различные микозы. Скажем так, плесень, в принципе, если твой организм здоров и бодер, и у тебя хороший иммунитет, она не опасна. Она совершенно хорошая. Что такое плесень? Это всего лишь грибы. Что такого? Ну, вот если в твоем организме что-то случилось, какой как-то иммунитет дал сбой, что-то пошло не туда. Вот. Плесень начинает расти в тебе. Например, в твоих легких. Удалить ее оттуда, ну, можно примерно никак. Так. Вот. У меня что-то, батя, от твоих историй, типа, что будет? Да ничего. Это как мне, батя, такой говорил. Ой, да что там? Лечишься. А я недавно простужный ходил. Лечишься своими таблетками. Вот. А я обычный эстрамон жрал. Вот. А на то, чтобы организм сам справлялся. Я что-то проиграл в этой фразе. Я говорю, батя, вот смотри, вот там у тебя будет какая-то мутация, иди лется. Будет, будет рак. Говорю, и что? Говорю, тоже скажешь, что пусть организм своими силами справляется. Но, по идее, из-за этого имитация и произошла. Вот он своими силами справился. Теперь новообразование давит на здоровые органы, перекрывает им кровоток. Прикольно-то все. Вот. Но с такой гомеопатией и, блядь, отношения к собственному здоровью, я немножко, ну, не то что подвыпал, но это как-то удручает меня. Вот подсказывают, что плесень из легких удалять можно. Например, прямо с легкими вместе. Да, такая операция существует, когда кусочек легкого берут и вырезают. В принципе, можно не вырезать. Правда, долго будет это все происходить у тебя. И больно, очень мучительно. Вот. А так, в принципе, ничего страшного. Вот. Вот. Ну, раньше, в старину, когда вот эту черную плесень просто только-только замечали, хоть немножечко, домик нахуй сжигали. Ну, так, на всякий случай. Вот. Это вот насколько эта плесень вредная. А еще есть спецпроект Первого канала. Смотрите на ОРТ. Документальный фильм. Плесень! Ну, как-то так. Ламинат на балконе. Ламинат в ванной на стене. Что за наркоманы в эфире? Это не наркоманы. Это вот строители по десебле. Вон у меня мамка по десебле все. Да, плюс ты... Это дети строителей подешевле. Это дети строителей подешевле, чтобы выглядело побогаче. Подпишет еще. И сыр плохой с плесенью. Я больше скажу. А, в кефире есть грибки. В хлебе есть грибки. В пирожках. Что? В вашках... Блядь, сука, сбился. В вашем пищеводе заживо гниют живые организмы. Вы убиваете каждую секунду миллионы организмов. И их трупный яд отравляет вас. Кислород разрушает ваши клетки каждую секунду. Кислород сильнейший окислят. Кислород окислитель. Кислород используется в ракетах, чтобы сжигать тысячи тонн топлива одномоментно. Вы им дышите каждый день. Все, кто пили воду когда-либо, умирали. Монооксид дегидрогена. Страшнейший яд. Правда. На разе она не... Еда – это излишество. Жрать – это излишне. Не жри, не жри, животное. Не надо жрать. Тут должен быть наш почтопек. Похоже, он спать пошел. Я пек пенгуешь. Так, сразу видно, что это диван. У меня была плесень на деревянной двери в ванной. Сдирал краску советским утюгом. Покрасил заново. Лет 10 никакой плесень. Я ведь должно было прорасти. Совершенно не обязательно. Как это работает? Я тебе могу рассказать. Плесень должна что-то кушать. Плесень – это грибы. И они что-то должны жрать. Древесина, целлюлоза. Обои у нас бумажные. Ой, как вкусно. Древесина, то бишь мебель, там всякая ДВП, ДСП – это та же самая целлюлоза. Ой, как вкусно. Вот. Если у нас есть вода, то бишь повышенная влажность и что-то вкусное, вот оно и заводится. Если ты дерево покрасил, то, скорее всего, ты прекратил доступ влаги ко всему этому. Соответственно, жрать-то нечего. Точнее, жрать-то есть что, а запивать-то нечем. Вот. Тем более, ты утюгом прожарила его. Предположительно, сделали невкусной эту дрянь или вот несъедобной. Я же говорю, когда доску обжигаешь, она уже не подвержена плесне никакой. Так же, кстати, здесь огнемет. Я не просто пошутил. Огнемет – реально хорошее средство. Вот. Так же залить стены эпоксидкой – тоже отличное средство против плесени. Пускай он там внутри где-то живет, развивается. Насрать. Вот. Так. До теплицы из поликарбоната перетягивал теплицу каждую весну. То, что не рвалось, то трескалось. Какой пленкой ты это делал? Он у меня в двухсотка валяется. Я не знаю, в какой мороз ее нужно ебать, чтобы она потрескалась. Так. Привет. Хотел вам напомнить, многоточие. Я вас ненавижу. Ну, пожалуйста. Тебе настолько похуй, что ты не можешь молчать. Да. Это ты. А помнишь, мы всем классом нассали тебе в кружку? Ты отхлебнул и сказал «Ай, как вкусно!» И попросил добавки. Я узнал тебя по твоим шизоидным высерам. Блядь. Так. Пишут нам. Зачем тебе линялые, отсыревшие медведи? Их покупают тянучком в подарок. Кому нужна дома двухметровая дура? И выкинуть жалко. Вот они и сидят... Кому нужна двухметровая дура дома? Мы ему бачили. Кому нужна двухметровая? И выкинуть жалко. Вот они и сидят у подъезда, пока муниципалитет, наконец, не вывезет. У меня вопрос. Почему тянучки сидят у тебя около подъезда? И почему муниципалитет занят проблемой вывоза тянучек? Мне, например, это совершенно непонятно. А что касается линялы и отсыревшие, так же детям. Все лучшее детям. Очевидно же. Ну, а если серьезно, я не знаю. Я, наверное, извращенец какой. Но мне нужно кого-то обнимать, любить. Вот это все. Я бы с радостью обнимал двухметрового медведя. Есть только... Все хуйня. Что хуйня? Все хуйня. Обнимать, любить. Ты просто... Ну, на самом деле, тебе есть зависть. Потому что до первой тянучки все это так кажется, что что-то хорошее. Но на самом деле нет. Праздник лучше, чем ожидание. Погоди, погоди. Причем здесь тянучка? А, хочешь обнимать снег? Я же сказал. Большого двухметрового медведя. Для главного машины с ним не садись, и все нормально будет. Ну, так вот. Значит, о медведях и о обнимании. Мне реально хочется кого-то обнимать. Причем не столько грудями и руками, сколько почему-то ногами. В детстве я обожал... У нас такие были, знаешь, валики. Вот, рядом с кроватью, в изголовье. Вот я любил на эти валики забираться. И вот ногами их зажимать, руками и лежать на них, как на бревне. Вот. Периодически то же самое я сейчас делаю с одеялом, там, или вообще вот что-то такое. Не знаю, отчего. Какой-то вот инстинкт во мне, наверное, что вот хочется что-то между ног зажать и обнять кого-то. С подушкой я это делаю сейчас. Ну, вот это вот все. Может быть, я извращенец. Я не знаю. В принципе, для пущего счастья я бы купил себе двухметрового медведя. Стоит, значит, в районе трех тысяч рублей. Вот не так давно видел. Большой, тяжелый. В принципе, идея неплохая. Но! Ёб твою мать! Как они воняют! Блядь, сделайте мне медведя двухметрового. Пускай он будет вместо шерсти, на нем будет чистый, нормальный, там, не знаю, хлопок. Вместо вот этой ёбаной пластиковой шерсти. Она же, сука, блядь, воняет, чем не поймешь чем. Не то фенолом, не то краской, не то еще какой-то ёбаной сраной поебенью. Под мехом какая-то твердая, совершенно неприятная на ощупь ткани. Это даже тканью назвать нельзя. В общем, какая-то полная поебень. Руки там, ноги у медведя, голова скреплена какой-то твердой пластиковой хуйней. Вот ты что-то мягко обнимаешь, и хоп, хуя, кусок пластика. Очень удобно, блядь. Десять, блядь, из десяти. Вот, у меня, у меня вот непонимание. Да, я могу выкинуть, там, три тысячи, пять тысяч. Купить себе такую докимакуру. Да похуй. Ну, ну нету, нету. Дайте мне нормального, подстриженного медведя, из нормальных экологических материалов, сшитого. Нормально, блядь, сука, ненависть. Нормального медведя, из приличной семьи, не пьющего, не курящего, блядь. Интеллигентного. Который матом, сука, ёбаная, не ругается, блядь, как последний, сука, сапожник. Пиздец, нахуй. Да вообще охуели. Вот, так что, если бы медведь был из льна, там, или из хлопка, я бы с удовольствием бы взял его. Вот пишет, ты что, брился и мылся? Моющийся медведь, это, конечно... Мне вот вчера подсказали сделать пир-ту-пир, к пир-ту-пир-форточкам в комплекте пир-ту-пир-секс-игрушки. Человек, так, на пять. Вот. Ну, а сделать моющихся медведей... Ребят, я ведь ардуинщик. Мне же... Мне нельзя такие вещи шутить. Так. Всего за 100 баксов ты можешь купить медведей в магазине подарок в своем городе. И за 50 баксов на Али. Правда, не факт, что они наполнитель дадут. Так вот, я же говорю, они уже с дополнителем здесь стоят всего тысячи три. Вот. Это 50 баксов. Это не проблема. Но они же говно ебаные, сраные, блядь. Я, кстати, купил себе новую постель. Замечательно. Постель купил. Постельное белье можно купить, там, не знаю, простынь за 500 рублей. А я вот купил весь комплект. Это две наволочки, это поддеяльник, это простынь за 450 рублей. Ну, думаю, замечательно, круто, а чему бы и нет. Вот. Ну и что вы думаете? Эта хуйня порвалась, ну, не знаю, начала рваться буквально через неделю. Сейчас нижняя часть простыни, которую я закрепил еле-еле, покрылась ебанными, блядскими, черными катышками с моих ног. Обычно, когда грязными ногами залазишь на постель, у тебя вся простыня отлично черненьким цветом покрывается. А это вот, я теперь сплю на ебаной терке. Без трусов спать очень неудобно. Вот об эти черные катышки, хуй, знаешь, можно легко поцарапать. Пишут, скупой платит, дважды платит. Ну, блядь. Более-менее. Комплект белья. Такой, знаешь, ультра-бомжвей-квалити. Но что-то уровня больницы стоит уже от двух тысяч. Вот. И это сейчас. То, что мне нравилось, я находил в магазине элитного белья лет пять назад за те же две тысячи. Но это было лет пять назад. Еще при старом курсе доллара было. То есть сейчас он должен стоить тысяча четыре. Но, поскольку сейчас за тысяча четыре белье никто покупать не будет, то такого класса товара просто нет. И везде вот это ебаный обязь с ебаной синтетикой. Причем оно, сука, крашеное-перекрашенное. Я его два раза, блядь, варил. Я его вываривал с хлором. У меня кожа все равно красная. В цвет этих красненьких ебаных цветочков, которые на ней нарисованы. Когда первый раз я варил, это был, блядь, красный компот. Словно, я не знаю, словно я крови в ванну налил. Когда я эту хуйню стирал. Это просто ебаный, блядь, пиздец. Дайте мне нормальную, некрашеную, блядь, постель. Купи, сука, ткань. Ткань некрашеную белую тоже хуй купишь. Нет, я нашел хорошую некрашеную ткань белого цвета, которая мне приятна на ощупь. Есть проблема одна. Один погонный метр этой ткани стоит полторы тысячи, сука, рублей. Вот. Вот у меня как-то боль от этого. Самая дешевая цветная ткань, которую я находил, хлопок чистый, 370 рублей за погонный метр. Это самая дешевая, блядь, ткань. Ну, в принципе, я могу себе просто не сделать, но это нужна машинка, нужно как-то края подровнять. Сложно, короче. Вот, поддеяльник как-то нужно вот скрепить. Вот нам пишут, я не про пир-ту-пир говорил, а я про последовательный, как в стерах коаксиалах. А, ну ладно. Так. Жизнь, размер, детские куклы, любовник, девочка, игрушка. Материал хлопок. Фичерс, эдюкейшнл. А что, отлично. А сколько стоит? Я, наверное, куплю. Сплю на терке. Терешься и мурлыкаешь? Нет, матерюсь. Вот. А еще у меня из матраса торчат пружины, блядь. Я купил пассатижи специально, чтобы загибать их. Но пружины хуй загнешь. Так вот и мучаюсь. Алса, когда я купил какую-то белорусскую терку, от которой хуй, блядь, шильдик отклеишь, я ее реально положил вниз кровати, где вот ноги у меня, и точил в нее пятки каждый день. Охуенно. Лежишь такой и пяточками раз-раз-раз, раз-раз-раз по терочке. Божественно было. У тебя морожевая кожа? На пятках, да. Вот. Я недавно ебанатом занимался, откровенным. Ну, как недавно, наверное, в июле месяце. Я заметил, что у меня от тысячи шагов в день ножки превратились просто в какой-то пиздец. Вот. Какие-то каменные, блядь, мозоли. Я, в общем, решил эту проблему... Ну, как мне казалось, что я ее решаю просто, блядь, гениально. Я, в общем, положил в тазик, вот, немножко отмочил, и начал засовывать под вот эти вот гигантские мозоли ножницы и отрезать их изнутри. Я любил это делать бокорезами. Ну, я вот там... Ну, такие вот сантиметровые аж слои, мозоли, наверное, полсантиметра где-то. Вот. Ну, я, скажем так, дня три я ходил очень-очень немного. А потом что было? Ну, потом потихоньку начали заживать, и теперь у меня вот опять кирпичи на чуть поменьше в ногах. У китайцев есть какие-то интересные пластыри против этой хуйни? На аллее продается в большом ассортименте. Бля, я не знаю, я просто хожу слишком много. Вот, особенно последний годик. Ну, хуй знает. А еще, сука, купи пемзу. Ты знаешь, что такое пемза? Уже. Ну, вот на тот момент у меня не было пемзы, а сейчас у меня их аж три штуки. Вот. И вот, знаешь, что-то вот мелкая тюрочка такая остренькая очень хорошо работает для пяток. Вот, котирую, реально. Ну, вот. Там, ну, там не только пятки были, там вот. И ближе к носку. Ну, в общем, все, что прикасается поверхностью. Ах, да. Насчет того, что... Сейчас кто-нибудь выгорит. У меня родня котировала следующую процедуру. Нужно взять носок. Ты приготовился уже? Да, я уже... Под себя вот сейчас обратно их засуну. Значит-то, нужно взять носок, нассать на него, надеть это на ногу и в полиэтиленовый пакетик, чтобы не уходила вот эта самая волшебная жидкость. Значит, пакетик перевязать резиночкой. Вот. И на ночь оставить. Так вот. Поспать. А на утро можно ножки пемзой пройти. А носать обязательно, да? Да, моча обязательно. А другая жидкость не котируется? Нет. Нужна урина. Урина – это вот уринотерапия. Вот это вот все. Ну, в общем, темой следующего нашего разговора будет зачатки депрессии. Вот. Полчаса назад мы слышали, как я скрушался о всяких пластиковых лебедях и прочей херне. Вот. И на самом деле это было хорошо, потому что я ощущал живую эмоцию Ботхёрта. А сейчас от твоей истории я ощущаю то, что ощущаю за 23 часа в сутки минус полтора часа сна. Ага. Просто смотрю на этот блядский цирк и мне как-то похуй. у меня какая-то просто апатия в силу этого. Ура! Ты не хочешь теперь никого сжигать! Я спас это общество! Не, у меня вот эти вот приступы, что я хочу вот что-то там вот нести людям светлое, там, говорить там, что они ебанаты, они вот где-то вот на час меня переключают, вот, а потом меня снова возвращает эта блядская апатия, и я не знаю, что с этим делать. Типа, я вижу, что вокруг меня кто-то творит хуйню и максимум, что я могу с этим сделать, это ну, хуйня. Ну, окей. Меня это не касается. Ну и ладно. Типа, эволюция его накажет. Вот, я не знаю. Вот он хорошая позиция, эволюция его накажет, а сам не суйся, не марайся. А эволюция его не накажет, увы. Ну, окей. Все равно мы, или поздно, все, вселенная достигнет тепловой смерти, и нам пизда. Ну, не скажи. Побыстрее бы это было, но, к сожалению, мы этого не застанем. Не, почему? Вполне возможно, что мы сумеем, значит, перевестись в свое сознание в цифровой вид, мы сумеем запустить ебаную ракету к Альфа-Центавре. Наша вселенная, конечно, сдохнет от тепловой и смерть там, и вот это все, но мы-то уже будем хоститься на Альфа-Центавре. Начальник, начальник. Альфа-Центавра это тоже хостится там же. Тут прикол в том, что ты это просто кучка аминокислот приспособлива жить в определенной температуре. Нет, у меня еще есть эстейт. Я личность. Ну, короче, я предлагаю просто считать все протеины и все. Человечество в современном виде существует всего 2000 лет. Это какого-то 2000 лет. А по масштабам Вселенной очень мало. Следующий... Если мы переведем свое сознание в цифровой вид, нужно ли будет этому сознанию делать какие-то привычные вещи? Появятся ли, например, цифровой ремонт обуви или цифровые баррикмахерские? Наверняка. Наверняка цифровое видо. Что-то я хотел сказать. А что я хотел сказать, забыл. Цифровая не соснули у аналога бонус. А потом мы спросим себя. А не в эмуляции или мы живем? А? А потом уже в другой эмуляции мы спросим себя. А не в эмуляции или мы живем? А потом кто-нибудь хакнет эмулятор и получит источник бесконечной энергии! Блядь, начальник вот осознает однажды, что он живет в эмуляции и вырубит ёбаный чит-энжин вот в ангуре. А-а-а! Что-то я хотел пошутить, но уже, блин, с мысли сбился. А он, который находится в депрессии, а ты не хочешь сходить к врачу? Я сначала уже пришел. Нет, это еще не депрессия. Это так. Это легкая апатия. Нет, понимаешь, я тоже поначалу думал, что это не депрессия, но состояние сгублялось. Ну, чувак, я полугод назад пережил тревожный невроз с вышками каждые сутки по большей части дня. Так что мне как бы не сильно страшно это все. Вот. Это всего один диагноз. Ну, ничего, давай мы продолжим. Я уже пришел. Давай продолжим. Ты, например, видел на Ютубе то, что содой можно лечить все болезни. Да, мимо полоскаю содой зубки. Вот. Каждый день я, кстати, находил клевый способ отбеливания зубов с помощью подсолнечного масла и соды. Блядь. Я до сих пор А как оно должно работать ты, ебанно? Ну, как? Мне кажется, сюда стоит добавить варену. Да, обязательно. Мне кажется, надо урину в рот повтору добавить. Ну, ладно. Ну, в общем, замешиваешь масло, соды и состояние зубной пасты, ну, и чистишь этим зубы. Я до сих пор, я это, помнится, делал лет не знаю, сколько, сколько лет, больше 20 лет назад, это уж точно. А Ванга тебе уже предсказала, что в 2018 году? Нет! Ну, в общем, я этот вкус до сих пор помню. И вот из-за таких свежих интересных трендов я нашел новый тренд лечения всех заболеваний, почти вот абсолютно от всего. Это заворачивать части тела, которые у тебя болят, там, голову, ноги, руки в алюминиевую фольгу. Я вот сейчас подумал, а что если совместить эти технологии? Значит, знание древних, когда нужно в носочек пописать, в общем, желательно мочу брать такую поядрёнье с утра, вот, выпаривать её, как полагается, вот, потом наливать в носок, надевать это в пакетик, а сверху ещё, значит, со фольгой заизолировать и так спать. Значит, есть такое средство от всех болезней, титановая ванна с жидким железом. Ну, в каком магазине? Принимать один раз в день. Больше вам не понадобится, в принципе. А где можно, в какой больничке делают такую процедуру? Кто захочет, тот найдёт. А, ну, вот, видишь, постоянно что-то приходится искать. Вот, напишут, носок должен быть цинковым, да вроде обыкновенным. Чистый или грязный? В случае носков носок не может быть и чистым, и грязным. Это дуализм носков. Ну, думаю, всё-таки, что мягкий. Ну, пишут, а циркониевый браслет, а лечебный магнитик, а обероны. Ну, смотри, циркониевый браслет тебя лечит, как и лечебный магнитик, потому что лечебный магнитик есть в циркониевом браслете, а обероны они всего лишь диагностируют, они ничего не лечат. Но ты ведь не можешь лечиться от неизвестной болезни, поэтому сначала ты должен диагностироваться оберонами, и вот уже потом тебе подберут под твою болезнь специально заряженный циркониевый браслетик. Возможно, даже два, если у тебя разные болезни найдут. Очевидно я думал болезнь находят доктора. Такая это киллер еба была. А вот если бы заряжали урину в банках, представляете, с этой жидкости можно было города нахуй странно захватывать. Было прикольно. Я, кстати, помнится неделю не выливал свою урину из кастрюльки, так она через неделю красной как кровь стала. Поздравляю, она что-то диагностирует. Урина красного цвета? Да. Начальник, у тебя окно есть? Ну? Реквестирую нас ссать в банку и завтра сделаю отчет покраснеть ли моча на солнце или нет. Ой, эта банка чистая нужна, это сложно. Да можно не особо чистую. Тебе просто маленькая тара какая-нибудь нужна, что-то прозрачная. Что-то у нас поставить в банку. это сложно. А ты про ту кастрюлю говоришь 11 литров. Чё-чё-чё? Ну, ты говорил, что у тебя кастрюля 12 литров. Ты в эту кастрюлю ссал? Да. Точнее как. Я, ну, не прямо в эту. У меня они периодически сменяются, эти кастрюльки. Но, да, это было кастрюлями литров на 10. У меня меньше кастрюль просто нету. Вот, не бывает. И вот в какой-то из предыдущих кастрюлик я ссал, да, потом помыл. Сначала с ферри, потом, точнее, не с ферри, с аосом. Потом с содой так прошёлся, и всё, можно готовить, кипятить там что-то. Я вон буквально вчера жрать хотелось, пришлось кастрюльку мыть. А до этого я готовил там капусту, свёклу и петуха. Вот. Петух, естественно, прокис. Вот, кстати, повторюсь, я уже говорил это, но ещё раз повторюсь. Берёшь, не знаю, килограмма два ферша, варишь его, ну, вроде бы жирок есть, вроде наваристо, вроде вкусно. Вот. Но плесень и какая-то пиздецома там не заводится. Сварил настоящего петуха окорочков, оно, оно живое, там жизнь. Вот, что значит натурпродукт. Так вот, ты изобрёл антисептики только что? Не знаю, что я там изобрёл, вот, но вот буквально вчера мыл, пришлось вытаскивать руками, потому что я себе ещё раковину засрал, вот, там, смотри, куски мяса от этого петуха остались, недоедены, прям жалко было выбрасывать. но я её помыл сначала с аосом железной такой, губочкой, вот, потом соду, и вот я сегодня питаюсь макайонами второй день. Блядь, ты такие паузы не делай, пожалуйста, а то, там было куски мяса, блядь, плесени, и вот я сегодня питаюсь. у меня питаюсь макайонами, причём, значит, вчера я эти макайоны сварил, вот, но у меня же нет холодильника, и я вот, значит, сливаю воду, наливаю холодной, холодная вода как холодильник, потом снова разогреваю до кипяточка, и так оставляю, сливаю холодный, сливаю, в общем, я их раз пять сегодня варил, за эти сутки точнее, и вот они разварились уже совсем в говно, но я добавил туда консервированного горошка, растительного масла, соль перемешал и съел, через два часа оно из меня вышло, но мне понравилось, даже вкусно. Значит, сегодня у нас будет жрочблок, что в моём холодильнике, пачка яиц, горчица, борный спирт, ядно морковь, а плесень морозоустойчивая, почему я это всё, я вот на самом деле сколько твои, блядь, сколько, сука, ёбаная, сколько твоей истории слушал, вот там, годик, наверное, садинство, так, всегда, всегда удивлялся, как ты живёшь без холодильника, как так можно, как так, опять, да вообще, вот, в итоге, в этом году я всё осознал, и теперь не знаю, что делать с холодильником, потому что там нет нихуя, а, там щипачка фарша наверху. Ура, ты созрел до меня, ты дожил, ты осознал, ееее, у меня тут отказывала голова, и я, в общем, перешёл, так как-то, в тенёчке, на японскую модель готовки, я вот готовлю на один приём пищи, я вот потерял так 20 килограмм жирка, и, в принципе, в целом, жизнь-то наладилась, мне очень понравилось. А сколько одна порция у тебя? Так что, я теперь не понимаю, нахуя вообще в холодильнике нужны, потому что хранить там жрачку, я не знаю, я готовлю вот на один приём пищи, и мне норма. Ну, я готовлю 10-литровой кастрюльки? Кроме масла, нахуй тоже не нужны. Я тебе скажу так, масло отлично хранится и без холодильника, даже сливочное. Ну, короче, вот единственная проблема, это вот масло, вот, а всё остальное, ну, молоко, там, молочек тоже, да, вот, а всё остальное, как здесь, нахуй. Ну, ты, холодильники не нужны, сокрыл трет. Вот, а он осознал, «Хей, мэн!» Вы нас слушаете 5 часов в 55 секунд! Такой-то марафончик. Значит, по поводу холодильников, я не знаю, честно говоря, что там хранить. Вот у меня, как бы, опыт моих родственников, у всех, в холодильнике куча всякой поебени. Какие-то бульоны, травы замороженные, там, укропы, хуёпы. открываешь... Вонища! Вот, да. Ну, кстати, я открыл для себя страшную, страшную, страшную тайну. Вот, вам открыть страшную тайну. Какая? Это в продолжении темы жроча. В общем, я сколько жил, вот, не думал, что в такой ебанасовый падал, меня всегда интересовал вопрос, почему в странах и Сангловии так сильно распространены всякие ебучие маринованные огурчики, помидорчики и прочие консервированные залупы в банках. И я, я вот искренне думал, нахуя люди этим занимаются, причём по инерции занимаются ещё 30 лет, вот у меня мамка стала эту хуйню закручивать, вот, хотя она вроде совсем уж позднего совки-то развелась, вот, я думал, нахуя вот этим люди, вот этим кардокультом, блядь, занимаются, типа, на зиму запасаться, да, магазин-то есть, типа, блядь, по энергии дешевле просто купить ёбаных огурцов в магазине, вот, они не будут там, блядь, мыть себе консервированные, короче, страшная тайна оказалась примерно страшная истина, оказалась примерно такой, во всём виноваты клятсовки и ебучая плановая экономика, потому что при переходе экономики на такие интересные рельсы, план, наебнулась первым делом, как всегда, логистика, и мудрые совковые дяди ещё в 20-х годах придумали, как просто и не особо думая, без задней мысли хранить овощи, фрукты, тупо консервировать, их можно легко транспортировать, их можно годами хранить на складах и вот вся этой хуйней заниматься. Ого, и с тех пор мы можем лакомиться такой охуительно полезной нямкой, как консервированные грибочки, блядь, огурчики, помидорчики и прочая срань. Ну вот, я здесь с тобой уже не согласен, ты какой-то реально ботхёртный опушенец, вот, там подпишут, своё с огорода натуральнее, и здесь я согласен, я вполне вот, люблю маринованные огурчики, маринованные помидорчики, они у меня есть и свежие, но я люблю, блядь, маринованные, а ещё я, сука, люблю маринованную капусту. Ну, на вкус и цвет товарищей нет, мне не надо. Так вот, пошёл нахуй с тому, что это срань. А теперь я вам расскажу историю о том, что это действительно срань, если это покупать в магазине, потому что своё, с огорода, ну, хуй знает, натуральнее оно или не натуральнее, вот вам небольшой краш-тест. Значит, сопокупаем маринованную капусту. Ну, а что там, я люблю капусту с морковкой, там, покрошить туда варёные свёклы, вот, майонезика, конечно, или растительного масла, жрать с хлебом, урчать. Я люблю это, там, зелёного лучку зимой, вообще ништяк. Но покупаешь ты эту ёбаную капусту, и что ты видишь, блядь, а она нихуя не кислая, она нихуя не солёная. Ты приходишь в магазин, говоришь, что за хуйня, тебе говорят, ну, ещё не просолилась, ааа, ну ладно, хорошо, а мне жрать что сегодня? Я сегодня купил три килограмма этой ёбаной капусты, мне что, ждать, пока оно просолится, блядь, ёбаные пидорасы? Я просто, у меня подхёрт не от того, что это как-то там невкусно, или что-то такое, у меня подхёрт от того, что это делается, блядь, в промышленных масштабах, такие, знаешь, как будто мы реально там к ядерной зиме готовились. А что, это правильно? Ты знаешь, вот если бы у меня были условия, я бы этим занимался. К сожалению, последний раз, когда я пытался закатать огурцы, во-первых, это получилось очень дорого, во-вторых, у меня по всей квартире летали мухи. Вот, а так, я бы сам занимался консервацией, честное слово. Вот, у меня все баночки ровно за зиму ходят, только сок может встать. Вот, вот два чуют этого товарища. Хорошие баночки, они хорошо уходят. Значит, идем дальше. Огурцы соленые. Значит, если брать промышленные огурцы, они стоят что-то в районе там 70, а то максимум 100 рублей за трехлитровку. Ты такой думаешь, вау, круто, огурчики всего 100 рублей за трехлитровку, то нахуй их консервировать, нахуй-то вот этим заниматься три килограмма огурцов как раз стоят 100 рублей. Ах да, их же там меньше, там же объем. Мы берем, открываем баночку и вот нам правильно писали, мягкое говнище. Ими, блядь, не похрустеть, ими, блядь, рассол не выпить, это какое-то ебаное, сраное, сраное поебень. Не, ты можешь, не, не вата, это... Брала клянка себе на закусе, угостила меня, ну как, я купил клянки на закусе, так вот, огурцы, потому что я-то не панат, а ей типа норма. Вот. Вполне похрустел, не знаю, в чем твой сейчас поясню. Вот нам пишут, вата, не вата, а именно мягкое говнище. Берем ту же самую банку, трехлитровую, огурцов, у какой-нибудь бабки. Но уже не за 100 рублей, а за 300. Огурцы хрустят. И бульончик этот рассольчик, а, а, ядрененький. Вкусно, но уже 300 рублей и у бабки. Можно пойти в супермаркет, купить каких-нибудь ебаных кормушонов французских в маленькой баночке рублей за 400. Хрустят, заебись, но по таким ценам я что-то ебал. Про помидоры рассказывать? Про грибы у тех же бабок рассказывать? Нет, про грибы я расскажу обязательно. Значит, я просто не фанат, поэтому я автоматически говорю, да? Значит, ты просто мудила, вот чего я скажу. Значит, идем за грибами консервированными. консервированные грибы у нас представлены широчайшим выбором из Китая, Вьетнама, там, ну, что-то вот такого. Вот, и, конечно же, это ебаные! Нет, это уже даже не шампиньоны, это опята, блядь! или еще последнее, что я брал, это ассорти! Грибное ассорти! Ну, ну, хоть что-то из этой банки я съем. Дрянь редкостная, жрать нельзя это! Реально думаешь, вот, я купил эту банку, половину хочется выкинуть сразу, но жаба говорит, ну, деньги же плочены, надо доесть! Идем к этим ебаным бабкам. Берем у них трехлитровку, трехлитровка стоит тысячу, может быть, полторы тысячи, правда, это уже цены старые, я не удивлюсь, если они сейчас будут три тысячи просить, и покупаем банку каких-нибудь волнушек. Божественно! Охуенно! Красивенькие сопельки вокруг каждого грибочка, целые! Аллилуйя! вот, ну, еще можно купить помидор, там, собственно, даже рассказывать про них ничего не буду, скажу, что там, блядь, три с половиной помидора на три литра компота помидорного, все! Я кончил, поэтому свое с огорода натуральнее, да, действительно, блядь, сука, оно свое с огорода натуральнее и, сука, вкуснее, и если у меня будет в Бетардске производство огурцов помидора, я обязательно буду мариновать банки, и похуй, на зиму, на осень, на весну, или их через месяц сожрут, похуй, я этим буду заниматься. Так, похуй же, похуй. Мне просто было интересно всегда, откуда это явление отрезало такую дикую массу. А вкусно, блядь? Бля, ну хуй знаю, как по мне, ебань. Вот вообще. Вот, ну может, это я просто не фанат. Это просто ты ебан. Это же ебан. Так, к вашу капусту прям ща ебанно. Заебался пять часов уже ебан, что спина болит, палец порезал на такую, не купишь, в магазин ходить не надо, нонечка еще, да, и да, я родился в позднем совке, да, а еще я москаль поган. Вот я тоже капусту сам квасил, но в последний раз что-то не получилось. Вот уже два года она в кастрюльке лежит, всю эту кастрюльку боюсь открыть. А Шио, как там разница? Это ты меня Шио назвал, да? Ну, я помню Шио, он брал себе дешок разницы, хватит, что теперь на него он решил ему порезать. В общем, тут есть Шио, а это его клон-близнец. Вот нам пишут, зависит от магазинной производителя. В пластиковых ведрах очень годные попадаются. Причем, более годные, чем моя мамка делает, например. Ну, это, видимо, как получится. Кстати, вот соленье из пластика, ребята, что, блядь, серьезно? Вы что, охуели, что ли, а? У меня, кстати, есть, была как-то раз какая-то какая-то ведерка столь квашечной капусты или еще какой-то ебатой. И мне это внезапно доставило. Я понимаю, что в качестве консерв пластик как-то подозрительно, скажем так, сойдет. Вот. Но в плане того, что это была еда, это была охуенная еда. Мне прям доставило. Помнится, была у нас трехлитровая банка грибов, и вот эти грибы нужно было придавить, чтобы они в рассол ушли. Мамка вырезала из пластиковой пэт-бутылки какой-то пресек и вот туда утопило. Блядь! Я матерился, она говорит, ну, раз не ешь, значит, жрать не хочешь. Я говорю, очень хочу, но этой жрать я больше не буду. Вот как-то так. И я не жрал это. До сих пор помню. шутки проложенные опята. кимча. Отличная, кстати, идея. А еще есть маринованная морковка, например, или соленое сало. О, да! Соленая свинина в целом. Вот это вообще замечательно. Так, так что на маринованные продукты ты, сука, блядь, не гони, тварь, ебаная. Да, из пластика, да, серьезно, оно там неделя лежит. Из бочки расфасовали, ты пришел и сожрал, завтра еще купил. Ну да, производитель сменился и снова ебаная лотерея. Ой, у меня сменился склад. Теперь я не могу макарон купить. Ой, морская капуста, господи, я не могу купить морскую капусту. Вон, мне анончики говорят, морская капуста это десово, там стоят копейки. Пошел, нашел самую дешевую эту ламинарию за 28 рублей, при этом мне сказали, а что это вы столько хотите денег заплатить за нее? Она стоит 35. Я говорю, что? Вот ценник, блядь. Начальник к макарошкам обычно получается даже выгода на 10 рублей. Но эта хуйня происходит раз-ку, пара года. То есть годно, 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 что еще как-то нет, нет, я больше это жрать не буду, еще нового производителя. А у меня было проще. Я покупал макарошки в 30-килограммовых мешках. Бля, клево. Вот. И, ты знаешь, я купил мешочек макарошек, мешочек в 5 картошки я купил, ящик трилука, ну, как-то так. И не то, чтобы это слишком дешево выходило, или там какие-то скидки большие, ну, там скидки, извини, там 3 копейки более. Главное то, что я это покупал раз в год. И я знал, что... Когда-то я тоже любил не выходить из дома. Вот. Я покупал два ящика сайры, до сих пор кого-нибудь вспомни. Мы тоже помним. Да. Вот. И я ебал. Значит, все кризисы, все финансовые ситуации, я ебал погоду, я ебал все, что можно ебать. Вот. Сейчас у меня... Я не знаю, как это назвать, это не проблема, потому что проблему можно решить, а вот то, что у меня случилось, как решить, я не знаю. В общем, есть три производителя макарошек, которые продают в местном магазе. И вот один из этих производителей поднял цены внезапно. Подозреваю, что поднял на три копейки эти цены. Вот. И контора, которая занималась перевозками, сказала, ну, они цены подняли, товар теперь не ликвиден, у нас это никто брать не будет, мы их, короче, больше не возим. Вообще. Зато у нас есть великолепный выбор из двух производителей. Говно и полное говно. Блин, как хорошо, что я не на севере от Москвы, а в таком бизнес-хозяйственном регионе, где у нас все свое и все родное. Вот, так что теперь я остался без макарон и вынужден покупать по пачечке, каждая пачечка 400 грамм, как быдло. пиздуй на местный рынок, отбирай. Че, блядь, это ж ебать не может. Че? Пиздовать куда? Говори в микрофон! Пиздуй на местный рынок же. Там, у тебя один он, что ли, на всему хасрань. Не знаю, а че там искать? Другие макарошки, потому что 400 граммовые, это ж, блядь, пиздец, оверпрайс. Ну, не оверпрайс, всего раза в два я переплачиваю. Если тема... Нихуя себе! Ну, вот так вот, в магните они стоят 18 рублей за 400 грамм. А, тема карошки, что я котировал, стоили 20 рублей за килограмм. А, макарошки, они плохие по вкусу были? Или из-за того, что они там плохо варились? Скажем так, те макарошки, которые говно и говно есть, они произведены в двух таких регионах, из которых лучше ничего не есть. Чернобыль? Ну, не Чернобыль. Ты думаешь, он у нас тут один, что ли? Что-что? Ты думаешь, у нас Чернобыль тут один, что ли? Их тут как минимум три. И плюс еще есть всякие местные филиалы пропала и прочего. В общем, не надо вот такие мне макарошки. Зато я теперь кушаю макарошки элитные, их можно пять раз подряд варить. Говно, конечно, получается, но ура! Вот. И где мне закупить вот тех нормальных макарошек, я не знаю теперь. Их, похоже, нигде. Не, ну как, есть макфа, конечно, элитная. на самом деле. Нет, я покупал такие трехкилограммовые мешки, вот, а теперь у меня рядом, ну как, относительно рядом тут в районе построили сортов рынок, и я просто покупаю по три килограмма такие маленькие целлофановые пакетики. Ну вот, мне очень нравится. Сосованные руками тети сраки. Нет, их ебут в жопу за то, что они, если они даже попробовали подумать, что они сейчас что-то насыпят без перчаток. Ну вот, я раньше такое покупал как раз от тети сраки, и они насыпали без перчаток, и нормально было, все хорошо, но сейчас я об этом даже боюсь подумать, поэтому... Контрет стартует здесь. Вот, поэтому сейчас к таким магазинам я на километр не подхожу. Я не знаю, как в магазинах, как в кафе, что-то нет. не здорово, как в кафе. Ну, с инспекцией рекомендует просто чистить руки, а не использовать перчатки. Вот, в последний раз, вот как раз в этом магазине, где я обычно закупался, баба взяла у меня 100 рублей, и этой же рукой, пятернёй мне наклала макароны. Я так взял, думаю, что с ними делать? Думаю, есть я их, точно, там какой-то столик стоял, я этот столик положил и ушёл. Деньги оставил, думаю, бля, всё, я их есть тоже, точно не буду. Другой раз я купил, принёс их домой, они у меня пролежали дома где-то года два, я их выкинул. Потому что вову, блядь, иди сюда, вова тут умный какой-то, блядь, нашёлся, иди, посмотри на него, а ну пиздуй отсюда, вау. Ну, пиздуй, нет, я 40 лет так фасую, и всем нормально было. Кстати, когда я такое замечание сделал, рядом стоял мент, за мной сразу, что самое характерное, мент вступился за меня, баба начала гнать, вас много тут ходят, я, блядь, я в себе не успеваю. Мент такой, но вы-то должны соблюдать правила санитарные, ёбанно. Вот, а говоришь, плохие люди, хорошие, всегда на стаже порядка. Ну, ты знаешь, лучше бы их тоже не было, а лучше бы, вот, блядь, я почему покупаю 30-килограммовые мешки, я точно знаю, что баба-срака туда своими ручонками не полезла. Это основная, как бы, моя мотивация. Вот, а лучше бы людёв не было, ну, это да. И вообще, я хочу сделать робота-кулинара, это ведь не сложно, но у меня нет шиза-кухни своей. Ты хочешь сделать шиво? Нет, я хочу кулинара, а не пекаря. макарон в пачке ниже 17 рублей у тебя нету в городе? Самое дешёвое, что я нашёл по 18. 400 грамм. Удивительно, у меня в основном дешёвые стоили рублей 10, но это были макароны для супов. Ну вот эти вот для супов я как раз раньше и брал, они, кстати, гораздо лучше, чем вот эти. Ну, не знаю, меня всё устраивало вот эти макароны для супов. А, ну, я лично как раз думаю, что творить спагетти неправильно сложно. Надо их оставить надолго, забыть про них, чтобы вообще не мешать. А, да, купил Роллтон этот ваш злоебучий. Вот эти гнёзда Роллтона. Яичная лапша элитна. Вот, ну, думаю, надо попробовать. Да ведь яичная это же не вот Роллтон, который бомж пакеты по 3 рубля. Это яичная гнёзда 70 рублей пачка или 80. Ну, думаю, что? Ну, меня его там разговаривают долго. Взял рублей 40, ну, он получился таким вязким, противным. И я не смог его есть нормально. Вот, пишут, ты, Морозота, как свою её понадцать минут варил, небось. Так вот, яичную лапшу надо варить долго. Она, сука, долго варится. Ну, ладно, я её сварить-то сварил. Пакетиков, надеюсь, там не было. Я их пропустил, эти пакетики со специями, то они были, наверное, где-то внутри этого гнезда вмурованы. Так вот, вкус чистого пластика, запах какой-то хлорки. Я не знаю запах чего это был, но это точно, яичная лапша так пахнет точно не должна. Короче, единственное, что у Роллтона есть годного, это не их бич-пакеты, это их соевый соус. Там глутаматика ёбли, что очень, так знаешь, хорошо идёт. Вот, а больше от них ничего годного. Не, ну, бич-пакетами я их не питался, тоже нормально. Не, бич-пакеты их проигрывают каким-то местным бич-пакетам, которые дешевле и нажористые, и хрустящие. Ну, я вот... А вот соевый соус Роллтона это, блядь, божественно. Мивина это хохлядская. Мивина это хохлядская. Я вот где-то 10 лет назад питался Роллтоном, пока я окончательно не траванулся. Вот. Был норм, пока не траванулся. Что? У меня самый дешевый бич-пакет стоит 4 или 5 рублей. Я боялся просто брать, попробовать. Мне кажется, что если я послуговна, это будет стоить дороже. Да нет, ты что, охуел, что ли, 4-5 рублей? 4-5 рублей это они 10 лет назад стоили. сейчас бич-пакет стоит минимум рублей 12. У меня нэймы 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 стоят 12 рублей. У меня 5 рублей стоят. Прямо парадный день. Девочки, мальчики, даже если представить, что бич-пакет сейчас стоит 5 рублей. он дороже, чем обычные макароны, мы тебя слышим. Вот. Во много раз дороже. Ну, я не понимаю, без специи. Возможно, там был резон в том, что они могли быть меньше. Я не смотрел по граммам. Возможно, там 50 грамм. Да. Или 40 даже, или даже 35, не знаю. Я не понимал, как это может получиться дешево. Нет, там бич-пакетов есть единственная их прелесть, что это не макароны, это суп. И то, что это готовится, это быстрее чем макароны. Ну, поэтому сравнивать их как-то, не знаю, странно, что ли. Если есть какой-нибудь ебанат, делают их как обычные макароны, то это пиздец просто. Ну, а как супы готовят, я тоже не знаю. Это картошечки надо, всякие там морковки и прочее. Ну, это отдельное блюдо-говно. А бич-пакет, кстати, добавит в них сосисочек. Ага, курочку, петуха. вообще бич-пакеты в свое время я жрал сухую. Я их просто вот дробил в самом пакетике, разрывал и жрал как чипсы. Практишка пропил, я тоже так делаю. А-а-а, тоже обмазываешься. Вот, потом я их заваривал со сливочным маслом в микроволновку вставил, потом я ими траванулся и все. Больше я их не жрал. На самом деле, на самом деле, я делаю как еврей, я сухую, вот, все крошки, которые там есть в пакете, и так немножко покрашу вот этот брикетик, вот, вот это вот жру, так урчу, вот, остальное завариваю. Ну, молодец. И да, если кому-то нравится этот вкус, именно бич-пакетов, возьмите обычных макарон, любых, пускай самых дешевых, и ебните туда соевого соуса. Вот это оно. Еее. Еще я знаю, еще я помню, скалгу, это макнадо, я знаю, что он используется как приправы в США, а в России его мешками продают, и дешевые. А для потребителя, конечно, в любом наборе специи, в глютамат, навал. Впрочем, я как-то перестал его жрать и всем рекомендую. Ну, я помню, там был очень дешевый цен за мешок, там, за 5 килограммов. Ну, а что, химия, дешевая относительно. Так, ну, что, время 4-й час, ночи. я что-то голодный, давайте как-то завершаться, что ли. Всем спасибо за внимание. Ну, вот, анончики нам ничего не пишут, видимо, уже все спать пошли. Давно так не сидели, да, хорошо посидели, больше 5 часов. Спасибо всем за внимание, спасибо всем участникам, спасибо за обсуждение разных шизопроектов. Мы сегодня поговорили о разных и интересных вещах. Большое спасибо всем, кто поддерживал разговор и это слушал. Радиоанонимус. Мы доставляем!